Итак, начнем мы наш круглый стол, который мы назвали «Историко-библиографические обзоры и презентации изданий» с доклада Анастасии Максимовой. Доклад называется «Ирина Леонидовна Ванечкина, как исследователь творчества Скрябина, синестезии и синтеза искусств». Пожалуйста, если можно, на полный экран. Не слышно. Анастасия, у вас звук включен? Настя? Порядок со звуком? Теперь слышно меня? Да, все слышно. Все отлично. Не очень громко? Хорошо? Хорошо. Я рада принимать участие и в качестве соорганизатора, и в качестве участника, который представляет творчество Ирины Леонидовны Ванечкиной. Прекрасно, что у нас отдельное направление, библиографический круглый стол, на котором будут представлены, я надеюсь, новинки, книжные или те обзоры, которые интересны будут многим исследователям по теме, связанной с искусством звука и света. Ирина Леонидовна Ванечкина – это как раз тот пример в творчестве которой, в научном наследии которой очень много для разных сфер есть материала. Это только предварительный анализ. Естественно, нужно будет исследовать ее творчество более глубоко, и задача этого доклада как раз коротко описать, что она оставила после своего очень такого яркого, продолжительного и насыщенного творческого пути. Мне довелось познакомиться с Ириной Леонидовной и поработать с ней недолго, к сожалению, только в последние годы ее жизни, но эти пять лет были настолько насыщенными, и плодотворными, богатыми в творчестве и научном плане, что можно только удивляться, как много она успела сделать за это время, как беззаветно продолжала начатое с Булатом Галиевым дело, и как вдохновляла нас, последователей, пусть небольшие, но совершение. Это был потрясающий опыт для меня, который помогал и помогает сейчас в организации конференции, в организации выставок, в общении с коллегами и в мобилизации внутренних сил, потому что ее энергии и духовного горения хватало на очень много, и это, конечно, поражало. В своей научной благодарность нашей фотографии, какая она была молодая, и вот одна из последних ее фотографий 1996 года были позже, еще фотографии, но здесь она именно в творческом поиске и с любимым мужем, соратником и учителем, Булатом Ахмурчим Галиевым, и сначала коротко расскажу, здесь вы видите фотографию, первая фотография, где она одна, это исполнение поэмы «Огня» с первой, буквально в 62-м году, дальше вот их семейная фотография, она была концертмейстером и вела концертмейстерский класс в педагогическом институте и во всех концертах, которые были в «Прометее», в том числе с Любом Сергеевичем Терменом, вот аккомпанировала, и последняя фотография, это фотография на огромном концерте, который открывал Большой зал Казанской консерватории, концерт «Скрябин» и «Скандинский» в сопровождении поэмы «Огня» с визуальной составляющей картин Скрябина, которые они разработали в одном из последних таких активных выступлений. Вот здесь предоставлены некоторые данные ее биографии, развилась она в 42-м году, в 2013 году, к сожалению, ушла от нас. Работать начала с 58-го года в школе сначала, а с 61-го по 66-й год училась в Казанской консерватории, и уже со второго курса, с 62-го года начала сотрудничество и активное участие во всех художественных проектах ССКБ «Прометей». С 64-го года была также, недавно я эти данные нашла, была концертмейстером Камерного хора Казанского государственного университета по 77-й год, и в дальнейшем вот эту деятельность по концертмейстерскому исполнительству превратила в специальный курс в педагогическом институте, разработала рекомендации и рабочие программы этой дисциплины. С 68-го года она работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а потом профессором музыкального факультета Казанского государственного педагогического института. С 99-го года получила звание «Заслуженный деятель Искусств Республики Татарстан». Ну и в 2006 году ее научная карьера подтвердила квалификацию в качестве кандидатской диссертации, кандидата искусствоведения по специальности 17002 «Музыкальная искусство». Вот вроде бы небольшая биография, но на самом деле очень много совмещала в себе эта удивительная женщина, потому что какой насыщенной жизнью была в СКБ «Прометей» и в качестве совмещения ее и с концертмейстерством, и с преподаванием, я удивляюсь, как она все это успевала, горела и была одержима идеей расшифровать партию поэмы «Огня» с Трябиной. Ну и вот окружение, друзья инженера сыграли в этом ее научном поиске большую роль. Теоретическое обсуждение она происходило с соратником, с другом, с учителем и с мужем, с Булатом Ахмурчим Галиевым. Ее освоение и глубокая проработка литературы по теме, все это способствовало тому, что она очень рано определилась с выбором своего научного пути, и этот путь был длиной в полвета. Я очень благодарю сестру Булату Ахмурчим Галиеву, которая предоставила эти материалы по ее биографии, и, собственно, список работ, которые не были опубликованы, это в ее документах было, и многие материалы по ее биографии, видимо, мы будем черпать из архива сестры Галиева, Сумбуль Махмурчим Галявиной, которая, к сожалению, тоже в прошлом году от коронавируса скончалась, и это большая потеря, потому что она была таким основным хранителем всех семейных и рабочих документов. Вот на сегодняшний момент задача, чтобы все это сохранили. В этом докладе представлены лишь некоторые, большей частью статистические аспекты анализа деятельности ученого, чтобы показать широту и масштаб ее научных достижений. Общее количество работ ее 150, из них научных и приравненных к ним 146, и учебно-методических 4. Временные границы анализируемой литературы с 1968 по 2013 год, ну и понятно, что там еще и исследователи, и исследователи. С самых первых публикаций уже была задана высокая планка. Обычно первые статья или тезисы выходят, как правило, по результатам конференции вузовских студенческих работах. Но в случае с Ванечкиной это была презентация уже наработанного опыта в художественном решении проблем синтеза музыки и света на симпозиуме, который тоже проходил тогда в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в 1968 году «Проблемы художественного восприятия». Эта конференция, это симпозиум был основан и организован Академией наук СССР. Надо отметить, что большая часть научных исследований, она опробировалась на конференциях в виде докладов. Вот в Казани с 1967 года по темам «Светомузыка, цветной слух, синестезия и синтез искусств» регулярно проводились научные практические семинары, школы и конференции. Она была в них, в этих конференциях, и организатором, и участником активным. Две научные конференции международные «Галейские чтения» проходили уже без Булата Махмуча Галеева в 2010 и 2012 годах. Они проходили непосредственно под ее научным руководством. Помимо этого, она была участницей иногда заочной конференции в Москве, в Петербурге, Суздале, Новосибирске, в Калермонт-Фиране и Гааге. Ее доклады отличались четкой структурой материала, доступным языком, наглядностью, большим количеством примеров и достанальным знанием используемых источников и литературы. Тезисы и материалы докладов, это 68 наименований списка, составляют 45% от общего числа публикаций. 50 работ были написаны в соавторстве с Булатом Махмудовичем. Именно он был первым читателем и редактором ее докладов, и он привел ей навыки четкого оформления мыслей без литья воды, строжайшей проверки силок, цитат и доступности изложений трудного материала. Не менее важное место в освещении научных результатов сыграли публикации в центральных и региональных журналах. Они составляют 28% от общего числа научных работ. 29 статей вышли в России, 13 были опубликованы в иностранных журналах. Музыкальные журналы в списке доминируют. Это музыкальная жизнь, советская музыка, музыкальная академия, музыка и время, музыка для синтезатора. Но присутствуют и статьи других направлений, в журналах других направлений. Это «Светотехника», «Техника кино и телевидения», «Империя света», «Изобразительное искусство в школе», «Новые технологии в культуре и искусстве». Это определенно связано с тем, что сама проблема над разрешением, которой трудился ученый-музыковед, имеет междисциплинарный характер. И, кроме того, такой важной площадкой для бесед о значимых событиях и выдающихся людях в этой сфере был журнал «Казань». Это журнал о городе и его жителях. Ну а среди иностранных журналов наиболее частая публикация в профильном американском журнале о науке, искусстве и технике «Леонардо». Там 12 статей у нее представлено. Газетных публикаций в списке не имеется. Научные сборники, как вид научной литературы, имеют более узкую тематику и чаще всего посвящены проблемным вопросам либо персоналиям. И вот таких статей в тематических сборниках и энциклопедиях 32. Пять из них за пределами нашей страны. И проблематика этих сборников касалась вопросов музыкновения, синтеза и философских аспектов. Три большие статьи были написаны для сборника научных статей Мемориального музея Скрябина в Москве. Еще две для книги издательства «Наука. Многогранный мир» Кандинского. И три статьи были опубликованы в 2003 и 2013 году для энциклопедии издательства «Роспен. Лексикон нон-классики. Художественная эстетическая культура XX века». И для энциклопедического издания «Философия и литература искусства» Андрей Белый, Вячеслав Уванов, Александр Скрябин. Ну вот про монографии скажу чуть-чуть попозже. Восемь из них, они в соавторстве написаны. Чаще всего с Балатом Ахмутчем Галиевым и несколько монографий ее самостоятельно. Но если говорить о содержательной стороне опубликованных Ванечкиной научных работ, то лидерство бесспорно принадлежит творчеству Скрябина и его световой строке. Общее количество статей по этой теме 55. Это 36% от общего числа работ. Очень часто его творчество рассматривалось в сопоставлении с идеями его предшественников, современников и последователей. Работы, то есть эстетические проявления анализировались и на примере Костеля, Кандинского, Римского, Корсакова, Эйзенштейна, Щедрина, Щербачева, Асафьева, Сараджева, Шонберга, Мессиана, Сверидова, Термена, Лосева, Барта, Фичор, Лениса и Рудольфа Зарипова. Помимо анализа художных произведений и высказываний упомянутых деятелей искусства, Ирина Леонидовна исследовала с коллегами проявление цветного слуха у членов творческих союзов, союза композиторов СССР, союза писателей и так далее. На основании анкетирования были разосланы огромное количество анкет и анализ их был репрезентован в различных статьях. Таким образом, на долю синестезии и цветного слуха приходится около 30% ее публикации. Нельзя не сказать и о роли Ванечкиной в освещении проводимых «Прометея художественных экспериментов». Являясь непосредственным участником большинства проектов, она обсуждала особенности музыкального материала для световых партий с Галеевым. Она понимала и переносила все тяготы производственного процесса, работая иногда на пределе сил. Ну и предпоследний тематический блок в научном наследии – это музыкальная графика. Здесь междисциплинарный подход синтеза изобразительного и музыкального искусства и их применение в педагогической деятельности рассмотрены в семи публикациях. И «Музыковедение» – это две книги, посвященные методическим рекомендациям по концертмейстерскому исполнительству и по последней ее книге, про которую прямо буквально сейчас уже скажу. Монографии. Значит, поэма «Огня», естественно, это первая монография в соавторстве с Галеевым в 1981 году. Она была в 2010 году существенно дополнена, переработана и повторно издана. Кроме этого, с Протимовой она публикует вместе книгу «Дети рисуют музыку». Вот это как раз по музыкальной графике, это тоже монография. С коллективом авторов она принимает участие в написании книги «Пространственная музыка». В 2010 году издает и публикует сборник статей «Планета Галеев» и пересдает с комментариями в новую иступительную статью книгу Галеева «Советский фаус». Ну, вот последний буквально год своей жизни Ванечкин работает над составлением совместной русско-английской обобщающей монографии «Света музыка. Синестезия и Прометей», где вошли принципиально важные актуальные работы уже опубликованной и не опубликованной Булата Махмудча и ее. И в 2012 году она опубликовала книгу «Беседа о музыке». Это итог долгих педагогических и музыковических исследований. Эта книга стала ее последней большой научной работой. Она вложила в нее всю любовь к музыке, свое вдохновение, знания, опыт, юмор, энергии и духовный огонь. Ну, вот я думаю, что все, кто дружил с ней, кто учился у нее, получили частичку этой энергии. И кто будет читать еще ее книги и статьи, они почувствуют такой негасимый огонь ее духовности и любви к науке. На этом я бы закончила выступление, чтобы выдержать регламент и, собственно, вот кратко рассказать о ее деятельности. Мы надеемся, что в ближайшем времени выйдет монография, вернее, сборник статей, посвященный ее творчеству Ирине Леонидовне. И в дальнейшем мы, естественно, планируем более глубоко исследовать статьи уже в содержательном аспекте, рассматривать конкретные ее достижения по всем направлениям. Спасибо за внимание. Спасибо. Я не объявила, кем является Анастасия Борисовна. Может быть, есть среди нас те еще, кто не знает этого, но все-таки кандидат исторических наук, директор фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства Прометей имени Галеева, доцент кафедры иностранных языков Казанского государственного энергетического университета. Есть к Анастасии вопросы? Из зала благодарность от Михаила Сергеевича Залиманова. Да, и от всех присутствующих нас здесь пять человек. Кто еще, кто хотел бы задать вопрос? Можно мне не задать вопрос, а просто сказать. Здравствуйте, Анастасия Борисовна, наконец-то я вас увидела. Здорово. Хорошо, здравствуйте. На прошлой конференции мы общались довольно много. Да, да, да. Я представлю тогда следующего докладчика, и она как раз у нас вот объявилась. Екатерина Анатольевна Приходовская. Музыковед, композитор, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры хорового дирижирования и вокального искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета. Пожалуйста, Екатерина Анатольевна, ваша тема «Свет как формообразующий элемент оперного целого». Слушаем. Спасибо. Я хотела бы сказать, что прежде всего «Свет» рассматривается как элемент постановки, то есть деятельность режиссера и деятельность оформительной спектакля. Тогда как, уже по примеру Скрябина и по примеру Штукаузона и многих уже современных авторов, мы можем видеть, что световая строка должна потихоньку появляться партитуре управленного спектакля, изначально заявленного композитором. То есть, свет всегда относится к элементам постановки, а не собственного текста. Однако, свет может выступать смысловой единицей текста. Именно как смысловую единицу мы можем фиксировать свет, например, в опере Чайковского «Иоланта». Там это естественно, поскольку главная героиня прозревает, как известно, и первое, что она видит, это свет. Свет здесь фигурирует не только как сюжетный мотив, но и как ключевая идея оперы. Но что можно сказать? Главное, что в опере Чайковского это только единичный пример. Композитор должен ориентироваться на свет, как часть синтеза искусств, которые привлекаются в опере. Главное предлагаемое в докладе мысль – это превращение света в закономерную системную часть аудиовизуального оперного синтеза, а световой строки в постоянный элемент оперной фортитуры. Вот с таким предложением мне хотелось бы завершить доклад. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Анатольевна. Спасибо, что вы смогли выйти на связь. У кого есть вопросы? Здравствуйте, Александр Борисович. Есть вопросы из зала? Если нет вопросов, то... У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Позволите? Здравствуйте, Хабаровск, Лысенко Светлана. Скажите, пожалуйста, Екатерина, вы учитываете, когда вы сочиняете свои оперные произведения, а я знаю, что вы автор оперных произведений, вы учитываете режиссерскую подачу световую и сценографическую в последующих сценических постановках? Для вас это важно, как для композитора? Или вы отдаёте прерогативу в этом смысле постановщикам? Можно, да, говорить Светлана Юрьевна? Я отдаю, конечно, прерогативу. Всё, что композитор хочет сказать, он закладывает в партитуре. Если в партитуре не заложено, значит, не хотел. Значит, это дело режиссёра. Я ответила. Ну, то есть какими-то особыми приёмами вы даёте повод режиссёру программировать световую строку в визуальной партитуре спектакля. Правильно я поняла? Нет, я, может быть, не точно выразилась. Но если композитор хочет что-то определённое, он пишет цветовую строку сам. В партитуре. Если ничего определённого, то всё на волю режиссёра. Спасибо. Спасибо большое. Если нет больше вопросов, мы пойдём дальше. Это было небольшое вкрапление из секции «Свет и звук как элементы сценического пространства». А сейчас мы снова возвращаемся к теме круглого стола «Историко-библиографические обзоры и презентации изданий». И мне хотелось бы предоставить слово Светлане Сорокиной. Светлана, вы готовы сейчас выступить? Да. Лариса Николаевна ещё подключается. И я объявляю тогда филолог, психолог, научный сотрудник Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Казань, Республика Татарстан. Пожалуйста, Светлана. Благодарю вас, Ольга. Я постаралась свой доклад сократить, чтобы он органично выглядел в рамках нашего круглого стола. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу прощения. Предлагаемый обзор основан на библиографическом указателе, составленном Булатом Махмудовичем Галиевым за 260 лет со времени первого печатного упоминания на русском языке. О сопряженности, цвета и музыке. Именно там. Так, одну секунду. Я попробую поставить фотографию. У меня что-то. Заключу. Так. Вот если так видно, да? Оля. Демонстрацию экрана нужно сначала включить и потом... Да, я включила. На нижней панели. Точно включили? Ещё раз. Хорошо, ещё раз. А то как-то чёрное окно. Так, включили. Мне кажется, камера не включена просто вообще. Камера, да. Я хотела фотографию поэтому поставить. Так, окно. А, вот экран. Ну, вы нажмите сначала демонстрацию. Демонстрация для всех ещё должна быть. Да-да-да, вот теперь есть. Есть, запускаете. Но картинку мы пока не видим. Сейчас, сейчас. Вашу картинку видим. Всё. Это вы в том же зале, где мы и сейчас находимся. Ну да, конечно, чтобы было впечатление, что мы все вместе. Я продолжаю. Итак, именно в этом библиографическом указателе представлен полный перечень изданий по направлению светомузыка, синестезия и цветной слух. Несмотря на то, что в названии доклада у меня упоминается только синестезия, как вчера Сергей Михайлович немножко посетовал, что все мы пляшем вокруг этого понятия, работы будут упоминаться и те, которые посвящены и цветному слуху, и светомузыке. В общем, всё, что было условно с 1742 года и до 1917 опубликовано у нас в России. Проблематика феномена синестезии не только не утратила своей исследовательской привлекательности с прошлого тысячелетия, но и обрела ещё большую актуальность в настоящее время. Мне кажется, сейчас происходит некое возрождение интересов. Вопросы синестезии весьма интересны и в науке об искусстве, и в различных отраслях наук, изучающих человека. В результате психологических исследований возможен поиск и анализ корреляций не только в области искусствознания, но и в изучении психики человека. Вероятно, поиск психологических оснований синестезии начинался с интереса к её проявлению в различных сферах человеческой жизнедеятельности, и в культуре, и в искусстве, и в языке. И появление публикации по этому направлению относится к концу XIX века. За это время, как я уже сказала, с конца XIX века и до революционных событий опубликовано менее двух десятков работ, как переводных, так и отечественных трудов. И вот первая психологическая публикация принадлежит выпускнику Московского университета, профессору Казанского университета Владимиру Николаевичу Ивановскому. Отмечена она 1893 годом. Далее публикации подобной тематики появлялись практически каждый год. И иногда даже по два сообщения выходило, например, как у Теодюля Рибо, это переводное издание, или у Владимира Михайловича Бехтерева. И публиковались они, как бы сейчас выразились в таких приличных научных журналах. Это и вопросы философии, психологии, и обозрение психиатрии, и вестник психологии, несколько работ там было. И труды психиатрической клиники Императорского Московского университета. И вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. То есть вот такие солидные издания. Как я уже отметила, это были и переводные работы. Например, французского психолога, основателя первой во Франции лаборатории экспериментальной психологии Альфреда Бене. И Теодюля Армана Рибо, и Теодора Цигина. И вот первое, по мнению Булата Махмудовича, серьезное исследование о синестезии. Также переводное, это перевод с французского. И принадлежит оно Перу Жанна Деудина. По этим псевдонимом работал французский философ Альберт Казане. Альберт Казане, извините. Что касается отношения к этой проблеме, надо сказать, что работы появлялись разного характера. Допустим, Ивановский опубликовал статью обзорного характера «Ложные вторичные ощущения». У Бехтерева две статьи были посвящены аномальным нечувственным связям у душевнобольных. Есть еще работа, которая переводная, рассматривает синестезию наряду с галлюцинациями. Видимо, все-таки интерес вызывали эти работы, вернее, работы по синестезии вообще, потому что я насчитала четыре работы, которые посвящены обзору концепции синестезии, цветного слуха и так далее. То есть отношение к этой проблеме волновало. Оля, у меня уже время, наверное, да? Есть еще несколько минут. Ну вот мне не хотелось бы зачитывать то, что будет опубликовано. Я бы только хотел сказать, что были и убедительные толкования синестезии не просто в научных статьях, но и в учебнике, например, психологии. Есть такой перевод с английского Эдварда Брэдфорда Титченера «Работа». Он посвящает отдельную главу синестезии с одноименным названием. Очень интересны две статьи нечистых психологов, но поскольку в психологическом научном журнале опубликованы эти статьи. Николай Яковлевич Перна, петербургский фидеолог, он излагает возможные варианты ассоциативного происхождения цветного слуха. Это одна из основных его работ, кстати. И молодой талантливый московский ученый Штыфко делает обзор различных примеров, теорий синестезии и также основывается на ассоциативных идеях. Есть работы, которые основаны на позициях, рассматриваются с позиции Зигмунда Фрейда. Интересные работы Ивана Дмитриевича Ермакова, но о них очень хорошую статью опубликовал Антон Владимирович Дарсо. Поэтому, наверное, все знакомы с ней, я думаю. Я только хочу еще сказать, что дальше я бы хотела продолжить, составлять обзор исследований психологических по этому направлению уже после революционных событий в нашей стране и рассмотреть весь 20 век. То есть вот такую большую работу, я не знаю, в каком виде она будет еще опубликована. Может быть, это будет не одна работа, чтобы не очень массивно. Ну и вот я некоторые фамилии уже называла, кроме Ивановского, это и Альфред Бене, и Владимир Бехтерев, и Павел Петрович Соколов. И вот я и всех, собственно, и назвала в своем докладе, я просто не хотела кого-то оставить. Ну, во всяком случае, в статье все эти фамилии будут. И, надо сказать, получила большое удовольствие от того периода, когда занималась этой работой. Спасибо большое за внимание. Оля, я не вышла из... Спасибо большое, идеально. У кого есть вопросы? Александр Борисович? Вы включаете видео, значит... Да, вы прямо на расстоянии чувствуете мои желания. Спасибо, Ольга Викторовна. У меня маленький вопрос. Спасибо. Да-да, Александр Борисович. Такой интересный, краткий, компактный обзор вы сделали. Благодарю. Наверное, в письменном видео он еще более углубленный и подробный. А те работы, которые вы смотрели, вы их читали? Не все, к сожалению. Не все мне нашлось, не все удалось найти, но я не оставляю надежду, что мне удастся с ним познакомиться в подлиннике, что называется. Это было бы очень хорошо, потому что я тоже составлял некоторые указатели по компонологии. И теперь наблюдаю, что мои коллеги, идущие, так сказать, после, они просто библиографическими описаниями вдохновляются. Вдохновляются, и при этом не читают, что там написано. А иногда это бывает ровно противоположно тому, что вынесено заголовок или какие-то там такие серьезные детали, которые и надо бы подчеркнуть, а иногда и противоречившие действительно тому, что мы судим по самому библиографическому писанию. Да, да, согласна, конечно же. Самая рвется в Петербург и в ваш институт. Понятно, что сейчас время такое. Как хорошо мы жили. Все познается в сравнении. Когда можно было пойти в библиотеку и все эти старые журналы посмотреть вот так, взять в руки. Такое счастье. А не просто вот с экрана, где-то что-то вот искать в каком-то не всегда понятном виде. Ну, я вас очень хорошо понимаю. У нас тоже есть трудности. Это не только у вас, но и вообще у нас в целом. Анастасия Борисовна, по-моему, хочет задать вопрос, да? Да, Анастасия, пожалуйста. Прокоммуницировать еще немножко для присутствующих. Параллельно присутствовало. Присутствующих присутствовало. Не нормально. Для филолога вообще нормально. Меня пригласили на форум медицинский, на котором буквально в прошлом году, нет, в этом году в мае, который посвящен Самойлову. Это великий кардиолог, который, в общем, первую кардиограмму сделал и разработал вообще эту медицинскую систему. Оказывается, он очень плотно был связан и с московскими, и с петербургскими, и с казанскими исследователями звука и света и приходил тоже к уникальным выводам о психологическом влиянии звука на сердечные биения наши. И несмотря на то, что его статей нашей библиографии, которую был от Махмуч, рассматривал, по-моему, там одна всего она, но вот оказывается, исследователи его творчества научного пояснили, что этих статей в других журналах не специализированных, их было не специализированных психологических, они были тоже в медицинской литературе. И я думаю, что мы эту библиографию даже на казанских источниках можем немножко расширить, вплоть до военного времени, он умер ближе к 30-х годам, и у него несколько статей о влиянии света и звука на сердечные ритмы, вот несколько статей, и вообще о психологическом влиянии музыки тоже эти работы были. И вот материалы по этому тоже есть, Светлана Евгеньевна, так что у вас есть над чем работать в дальнейшем. Спасибо большое, Анастасия Борисовна. Я упомяну только, что вот когда этот форум, вернее, допомню, когда вот этот форум проходил в Казани, на который вы ссылаетесь, этим занимался профессор Миролюбов Леонид Михайлович, тоже кардиолог, и чуть у меня вылетело из головы, как эта премия называется, который вручается врачам на Первом канале, вот Елена Малышева обычно вручает, вот он лауреат этой премии, и я думаю, что он с удовольствием к этой работе подключился бы и чем-то с нами бы поделился, потому что они как раз организацией этой занимались, и я думаю, что у них есть, вернее, я знаю, что у них есть какие-то материалы, которым, я думаю, они с радостью бы с нами поделились. И я тут еще хочу немножечко уточнить. Дело в том, что я рассматривала работы, которые были опубликованы до 17-го года, но тот же Владимир Михайлович Бехтерев занимался потом влиянием света и звука, вот на душевнобольных в частности, уже, ну скажем так, с положительной точки зрения рассматривал их не как аномальные нечувственные связи, а как возможности какого-то терапевтического, как терапевтические инструменты какие-то. Петлана, спасибо, вынуждена прервать дискуссию, да, мы немножко уже выходим из регламента. Вот присоединилась к нам Лариса Николаевна Березовчук, у нее очень насыщенный график, она может выступить только сию минуту. Представляю вам Ларису Николаевну Березовчук, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник сектора кино и телевидения Российского института истории искусств. Лариса Николаевна, пожалуйста, ваша тема звуковое решение фильма как область исследований. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я опять продолжаю о звуке в кино. Хотя это не моя проблематика, но, вольно ли невольно, это большая работа сектора кино и телевидения Российского института истории искусств. Книга, наконец-то, вышла, и позвольте ее показать, как это бы сделать. Вот такая она, с одной стороны голубенькая, и тут те, скажем так, диаграммы, которые есть на звуковом пульте, бывают. За ним реальность, а с той стороны она красненькая. Вот такая хорошенькая книжечка. Значит, вот тема моего сообщения не зря называется «Звуковое решение фильма как область исследований» без кавычек. И хотя сама книга так и называется «Звуковое решение фильма», потому что главная задача этой коллективной монографии – это разделить проблематику «Звук в кино» и, собственно, «Звуковое решение кино». Какая между ними разница? Если «Звук в кино» рассматривает обычно шумы, музыку и речь с точки зрения видовой специфики искусства кино с того момента, когда она реально стала звуковым, потому что до этого и речь, и шумы, и музыка присутствовали латентно или, скажем так, контекстуально по отношению к фильму, то с того момента, когда кино стало звуковым, собственно говоря, все три компонента звука вошли в художественное единство фильма. И здесь возникают свои проблемы. Видовая специфика не меняется, а в каждом фильме режиссер, звукорежиссер, композитор и, главное, те команды, которые стоят за звукорежиссером, это сейчас индустрия, те исполнители, иногда исполнительские команды, которые стоят за кинокомпозитором, все вместе они работают на тот образный в кавычках заказ, который им сформулировал режиссер фильма. Ясно, что в фильмах авторского кино эта работа в высшей степени тщательная и ориентирована на художественный результат. Но ясно также, что сегодня именно в сфере жанрового коммерческого кино эта работа также в высшей степени тщательная, но ориентирована на другое, на максимальное вовлечение зрителя в звуковую атмосферу фильма, в его действие, благодаря звуку, прежде всего шумам, и, как следствие, в ту большую задачу, которая сегодня стоит перед звуком в фильме, воздействие прямое на зрителя. Если раньше эмоциональные реакции зрителя выстраивались на основании диалога внутреннего мира, аудитории каждого человека в отдельности и того, что предлагает фильм, что предлагает режиссер, то теперь ситуация в коммерческом кино иная. Это прямое воздействие. В этой коллективной монографии три раздела. Первый раздел – это практика. Туда входят два материала. Оба они представляют, собственно говоря, документально-историческую ценность, поскольку в прямом разговоре, так или иначе, интервьюеры или Ирина Всевадовна Евтеева, или модераторы, как ваша покорная слуга, они выясняются звукорежиссерам, с тандемом режиссер-кинокомпозитор, какие-то важные аспекты работы, формирования звукового решения фильма. Значит, для Санкт-Петербурга Владимир Маркович Персов, да вообще для кинематографа России, это один из больших мастеров, творческое содружество Александра Сокурова, Владимир Персов, уже намечилось творческое содружество, пошел второй, может, и третий фильм, Евтеева, Персов. И Ирина Всевадовна пыталась выяснить, как формируется ответ звукорежиссера на тот образный заказ по эпизоду, в целом по концепции фильма, при работе над его звуковым решением. Второй материал раздела практика – это попытка вытянуть из творческого содружества режиссера Сергея Овчарова и кинокомпозитора, большого ученого-этномузыковеда Игоря Мациевского практику их работы над музыкальным решением фильма. Ясно, меня интересовало то, как формируется заказ. А главное, в наш маленький кинозал, он не такой маленький, достаточно большой, пришло четыре курса. Три из Университета кино и телевидения, и курс Овчарова из Петербургской школы кино. То есть четыре курса режиссеров сидят, и все хотят, так я сформировала проблему этой встречи, все хотят услышать, как режиссер должен разговаривать с кинокомпозитором. А это дружба, это полное взаимопонимание, это едва ли не тождественность художественных ценностей и понимание традиций российской культуры, то есть все совпадает. И в этом не диалоги, а даже трилоги, потому что, естественно, я направляла их беседу, они начали тут же разговаривать, выяснять отношения по поводу фильмов, которые делали, между выяснять отношения относительно эстетических, культурологических концепций, идей. И вот когда вы прочитаете этот раздел, вы обнаружите странную вещь. До сих пор в практике отечественной работы над звуковым решением фильма, как достаточно ранние, лет 20 тому, так, впрочем, и сейчас, сохраняется глубоко субъективный характер, кинокомпозитор, понимание звукорежиссерами, кинокомпозиторами того, что они делают в фильме. Ни технологии, так как, к примеру, это есть в компании Ханса Циммера, в американском кино, естественно, это международная компания, кого там только нет. Это индустриальный подход звука кино. У нас до сих пор этого нет. Вот есть талантливый кинокомпозитор, есть талантливый звукорежиссер. Он постарается максимум сделать, чтобы решение, звуковое решение фильма было таким же талантливым. Второй раздел. Теория анализа и звукового решения фильма. Это самый большой раздел книги. Сюда действительно все статьи так или иначе рассматривают какой-то теоретический аспект. Но самое важное – это показать, что звуковое решение каждого фильма конкретно в любом случае само по себе так или иначе ставит какие-то теоретические проблемы. Они могут сдвигаться в сторону, скажем так, музыковедческих вопросов. Потому что если это музыка, то как ее описывать? Ее лучше описывают музыковеды, нежели киноведы. Если это шумы, можно сдвигаться в сторону технологии их генерирования. Можно сдвигаться в сторону тех художественных функций, которые они выполняют в фильме. можно сдвигаться в сторону, скажем так, связей фильма и акустической проблематики, потому что сам по себе шум – это в первую очередь акустический феномен. Здесь могут быть разные подходы. Начну по порядку. Принципиальная статья, которую я бы рекомендовала всем, кто занимается звуком в кино. А зная ситуацию в отечественном киноведении, я уверена, что проблематика, поднятая в этой книге, она достаточно редкая. Исследование звукового решения фильма в отечественном киноведении, как говорится, зверь редкостный, ходит по непонятным ему тропам. И потому первая статья Ольги Николаевны Смирновой «Шумы в фильме» ничего не говорит, а вот дополнение говорит все. Проблемы понятийно-терминологического аппарата или трудности перевода. В этой статье, по-моему, впервые в киноведении я даже этого не читала в западной литературе, именно киноведческой. Они даже не задумываются, что происходит. Ольга Николаевна – практикующий звукорежиссер. Работает, понятно, над всякими фильмами, но работает на западной литературе и, конечно, общается с теми звукорежиссерами, которые в нашей стране сейчас есть. А они все переориентированы на голливудскую практику фильма. И вот дальше оказалось, что режиссеры, которые боятся звуковиков, как вот чуждого им класса, потому что звуковики технологичны, те же звукорежиссеры, которые оснащены уже своим особым волопюком, и киноведы, которые не знают, как говорят режиссеры, ну потому что режиссеры в практике, а киноведы в науке. И вот три этих группы кинематографистов, рефлексия, практика и технология, у них нет общего языка для взаимопонимания. И вот огромный труд Ольги Николаевны в том, что она попыталась хоть как-то скоординировать лексику, в которой описывается у звукорежиссеров самый разработанный словарь, у режиссеров самый непонятный, метафорический и глубоко субъективный, и у киноведов, которые не знают ни того, ни другого. Очень рекомендую. Ваша покорная слуга, опять-таки, в рамках программы наротологических исследований изучала меметичность, как предпосылку повествовательной функции шумов в фильме на плане истории. В качестве объектов анализа взяты два фильма. Один – это интеллектуальное кино, комедия «Звуки шума» Симонсона и Нитсона и фильмы «Саксо. Белый шум». И вот то, что удается восстановить. Если кто-то слушал мое выступление позавчера, то я достаточно критично высказывалась относительно того, какие пространства обнаруживают вроде как кинонаротологи, но на самом деле семиотики кино, употребляя эти пространства куда угодно и как угодно. И оказалось, что если отталкиваться вот от концепции выдающегося звукорежиссера и теоретика Роберта Казаряна, то до сих пор актуальна концепция акустического пространства, которая была им сформулирована как концепт и которую потом все опровергали, кому не лень. Она-то сохранила свою актуальность, а вот оказалось, что режиссеры работают с разными типами шумов. Не только с акустическими, механическими и так далее. Типов шумов бывает разный. Много их. И не всегда это связано с колебанием воздушных волн. Именно этому посвящена концепция белого шума режиссера Сакс. Дмитрий Бакиров погубился в источниковическое изучение классики. Принцип контрапонтического использования звука в кино на примере нереализованного сценария американской трагедии Сергея Михайловича из Жихтейна. Есть сценарий, в котором описан, как звук должен звучать. Этот сценарий должен был ставиться в Голливуде, но даже тогда голливудская практика звукозаписи, воспроизведения звука, создание звуковых планов еще не была развита, а Сергей Михайлович уже предвидел эти ресурсы и связал их с раскрытием внутреннего мира персонажей американской трагедии. Светлана Михайловна Федорова уделила внимание историко-культурным аллюзиям в музыкальном решении фильма Дэвида Кроненберга «М. Баттерфляй». Значит, естественно, раз «Баттерфляй», значит, «Пучение». Но есть Кроненберг и есть пьеса, и вот сличая, скажем так, художественные идеи пьесы, фильма и оперы «Пучини», вскрывая контексты каждого из этих трех художественных феноменов, которые вступают в взаимодействие в конкретном фильме, исследователь пришла к выводу, что музыкальное решение в фильме, равно как и вся концепция, связано с изживанием колониалистского менталитета, который был присущ еще опере Джаком Кучини. Наталья Геннадьевна Комоненко свое исследование посвятила звуковому универсуму в фильмах Тарковского «Диалоги с музыкальной традицией». Это очень интересная работа, поскольку здесь показано, какой виртуозной становится техника кинокомпозитора, сочетающего одновременно, скажем так, методики письма акустического для акустических инструментов и методики письма для электронных инструментов. Он одновременно, Эдуард Артемьев, творческое Содружество выступает и как звукорежиссер фильма. Вот Эдуард Артемьев попытался в своей работе соединить скажем так, музыкальные традиции разных культур, этносов, эпох, чтобы в музыке выразить мифотворческий потенциал, который во многом присущ кинематографу Тарковского. И потому без саунд-дизайна еще композитор соединял действительно в единстве фильма пространство культуры. Не столько звуковые пространства, сколько пространство культуры, репрезентированное определенными тембрами, определенными фактурными кластерами, определенными интонационными ну скажем так прототипами. Вот сочетание высшей степени современного композиторского письма с умением воплотить в нем вечное, которое присутствовало в архаике человеческого сознания, все это свойственно композиторскому письму Тарковскому. И наконец последнее в чем-то традиционный раздел, а в чем-то и оригинальный. Он называется из истории становления звукового пино. Здесь не только исторические материалы. Главное здесь это показать в чем, чем отличается область исследования звук в пино от области исследования звуковое решение фильма. Из статьи Алексея Викторовича Гусева смена системы эстетических условностей во французском кино при переходе из немой эпохи в звуковую. Из Светланы Викторовны Хлыстуновой особенности создания звуковых эффектов в игровом зарубежном кинематографе. И наконец очень познавательная статья Андрея Игоревича Андреева проблематика перехода кино к звуку мысли о кино. все это говорит о том что звуковое решение фильма это не только наш скромный труд вот такой голубенький с этой стороны красненький это новая для киноведения область исследований и я коллектив авторов довольны получилось так как получилось всем интересующимся этой проблематикой рекомендую спасибо за внимание спасибо Лариса Николаевна вот есть вопросы но я боюсь вот время 11.30 вопрос Анастасия задавайте быстренько Лариса Николаевна сумасшедшая интересная книга где можно приобрести и как хотели бы хотели бы сразу прям сегодня или завтра сразу говорю я так поняла что вы приехали в Питер уже уехала но могу заказать где возможно не ко мне а к Ольге Викторовне она это знает вот она книга лежит еще в нашем институте какое-то количество экземпляров но вот так вот получается Ольге Викторовне отлично спасибо большое очень нужная книга хотим прям обязательно свою коллекцию чтобы была у нас спасибо уважаемые коллеги отключаюсь на лекцию пора всего доброго удачного завершения конференции спасибо Лариса Николаевна сейчас я бы хотела дать слово некоторые перестановки у нас в течение круглого стола будут извините за это пожалуйста я передаю слово Светлане Юрьевне Лысенко музыковеду доктора искусствоведения доценту профессора кафедры искусствоведения музыкально инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры тема Светланы Юрьевны прошу попрощения исследование новосибирской научной школы в области музыкальной синестетики пожалуйста доброе доброе утро у нас уже вечер дорогие коллеги рада всех приветствовать я бы хотела сегодня представить научные исследования сибирской школы музыкальной синестетики и ту работу которая активно сейчас ведется в этом направлении представители сибирской научной школы в исследованиях синестезии наследуют научные традиции СКБ НИИ Прометей и они стали одними из первых своих которые в своих работах сконцентрировали внимание на проблемах именно музыкальной синестетики дополняя известные аналитические подходы в музыковедении эти исследования посредством включения музыки в межчувственное ассоциативное пространство стремятся к обнаружению глубинных смыслопорождающих кодов в музыкальных текстах и привлечения синестетического подхода в музыкознании как показывают эти работы позволило избежать однозначной точности в трафтовке музыкальных образов а также помогает решать задачу категоризации и фиксации глубинных трудно распознаваемых смысловых нюансов музыкального текста крупнейшими исследованиями в этой области следует определить монографию Нины Калиденко синестетичность музыкально-художественного сознания это монография вот она я надеюсь видно ее вышла в Новосибирске в 2005 году и продолжение этого фундаментального труда который касается и вопросов музыкальной эстетики и философии и вопросов музыкальной психологии потому что рассматривается такое объемное глобальное понятие как художественное музыкально-художественное сознание Нина Калиденко спустя 10 лет издает еще одну книгу которая концентрирует вопросы изучения музыкальной синестетики и дает в этой работе алгоритм синестетического анализа музыкальных текстов здесь можно говорить уже в этой работе можно говорить о том что ею разработана методика анализа то есть определенные методологические процедуры для анализа для выявления вот этих межсенсорных внутренних импульсов идущих от музыкального образа зачастую программируемых композитором сознательно многие научные идеи этого исследования получили развитие в работах ее учеников и последователей одной из ветвей указанного научного подхода стала синестетическая интерпретация художественного опыта в различных музыкальных стилях музыки барокко Светлана Камышникова Омск музыки романтизма Ольга Ярош Красноярск музыкального авангарда многие авторы а также исследования синестетичности в творчестве Мануэля Дефалья Марина Якушевич Новосибирск Эдисона Денисова Анна Мельникова Новосибирск Игоря Стравинского Ольга Мизюркина Новосибирск Оливье Мессиана Елена Старикова Новосибирск Николая Мэтнера Владимир Будников Хабаровск Чур Лениса и Вышнеградского Светлана Лосева Иркутск и других другим направлением стало изучение интермодальных связей как механизма художественного синтеза в таких синтетических музыкально-театральных жанрах как опера и балет Светлана Лысенко и Екатерина Приходовская Важным научным опытом следует признать и исследование роли межчувственных ассоциаций в музыкальной педагогике которые осуществляет Нина Павловна Калиденко и ее школа Хочу отдельно представить ее очень интересную работу одну из первых ее работ я бы ее с удовольствием порекомендовала но ее уже давно раскупили она просто пользуется большим спросом это именно практическое учебное пособие я назову его музыкально-эстетическое воспитание двоеточие синестезия и комплексное воздействие искусств чем оно интересно потому что здесь есть непосредственный лекционный материал с методическими рекомендациями тестовыми заданиями контрольными вопросами и что очень ценно графиками интересными скажем так иллюстрациями примерами из художественной литературы опытами визуального визуальной фиксации музыкальных образов то есть это та самая практическая книга которая нужна очень многим и которая написана доступным понятным языком я очень бы хотела просто вот советую Нине Павловне уже давно ее переиздать потому что мне кажется что она невероятно большим спросом может пользоваться по сей день на волне все возрастающего прошу прощения сейчас закончу мысль недосказанную под руководством Нины Павловны также разработана синестетическая методика преподавания в скрипичной педагогике это Третья Ченко в Красноярске занимается этими проблемами а также интересен анализ синестетических механизмов восприятия которые формируют исполнительский процесс у пианистов Владимир Будников он сам пианист практикующий интересной интересной работы очень скажем так глубоко размышляет над проблемами исполнительского творчества в аспекте синестезии на волне все возрастающего интереса к этой проблематике пять лет назад в Новосибирской государственной консерватории выходит первый сборник научных статей который получили название который получил название вопроса музыкальной синестетики история теория практика вот первый сборник который датирован 2016 годом это единственное хочу подчеркнуть в нашей стране регулярное научное издание которое исследует в аспекте синестетики проблемы анализа музыкальных произведений их исполнение и восприятие а также проблемы музыкальной педагогики в аспекте музыкальной синестетики на сегодняшний день вышло три таких сборника вот второй сборник в восемнадцатом году издан таким же названием и в двадцатом году этот же сборник вызван издан мы приглашаем всех желающих принять участие в следующем выпуске в четвертом выпуске этого сборника регулярного который будет осуществлен в апреле 2022 года то есть уже через полгода первый выпуск ставил задачу объединить исследователей которые занимаются проблемами синестезии в разных направлениях музыкознания в том числе и на пересечении с другими отраслями научного знания с психологией философией и другими широкий охват вопросов позволил определить не только сферу интересов это музыка в первую очередь это музыка музыка академической традиции но и три основных вектора изучения актуальных исследований музыкальной синестетики первый вектор это теория и история изучения синестезии так в каждом сборнике называется первый раздел этих сборников это устоявшаяся модель направления скажем так исследований второе направление второй вектор проявление межчувственных связей в композиторском творчестве в различных аспектах и в музыкальном восприятии и третье направление третий вектор сенсорная интеграция в музыкальной педагогике в статьях первого сборника научного подчеркивается преемственность научных изысканий с казанской школой синестетики обогащается стилевая жанровая и композиторская палитра то есть материал для синестетического анализа я имею ввиду в сравнении с монографическими научными исследованиями авторов статьи которые были предприняты ранее в частности появляются исследования в сборнике уже в статьях додекафонной музыки музыки Родиона Щедрина Мариса Равелли и других композиторов а также осуществляется опыт обмен педагогическим опытом с привлечением синестезийных методик в двух последующих выпусков научного сборника рассматриваются эстетические философские и психологические аспекты в изучении синестезии а также осуществляется анализ мультимедийных композиций западноевропейского музыкального авангарда и других текстов неклассического так называемого неклассического звукового пространства в музыке двух последних столетий то есть 20 и 21 веков важным отличием стало участие во втором и особенно в третьем сборнике авторов и исследователей и зарубежных европейских и не только европейских это это Йорк Иванский Микаэль Хавер Камп и Людмила Лейпсон из Германии а также двух исследователей из Соединенных Штатов Америки Шон Дей и Полина Димова важно участие их в данных сборниках уже потому что это позволяет интегрировать зарубежные отечественные научные школы обмениваться опытом обмениваться концепциями в деле изучения проблем музыкальной синестетики если кратко я могу закончить но если есть возможность я могла бы чуть углубиться в анализ проблем во втором и третьем сборнике как смотрят на это участники конференции подскажите как удобнее сделать если до пяти минут то это возможно если больше то и нет хорошо я попробую быстренько секундочку во втором сборнике помимо перечисленных композиторов обращаю ваше внимание на исследование творчества листа на исследование музыки Шонберга и Дебюси затрагиваются такие музыкальные направления как романтизм импрессионизм и додекофония помимо новосибирской школы куда я вернее помимо сибирской научной школы куда я отношусь Красноярск и Омск участвовали исследователи из Краснодара из Москвы из Хабаровска а также из Казани спасибо всем я вижу в участниках в списке участников конференции многих авторов этого сборника я всех сердечно приветствую также расширяется жанровая палитра помимо инструментальной музыки а в первую очередь это изучение музыки тех композиторов которые сознательно программируют синестетические межчувственные какие-то отклики при восприятии такой музыки анализируется и музыка композиторов романтической классической традиции в частности в оперном жанре и в балетном жанре исследуется музыка Чайковского Мусоргского рассматривается участие и вернее участие синестетического механизма в художественном синтезе в оперном и хореографическом жанре а также в жанре парфюмерного концерта такой экзотической поворот нас он очень порадовал это исследователи из Томска предложили такое интересное парфюмерное концерты как воплощение принципа синестезии запахов и звуков в сборнике который третий выпуск в выпуске 20-го года рассматриваются проблемы методологического потенциала синестезии как установки на сохранение целостности человечного в человеке то есть такой очень широкий гуманитарный подход Полина Димова трактует синестезию как сеть дискурсов способных к мультимедийным адаптациям Марина Зайцева пишет об укреплении синестезийных основ вне доминантных видах искусств в античности также мною предлагается интеграция синестетического подхода с семантическим анализом в хореографических жанрах раскрываются в статьях эвристические возможности синестетического подхода в современных симультанных перформансах анализирует синестезию как свойство музыкальной терапии а также Светлана Кайнанчук рассматривает синестезию как то то направление которое занимает авангардное место в области музыкальной эстетики в разделе касающейся композиторского творчества обращаю внимание на статьи которая анализирует музыку Ксенакиса в статье Йорка Ивански Вагнера Галины Еременко Щедрина Нина Калиденко Тищенко Галина Овсянкина Мессиана Шопена Листа и других композиторов также расширяется музыкальная стилистика вовлекаемого музыкального материала помимо барочной музыки интересное наблюдение высказал Микаэль Хаверкам рассматриваются джазовая рок и поп музыка Шон Дэй и Йорк Иванский Эврит Мештайнера в статье Людмила Липсон Межчувственные ассоциации в творческом процессе исполнителя рассматриваются в статьях Будникова Окишева Приходовской Малиновской а также в работе при духе во взаимодействии музыки и живописи также рассматриваются проблемы с анестезией и наконец проблема музыкальной педагогики актуализирует такие аспекты как использование музыкально-синэстетических методик вузовской педагогики Светлана Камышникова в музыкальной педагогике музыкальной школы с применением обучения синэстетических фильмов Ольга Мизюркина пластики Калиденко и Шмелькова песочные днимации у Даниловой в статье Екатерины Приходовской и Быстровой предлагается синэстетический подход при проведении конкурса юных композиторов совершенно необычный поворот мы вновь приглашаем вас к участию в этих сборниках и будем рады расширению дискурса расширению поля исследовательского поля исследовательских каких-то направлений к изучению музыкальной синэстетики благодарю всех за внимание спасибо большое есть ли вопросы к Светлане Юрьевне Светлана Юрьевна вопрос следующий информационное письмо будет по конференции обязательно обязательно в первую очередь в Казань спасибо есть ли еще вопросы можно уточнить Светлана Юрьевна в сборник как можно прислать материалы вы сказали в апреле где можно посмотреть эти требования вы не могли бы каким-то образом оставить свои координаты и я вам лично могу выслать или не наполна может это выслать наверное через организаторов мой почтовый адрес наверное я пошлю Светлана я пошлю спасибо Викторовну большое спасибо большое за доклад замечательно очень интересно тоже благодарим я представляю следующих докладчиков они у нас уже разместились мы время экономим Светлана Витальевна Конончук и Нина Александровна Николаева я тогда не буду долго представлять мы вчера представляли позавчера дорогие друзья мы уже выступали с Ниной Александровной поэтому мы будем краткие только о наших конференциях изданиях но сначала мне хотелось бы раз такая возможность предоставилась еще раз поприветствовать наших коллег из Казани Светлану Сорокину и Анастасию Максимову очень приятно что мне возможность с вами встретиться на этой конференции спасибо большое взаимно очень приятно видеть все знакомые лица и имена и Светлану Лысенко тоже очень очень рада видеть спасибо за ваш замечательный доклад Светлана Юрьевна спасибо большое и еще хотелось бы поприветствовать Наталью Витальевну Злыдневу из Москвы с работой с созданием так сказать сборника который который был издан под ее редакцией в Москве который называется проблема синестезии и поэтика авангарда мы внимательно ознакомились в Санкт-Петербургской консерватории то есть мои коллеги и наш оргкомитет и мы просто в восторге от этого сборника очень вас благодарим это серьезнейшая глубочайшая научная работа и такого уровня мы уже давно не видели исследований и поэтому мы с огромной радостью ваша вступительная статья тоже и ваша статья посредством сборника спасибо да произвела очень серьезное впечатление и поэтому мы очень хотели бы пригласить вас на следующую нашу конференцию в 2022 году которая будет в апреле проходить ну и мы обязательно пришлем вам приглашение и информационное письмо да еще отдельно хотелось бы конечно передать тоже привет Йоргу Ивански и поблагодарить его за постоянное участие в наших конференциях поддержку научную моральную и за даже возможности издания книги вот Нина Александровна расскажите благодаря Йоргу мы смогли издать ну да это материалы на английском языке сборник с иллюстрациями потому что наши конференции обычно сопровождаются выставками и концертами и вот благодаря Йоргу в мастерском издании в мастерском университете на английском языке были изданы тезисы наших авторов спасибо большое да ну вот еще буквально два слова об изданиях конференциях то есть серия наших конференций полилок и синтез искус началась с 2018 года и по итогам этой конференции был издан сборник вот на английском языке правда это очень избранные лучшие доклады сборник помогла нам издать Ольга Овечкина директор голландского института в Санкт-Петербурге здесь присутствует статья про Зерского открывающих сборник одного из крупнейших российских эстетиков ученика Кагана который к сожалению ушел от нас но успел вот в 19-м году его с нами не стало но он успел передать нам вот эти материалы и они здесь опубликованы ну и следующая серия материалов тезисов я не буду о каждом рассказывать и об участниках то есть вот могу показать 2019 20 21 год созданные вот такие сборники тезисов ну в целом о нашей конференции что еще хотелось сказать проспекты выставок как и говорила Нина Александровна конференции сопровождаются синаэстетическими концертами фильмами и выставками художников пока конференция у нас ежегодная не знаю как это будет дальше происходить но что хотелось сказать о концепциях пока что это достаточно широкое такое массовое мероприятие но практика показывает что если организаторы конференции хотят поднять уровень научный то приходится на каком-то этапе сужаться то есть у нас предполагается наверное более такой тщательный отбор тематика должна более близко соответствовать проблематике синестезии и синтезу искусств вот остальные доклады видимо как-то в стендовые будут переходить и конечно хотелось бы именно видеть обмен научными знаниями на протяжении вот этих конференций иначе собственно не имеет смысла их организовывать поэтому у нас видимо будет план нашей деятельности дальнейший таков чередоваться достаточно широкие конференции будут очень узкими в которых будет буквально там до 10 участников не более но известных представителей науки прежде всего философии искусствоведения филологии и наверное культурологии еще да вот касающиеся этой данной проблематики и конечно хотелось бы найти некую точку сопряжения не просто звук свет цвет как отдельные феномены а именно найти вот эту грань сопряженности и именно тогда мы будем двигаться вперед в научном плане и развивать нашу научную тематику ну то есть это проблема междисциплинарности или даже еще я бы сказала транс дисциплинарности то есть выход проход через вот эти отдельные грани науки да и рассмотрение одной и той же проблематики разным категориальным аппаратом с различных точек зрения да поэтому и полилог наша конференция называется и мы видим Рафаэля да парнас его такая стилизация потому что для нас очень важно чтобы встречались на нашей конференции обычно когда говорят о транс дисциплинарности или о дисциплинарности там в литературе в музыке в живописи и обычно конференции достаточно узко вот литературу веда встретились поговорили между собой музыковеды встретились поговорили мы хотим чтобы на площадке нашей конференции встречались и литературу веда и философы и искусствоведы и чтобы они слышали друг друга и понимали что междисциплинарность вот в этом полилоге развивалась да и поэтому иногда приходится сужать тематику ну это иногда расширять спасибо большое спасибо спасибо если есть вопросы на которые да конечно пожалуйста вопросы спасибо 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 все данные о йорке иванске мы можем наблюдать в нашей книге ну я могу еще и сама конечно сказать не подготовилась прошу прощения музыка бед автор и редактор книг по синестезе а также по музыке и изобразительному искусству один профессор университета мюнстера мюнстеров германия и вена австрия битвен between july 2018 and july 2020 for two years i conducted research with an austrian grant at the musicological department of the university of vienna in collaboration with the systematic musicologist christoph reuter my grant was titled the history of colored hearing from 1812 until 1998 a bibliographical study with special emphasis on timbre color synesthesia thematically my grant dealt between two poles synesthesia on one side and cross model correspondence on the other side synesthesia also named congenital synesthesia was understood as a rare kind of perception in which sensory input or cognitive concepts such as units of measurement or the alphabet automatically leads to additional sensations which are very individual some color synesthesia is one of its most common types synesthesia the prevalence of people with synesthesia is about four percent of the whole population on monday anton sidorov dorso also has reported about this understanding of the term synesthesia the other pole was cross-modal correspondences constant associations between the senses which are anchored in perception and are followed by all people within a culture for example high tones are associated with bright colors low tones dark colors and i have talked about it on monday four main projects were worked up synesthesia research during the 19th century timbre color mappings synesthesia research in russia and an international conference music and synesthesia now i will give short explanations about these four main projects number one synesthesia research during the 19th century in the in the west the modern research on synesthesia started with a monograph by richard cytovic 1989 with this a still ongoing period of research on synesthesia started since this date dozens of dissertations about synesthesia have been written and more than than one thousand articles have been published with a focus on empirical studies about grapheme colors by now it is nearly impossible to get an overview of all the academic literature thus with cytovic's monograph and in in addition to his popular book the man who tasted shapes from 1993 synesthesia became very popular this research phase which has begun in the 1990s had been prepared by the writings of lawrence marx especially by his monograph the unity of his of the senses from 1978. marx also has started rediscovering sources from the 19th century but most of the early writings have furthermore fallen into oblivion books and journals gather dust in the libraries during the last decade and especially during my grant together with the working group i have shown that that there already was detailed research on synesthesia in the 19th century which was nearly forgotten today our working group consists of two psychologists one cognitive neuroscientist one linguist and anthropologist and myself a musicologist during the period of my grant we published three extensive articles in the peer-reviewed journal of the history of the of the neurosciences in print including an open access digital version article number one the golden age of synesthesia inquiry in the late 19th century in this period scientists debated whether synesthesia was a form of pathology or an alternative manifestation of intelligence the different roles of heredity and environment were contested and there were several explanations proposed as to its normal basis many findings recently discovered by contemporary science can be traced back to the 19th century for example starting discussion about the distinction between synesthesia and trust model correspondences or the integration of new subforms into the concept of synesthesia one of the leading figures in this period was the american mary caulkin she was the first woman to become president of the american psychological association in 1905. in our context her most significant legacy is her education of the terms this easier to describe this phenomenon in 1893. here you see her inside a group of famous psychologists most of whom also have published articles on synesthesia our second article deals with the evolution of the concept of synesthesia in the 19th century revealed through the history of its name starting with the term obscure feeling in 1772 and ending with the first emergence of the term synesthesia as we use it today in 1892. here you can see an extract of an overview of the development of the various terms of synesthesia for the condition we today names the third article deals with the first ever worldwide international conference of psychology in paris 1889 here one symposium including included a round table event devoted entirely to congenital synesthesia sure there had been a symposium in saint petersburg 1742 but it dealt with the color organ of louisbert trunk castell and discussed perception of the eye and the ear in general but did not deal with congenital synesthesia details of the seminal gathering on synesthesia in paris and its international reception have been rediscovered by us the growth of scientific literature on synesthesia in france increased in the years after the conference next to several monographs on extensive article and an extensive article by the famous psychologist alfred binet who published five times his article in four languages french german english and russian so far for the first project the second one was timbre color mappings in synesthesia and non-synesthesia for this with the team from vienna we conducted several empirical studies that asked the following questions number one do cross model correspondences between musical instrument sounds and visual colors rather depend on pitch instead of timbre number two up to which point can the specific synesthetic color perception for a timbre be conserved when step-by-step partials of the sound are removed number three in which way does the synesthetic color sensation change when step-by-step the sound the sound transforms from one instrumental timbre to another and number four there are differences in timbre color mapping a modified replication of the study number one participants from austria germany and madagascar in short for number one the answer is pitch is dominant in comparison to timbre for number two two the color sensations are perceived as more and more unsaturated and brighter with increasing reduction of the partials for number three the color perception induced by sound with each change in the morph ratio moved further away from the initial sound and closer to the target sound of the morph page for number four so far people from madagascar seem to be more strongly influenced by tamra mappings than the respective pitch this was contrasted with our study number one sarah ambos and i talked about it on monday the four empirical studies are evaluated some results have been presented at conferences articles about the studies are in preparation next to these empirical studies on temporal color mappings i co-edited a volume with writings of the german painter musician and art educator rudolf galbeck on sound colors in the ccr mainly from the 1920s and early 1930s these articles have been compiled for the first time in an anthology and provided with an anthology and the first time in an anthology and the first time in an anthology and the first time in an anthology this collection this collection was published in print in print including an open access digital version number three four books about synesthesia research in russia were published in 1962 in kazan a worldwide unique research institute was founded named prometheus which investigates the interrelation of the arts under the generic term of synesthesia between 1967 and 2015 18 congresses were held 1212 articles are included in the congress report which illustrate the immense diversity of the activities of this institute these articles are now documented for the first time in the bibliography the name and the subject index facilitates the search a detailed introduction with numerous illustrations explains the history of the acute and is intended to encourage further studies this bibliography was done together with anastasia maximova who has given a presentation about irina vanitschkina one of the leading figures at the prometheus institute at this morning the book of abstracts of the conference polylogue and synthesis of arts which took place on march 2019 at the conservatory in st petersburg was edited by svetlana konanschuk and ina nikolaeva both have given presentations at our current conference in order to make russian research more widely known in the west in the west i was included as a co-editor for a translation into english and we published the book in germany including an open access digital version a collection of 30 interviews with the world's leading experts artists and public figures on congenital synesthesia from north and south america europe australia and new zealand was edited and published in moscow in 2019 by anton sider of dorso who also is present at our conference today and by sean day one of the interviewed scientists was sergio basbaum who will give a presentation later this day in order to also make this russian book more widely known in the west i was included as a co-editor we re revised and extended the book translated it into english with lots of colored illustrations and published it in germany including an open access digital version in a continuation of the prometheus institute's bibliography the conference report galeev readings from a conference in casen in october 2020 organized by anastasia maximova with 52 articles was published with me as a co-editor number four an international conference music and synesthesia at the end of my grant international conference on music and synesthesia with 25 oral and 20 poster presentations chosen from 61 submitted abstracts from 17 countries from europe america and australia was announced to take place at the vienna musicological department in july 2020 but had to be cancelled due to the covet 19 pandemic nevertheless the congress report was published in print including an open access digital version some russian scientists contributed abstracts for the anthology and planned to give a talk or present a poster at the conference elena fatyanova olga kolganova svetlana konanschuk anastasia maximova svetlana malakova ina nikolajeva svetlana rudenko anton zido of dorso and alisa timoshenko thank you thank you very much будут ли вопросы из зала из зала передают благодарность от организаторов конференции полилог и от михаила сергеевича заливадного да перечисляю от кого передают благодарность это не канончук и светлана витальевна и не на александровна николаева борис переведите пожалуйста для йорка добрый день да прошу прощения с именами я повторю они по-русски могут александровна и александровна roman У кого есть вопросы или комментарии? Тогда мы идем дальше. Спасибо. И я передаю слово Светлане Витальевне Злыдневой. Сегодня имя ее уже упоминалось, и ей тоже звучали благодарности. Искусствовед, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Пожалуйста. Спасибо, Наталья Витальевна, но не важно. Ой, прошу, прошу, прошу. Ничего. Ну, наш опыт исследования синестезии довольно фрагментарный, но я хотела познакомить вас просто с нашей книжкой, о которой уже шла речь. Это «Проблемы синестезии и поэтика авангарда». Так формулируется, но на самом деле тема довольно гораздо шире. На трех моментах хотела бы остановиться. Ну, во-первых, об истории возникновения этой книги. Она возникла в недрах общего проекта, которым занимается сектор искусства стран Центральной Европы, Государственного института искусствознания. А, следовательно, речь здесь пойдет прежде всего, речь пошла в этом сборнике прежде всего о проявлениях синестезии в разных видах искусства художников Центральной и Восточной Европы. Ну, Центральная и Восточная Европа – это такая горячая точка Европы. Ну, как вы знаете, в 20 веке все главные события происходили именно здесь, от русского авангарда, польского кино, чешского поэтизма, сербской живописи, включенной в Парижскую школу и так далее, и так далее, болгарского концептуализма. Ну, вот Христо недавно умер. Так что это актуальная тема, и художники эти, композиторы, музыканты, скульпторы очень мало известны. Но наряду с известными именами, вот здесь, такими как Барток, здесь в этой книге речь идет и о… Да, и Барток, и современная польская музыка, разумеется. Здесь речь идет и о творчестве Каи Царихо, финском композиторе, и о польском художественном авангарде музыкальной графики в контексте идей польского художественного авангарда, и о синестезистах в славянском экспрессионизме, и о Павле Челищеве, и даже о польском скульпторе Хачере, ну и о многом другом. Среди наиболее таких ценных, мне кажется, материалов этой книги статья известного специалиста по танцу и по семиотике движения в 20-е годы, вообще в 20-м веке, Ирина Евгеньевна Сироткина «Синестезия. Проект пересоздания человека. О 20-х годах идет речь». Это первое. А второе – это сборник мультидисциплинарный, как теперь уже водится. Собственно говоря, эта мультидисциплинарность отвечает задачам современных гуманитарных наук, которые перекидывают мостик от знания естественно-научного к гуманитарному. А гуманитарные знания, соответственно, сливаются тоже в единый хор такой медиумальный, что соответствует самой природе синестезии. И, наконец, третье, о чем мне хотелось бы сказать, это то, что эта книга вводит некоторые новые понятия и новые, может быть, во всяком случае, это наше ноу-хау. В частности, вводится понятие синестезийного дискурса, а именно особого типа текстов, в которых говорится о личном переживании синестезийного опыта. Такие, как тексты Набокова, тексты Кандинского, Матюшина и ряда других авторов, в которых, собственно говоря, не столько верифицируется опыт синестезийной перцепции, сколько создается самостоятельный такой текст, которым синестезия выступает как некий художественный код. Вот в этом отношении, мне кажется, нам удалось, во всяком случае, то, что отличает этот сборник, может быть, от многих других подходов, это то, что синестезия рассматривается как своего рода перевод языка природы на язык культуры. То есть в фокусе внимания не естественно научная основа этого феномена, не феномен применительно к особенностям перцепции, не нейрофизиологические особенности той или иной художественной, так сказать, практики, а культурный код, который транспонирует эту синестезию как природное явление в категорию коммуникации и художественного сообщения. Значит, культура понимается как текст, текст как система знаков, объединенная различными способами мира и присутствующая одновременно на различных уровнях. И в этом плане синестезия выступает в таком расширенном понимании текста как агент интермедиальных связей, то есть своего рода фермент, который ускоряет процессы взаимного перевода различных видов чувственного восприятия на язык различных семантических комплексов и видов. Опыт синестезии рассматривался в книге как своего рода меченый атом, как такая лакмусовая бумажка. Проходя через различные стилевые формации и различные виды художественного дискурса, синестезия высвечивает просто какие-то самые яркие моменты, самые типичные моменты этого типа поэтики. Ну, остановлюсь только на одном примере и на этом закончу. Вот, например, в символизме, и это показано в статье «Ваши покорные слуги», в частности, содержится, во всяком случае, попытка это показать, в символизме синестезия отвечает необходимости, вот, так сказать, самого основного механизма этой поэтики замещать один знак другим, имитировать одно другим. И это соответствует вот знаковой природе, собственно говоря, символизма. А в авангарде возникает другая вещь, возникает контаминация кодов, возникает наложение и слияние. И вот это принципиально разные функции синестезии, и по-разному они высвечивают вот эти вот все главные признаки той или иной стилевой формации. Ну, сборник этот, чтобы закончить, находится в открытом доступе, и все могут с ним ознакомиться, на обложке, в открытом доступе, это, значит, на сайте Государственного института истории искусств в Москве, на обложке картинка Кандинского, пусть вас не смущает, о Кандинском идет речь только в очень, так сказать, усеченном виде, постольку поскольку, потому что вообще стратегии изучения искусства в Восточной Европе и в теоретическом и практическом плане в нашем секторе такова, чтобы постоянно проводить историко-типологические параллели с русским искусством, чтобы показывать, какая тут, так сказать, существует корреляция для русского читателя, для русской научной общественности. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Витальевна. У кого есть вопросы? Я тут небольшую, вы небольшую оговорку допустили на сайте Института искусствознания. Государственного института искусствознания, да. Да-да-да. Вы просто сказали Института истории искусств. А, нет-нет, Государственного института истории искусств, конечно, да-да-да. На нашем сайте, на сайте российского института истории искусств, там другие книги, они связаны, вот, допустим, с исследованием. А Институт искусствознания вы легко найдете. Я уже нашла, скачала себе эту книгу, но это не так давно сделала. Собираюсь прочитать при великим удовольствием. У кого есть вопросы? Да, пожалуйста, Светлана Витальевна, только подходите сюда. Не слышно. Вопрос от Светланы Витальевны. Наталья Витальевна, позвольте еще раз выразить вам благодарность за очень интересный еще рассказ. И вот именно вы затронули мультидисциплинарность или, как я говорила, междисциплинарность, трансдисциплинарность этой проблематики. Вот нас это очень волнует, Нина Александровна. Скажите, пожалуйста, вы планируете дальше продолжать как-то развивать эту тематику? Может быть, следующий выпуск или что-то другое, касающееся серебряного века в России, культуры серебряного века? Вы знаете, пока непосредственных планов нет, но коллектив авторов, который составил эту книгу, он как-то очень заинтересовался. И вообще судьба каждого проекта таковая. Это я знаю по практике грантов, научных проектов, поддержанных разными грантами, что когда только, так сказать, наращивается скорость и возникает вкус к теме, вот тут она прекращается. Поэтому, конечно, хочется продолжать, потому что много материала какой-то по инерции. Это просто колоссальная тема, обширная очень. Большое спасибо. Спасибо. Есть ли у кого-то еще вопросы? Если нет вопросов, я вынуждена продолжать, потому что у нас еще несколько докладов. И сейчас я хочу предоставить слово Сергею Михайловичу Зорину. Зорину, Сергей Михайлович, вы скажете несколько слов о своей книге «Мой путь к оптическому театру». Вы вчера говорили немножко с нами? Да, пожалуйста, мы вас слушаем. С удовольствием скажу. Ну, я вчера говорил о том, что накануне 75-летия, 3 года назад, значит, я вдруг понял, что надо было бы все-таки подвести некоторые итоги. И засел и написал книгу. За полтора месяца получился вот такой том «Мой путь к оптическому театру». И в нем, в этом томе, я, значит, изложил, ну, естественно, то, что касалось действительно только тех моментов в жизни, которые относились к работе, к встрече с людьми. Интереснейшие, так сказать, конечно, пересечения были. Невероятные сложности, трудности. Казалось бы, можно было пустить руки и бросить все. Но, тем не менее, вот путь продолжался и продолжается. И я, конечно, не затрядаю на то, что и написал, и издал три книги, более 60 статей. Сейчас сижу и работаю над большой книгой, значит, там, музыкальные святоживописи. Ну, там, наверное, об оптическом театре упомнил. Но самое главное – написать о музыкальной святоживописи, большую книгу. Вот. И обобщить, так сказать, тот опыт, который за более чем за полвека, так сказать, реальной, конкретной работы, накопился, он интересен. И я думаю, будет неплохо его оставить. Ну, почему? Йорк Иванский в своем время написал книгу о том, что творилось в Европе. Я, кстати, с огромным удовольствием эту книгу от него получил в 2008 году в Казани, вот, с его таскадарственной надписью. И изучаю ее потихоньку. Вот, там очень есть интересные моменты. Надо, безусловно, знать все, что было в Европе, в Америке, чтобы быть максимально объективным, когда мы эту тему поднимаем и рассматриваем. Ну, значит, я хочу сказать только то, что в этой книге описаны, ну, конечно, техническую сторону я там не затрагивал, но вот сторону художественную, так сказать, эстетическую, возможности, которые открываются при создании световых инструментов с континуальных, с континуальным излучением, континуальное – это непрерывное излучение без всякой дискретности, что так убийственно действует, так сказать, с помощью, ну, вот, все радиоизуальные системы на сегодняшний день, они все дискретны. И тем более мы вплываем в эту эпоху цифровизации, когда, так сказать, уже этот дискрет, он сам по себе прекрасен, я ничего против цифры не имею, где-то она незаменима абсолютно. Вот, сжать информацию, передать на другое расстояние, обрабатывать, ну, о чем мы говорим, качество цифровожное. Но, когда мы обращаемся к зрителю, вот здесь должен быть аналог. Аналог – это жизнь, это открытость, это дыхание. И я вчера говорил и повторю, что мы в теоретическом театре никогда ничего не доверяем, никаким блокам памяти, никаким записям, все всегда исполняется вживую. Ведь это же оптический, ну, а театр? Театр – это живое, общение живого с живым. Когда возникают потрясающие, так сказать, связи, когда возникает обратная связь, когда зрители включаются, так сказать, то, что происходит. Это очень важно. И эту сторону мы развиваем. Значит, мне удалось за полвека разработать очень много настоящих, интереснейших инструментов световых, самых разных. Одни работают, если сравнивать с работой художника, как живопись с маслом, другие – как акварелью, третьи – как графика очень четкая и так далее. Целая серия спецэффектов, которые важны для светохудожника. И все это не во имя каких-то фокусов, а вызвано потребностями конкретными. Когда создавал композицию, возникает эх, вот тут бы хорошо вот это иметь. Ну, допустим, там излучение, дождь из глубин космоса. При этом наплывает там планета. Да, это делает легко в кино и в видео. Но у меня-то это живое. Я могу этим управлять как угодно. В пространстве летать куда угодно. То есть, будем маленький принц еще делать. Ведь принц этот летал так, как хотела при исполнении Даша. Она руководила панорамой. И принц летал туда, куда она управляла. И каждый раз, так сказать, вот эти импровизации, которые мы включаем, это действительно очень важно. Все это так или иначе на свое отражение в этой книге. И еще более будет подробно рассмотрено в следующей книге, которую я сейчас пишу. Кратко все. Спасибо, Сергей Михайлович. У нас еще много докладчиков. У меня один только вопрос. Вы будете выкладывать эту книгу в широкий доступ? Буду. Буду. Она у меня есть в электронном виде. Просто я задумался, надо ли выкладывать. Там, с одной стороны, все-таки, как бы, вся моя жизнь. С детства и до 75. Но, с другой стороны, поскольку жизнь была подчинена воплощению идей, то, может быть, есть смысл и более широко. Я напечатал 100 экземпляров. По друзьям она, надо сказать, разошла с тем, кому нужно. Ну, можно выложить и в электронном виде. В конце концов, вот скажем там, вам или кому угодно, я могу спокойно переслать по почте. У меня есть, спасибо, у меня есть. Ну, я говорю другим, у кого нет еще, я могу переслать, без проблем. Вот я мечтаю, Сергей Михайлович, увидеть вашу книгу. И биография – это тоже великолепный материал для того, чтобы люди с ним знакомились. Просто счастье прочитать. Спасибо. Если кто-то еще подаст заявки, можно через меня это сделать. Я Сергею Михайловичу ваши заявки перешду. Спасибо большое. Сейчас я предоставляю слово Енине Дмитриевне Пруденко. Она расскажет об исследовательском проекте и книге «Украинская святомузыка». Пожалуйста, Енина. Добрый день, дорогие коллеги. Я надеюсь, меня сейчас будет видно. Да, мы вас видим. Видите, да? Я потому что не проверяла пока еще свое видео. Очень приятно выступать после Сергея Михайловича Зорина, про которого в книге, которую я буду сейчас рассказывать, тоже идет речь. У меня есть его прекрасная книга, которую я как раз приобрела на юбилее. На открытом концерте и на открытом, как бы лекция, да, открытая лекция. Там был открытый юбилей для друзей, коллег и почитателей. Я буду сегодня рассказывать о проекте исследовательском, который в 2019 году вышел на украинском языке в свободном доступе. И благодаря Ольге, которая пригласила меня на сегодняшнюю конференцию, туда, на конференцию, которая длится последние несколько дней, я сподобилась перевести эту книгу на русский язык. И вот буквально свежий вариант от корректора пришел ко мне на днях. И он опубликован в интернете совершенно в свободном доступе. Его можно скачать. Я сейчас немножечко расскажу об этой книге, расширю экран. Надеюсь, у меня есть эта возможность. Да, вот так выглядит книга онлайн. Я боюсь, что вы ее не сможете найти через за Google. Почему? Я только что пробовала, поскольку книга только загружена и как бы страница только создана. У нее еще мало просмотров. И она как-то в Google не всплывает. Потому, возможно, я Ольге передам ссылку на эту страничку и можно будет ее найти, кому будет интересно. Я сейчас расскажу немножечко о структуре этой книги и о том, как она, собственно, появилась. Появилась она, наверное, да, начну с истории немножечко. Появилась она в 2015 году. Общая идея ее появилась в 2015 году. В то время я заканчивала свое исследование по кибернетике советской и по использованию советской кибернетики в гуманитарных науках и в искусстве в СССР. И эта книга была издана в 2019 году в Центре современного искусства «Гараж». В 2015 я поехала на Галеевские чтения, поскольку, конечно же, знала, как исследовательница медиаискусства и технологичного искусства о Прометее. И я поехала, честно говоря, в поисках какой-то информации, взаимодействовали ли Зарипов, Бухараев и Рытвинская. Это математики казанские. Ну, кто-то родом из Казани, кто-то прямо в Казани работал. Взаимодействовали ли они с Прометеем. Мне нужна была эта информация для книги, собственно, для предыдущего исследования. И, к своему удивлению, на выставке, где были представлены объекты из архива Прометея, я увидела вот такой стенд как раз на Галеевских чтениях в 2015 году. Это был стенд, посвященный залу харьковской цветомузыки. И я очень удивилась, и еще больше удивилась, когда мы разговорились с Сумбуль Махмудовной Галявиной, хранительницей Прометея, которая от нас, к сожалению, ушла уже почти год, как ее нет с нами. И я забыла тоже сказать о том, что русский перевод этой книги я как раз посвящаю тем, кто от нас недавно ушел. Это как раз Сумбуль Махмудовне Гуляевой, которая, ой, извините, Галявиной, которая ушла от нас буквально год назад, и Флориану Ильичу Юрьеву, который ушел от нас буквально месяц небольшим назад. Это украинский светомузыкант, или музыкант Света, или музыкант Света, как бы он сам о себе сказал. И когда мы разговорились с Сумбуль Махмудовной, она мне сказала, что похоже, что этот театр, он существует до сих пор, и я могу найти контакты, если это интересно. Я сказала, да, конечно, интересно, тем более, что после Казани я буквально через несколько недель попадала в Харьков в связи с какими-то делами рабочими. Я ехала туда в командировку. И к моему удивлению, когда я приехала в Харьков и подняла, ну, в общем, позвонила, да, как бы по номеру телефона, которую мне передала Сумбуль Махмудовна, как тот, который последний оставляли, приезжая на конференцию в Казань, поднял трубку мужчина, который, собственно, оказался Александром Бухом, с которым мы до сих пор сотрудничаем, взаимодействуем с ним, и с его коллегой Натальей, которая уже очень много лет занимается студией музыкальной, студией святожилописи в Харькове. И, собственно, эта студия, она не только как бы учебная студия для деток в бывшем доме пионеров, но также и как театр. Наталья с Александром до сих пор этим занимаются и растят молодые поколения, как я их называю, аналоговых виджеев, да, потому что цифровых виджеев сейчас уже полно, но вот такой аналоговый виджеинг, это, к сожалению, уже большая редкость. И, действительно, они сейчас в последние годы становятся все более и более популярны в Украине, опять ездят с концертами, потому что интерес к аналоговым технологиям, он возвращается в среде медиаискусства и искусства в целом, и у них такая новая волна популярности, чему я очень рада, конечно. Вот так началась эта история с этого стенда, и как бы ниточки потянулись, и, конечно, очень большая роль вообще в этом исследовании, она принадлежит как раз фонду, теперь уже фонду, да, Галеев Прометей, тогда еще НИИ, мне кажется, да, был, когда в 2015 году мы начали сотрудничество, потому что украинская светомузыка, ее архив, вообще ее история, она сохранилась лучше в Казани, чем в самой Украине, потому что, если мы говорим о Харькове, тут понятно, как бы есть прямые наследники, которые это все поддерживают, есть Сергей Михайлович Сорин, который был очень близок с правдюком, основателем зала светомузыки в Харькове, у которого есть тоже большой архив, который очень много собирал всего еще при жизни правдюка и, в принципе, является носителем этой истории, то если мы говорим о других городах, таких как Одесса, например, или о таких как более маленьких, как Нежин и так далее, Черновцы, Чернигов, то там история, конечно, очень запутывается, и честно вам скажу, что иногда эта история собой представляла для меня детективный такой роман, то есть очень часто это были просто какие-то детективные расследования, и я должна сказать, что до сих пор еще белых пятен остается довольно много, и меня, конечно, это воодушевляет и возбуждает как исследовательницу, потому что книга, о которой я сейчас расскажу, это только первая часть исследования. Это карта, которую можно и в книге тоже увидеть, карта украинской светомузыки. Здесь цветами обозначены те города, про которые уже в этой первой части, в первой книге идет речь, и то это некоторые исследователи, либо исследователи, либо художники, либо инженеры, которые работали в области светомузыки, но еще даже если мы говорим о Киеве или об Одессе, то очень-очень многие персонажи еще до конца не исследованы, не расследованы, потому что очень многих уже нет в живых, кто-то эмигрировал, и, конечно, есть определенные сложности. Цвет там обозначен, цвет тоже не случайен, потому что я сейчас буду рассказывать о таймлайне, который есть в этой книге, по цвету легко ориентироваться, если нужно найти информацию про определенный город. Это исследование как раз было поддержано в 2019 году Государственным фондом фундаментальных исследований Украины и британским европейским Artist Foundation. И еще есть такая полтавская галерея, арт-центр «Джамп», которая проявила интерес, что для меня было очень удивительно. Удивительно то, что молодые люди проявили интерес к этой теме, и мы сделали большую выставку «Полтавские прометеи», где мы рассказывали в том числе и о лаборатории цветодинамических устройств, которая была на полтавском заводе, созданном Зориным, и о Ларионове, об инженере, который как раз, вот это одна из детективных историй удивительных, его показывали там цветодинамические установки, в общем, тоже создали такой большой таймлайн полтавской светомузыки, которая прямо вела свои истоки от Скрядины, который должен был дать концерт в начале 20 века в Полтаве, которая в то время была очень активным таким городом, довольно активным и богатым городом. И благодаря, конечно, этим фондам было возможно большое количество полевых исследований, то есть поездить по всем этим городам, и в том числе посидеть в Казани в архивах. Я очень-очень благодарна Сумбуль Махмудовне и Анастасии Максимовой, которая сегодня здесь присутствует на конференции, потому что, конечно, без архива, еще раз повторюсь, Прометей это исследование было бы просто невозможно. Я немножечко покажу схему самой книги, для того, чтобы понимать, как она выглядит. Это как раз содержание, карта, которую мы уже видели, от автора исследования про украинскую светомузыку, и большую часть книги занимает таймлайн украинской светомузыки. Это приведенная максимально на данный момент доступная для меня информация о публикациях, о каких-то событиях, концертах, выступлениях, выставках, конференциях, посвященных светомузыке, в которых принимали либо участие украинские светомузыканты, либо которые, как в Казани, например, либо которые происходили непосредственно в Украине. И далее идут непосредственно города. То есть вот только пока несколько на самом деле городов представлены. Это Киев, Полтава, Харьков, Одесса, Ушкород и Черновцы. И мы видим здесь интервью, люди, которые мне дали ответы на мои вопросы по поводу того, что такое была светомузыка в советское время, почему они этим занимались, как они этим начали заниматься и так далее. Ну вот Флориан Юрьеву, видите, да, еще мы успели с ним пообщаться. Я, если будет время, сейчас у меня еще во время доклада, немножечко о нем расскажу, потому что просто удивительнейший был человек, невероятный. Вот так, собственно, и выглядит эта книга. Я сейчас еще немного покажу таймлайн, который занимает довольно большую часть в книге. Вообще, как бы результаты этого исследования, они должны были быть опубликованы как веб-страница, и потому вообще таймлайн задумывался вот именно в такой интерактивной форме и цветной. Я, помните, говорила о цветах разных, да, которые соответствуют разным городам. Так вот, здесь как раз видно и очень легко ориентироваться. Вот, например, этот оливковый цвет, это Киев. И мы видим, что Киев начинает одним из первых, да, и там происходило вначале очень много различных событий, связанных со светомузыкой. Дальше мы вот видим, например, что очень много появляется в 60-х годах уже Одессы, да, которые очень активно включаются в процесс светомузыки. Или, например, мы можем тоже определить, что только в конце 70-х или в начале даже уже 80-х появляются и начинают активно действовать. Вот голубым цветом выделены ужгородцы, их театр, ужгородский городской светомузыкальный театр, и позже еще Люкс Этерна, созданная Даниэлем Фридманом после уже светомузыкального театра. И вот здесь есть самое главное событие. Книга очень, скажем так, богато иллюстрирована. Опять же таки, огромное спасибо всем художникам, которые шли навстречу, делились из своих личных архивов, иллюстрациями, фотографиями. В том числе, например, Сергей Михайлович Зорин, который просто огромное количество материалов нашел и как бы специально, как иллюстративный материал предоставил для этого издания. Ну и, конечно же, очень много было тоже взято из архива Прометея. Я от книги, книгу пока закрываю и перехожу назад в презентации, и немножечко еще дальше продолжу про ее структуру. В начале там было про украинскую светомузыку, и, конечно же, описываются в том числе и какие-то истоки украинской светомузыки. То есть чем вдохновлялись, чем жили, помимо, конечно же, экспериментов, которые были в начале 20 века, Скрябина, Чурлёниса и других, большое, например, впечатление на светомузыкантов украинских, конечно же, молодых в то время произвели роман, например, Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» и, например, книжки Леонтьева, которые тоже начали публиковаться в первой половине 60-х годов, и которые очень воодушевляли для того, чтобы работать с светомузыкой. Хотя в основном все, конечно, критиковали подход Леонтьева как такую автоматическую мигалку, но, тем не менее, она дала такой толчок. Если у меня есть еще время, Ольга, подскажите мне, пожалуйста, я бы чуть-чуть в память Флориана Ильича немножечко рассказала о нем, поскольку он действительно очень интересная личность, как раз то, что тоже есть в книге. Ну и кто до нее не дойдет, возможно, немного узнает о Флориане Ильиче. Две-три минуты, пожалуйста. Да, две-три минуты. Хорошо, если будет перебор, вы мне скажите. Флориан Ильич вообще удивительная личность. Он был и архитектором, и скульптором, и музыкантом, композитором профессиональным. Он ходил в дружество, не знаю, как это, спилка перевести на русский язык композиторов. И был, например, скрипичных дел мастером, притом международно известным, у которого заказывали скрипки, вилончели, просто музыканты именитые из Америки, из Великобритании. И он был, конечно же, синестетом, это несомненно. В том числе, я думаю, не знаю, как бы, что скажут специалисты по психологии, но мне кажется, что тоже это обусловлено тем, что у Флориана Ильича была очень интересная наследственность. Он был сыном засланного генетика, биолога. Он родился во второй половине 1920-х годов в Сибири. И по отцу он был, как бы, дворянином, скорее всего, который получил отличное образование. По матери он был ивенцем. Ее мать была, как бы, мать матери была украинка, а отец ее был шаманом ивенским. И, конечно, Флориана Ильича, все его абсолютно творчество, оно пронизано определенной сакральностью, которая, в принципе, кстати говоря, была очень характерна для украинской светомузыки. Там все очень пронизано такими какими-то сакральными смыслами. Если мы говорим, например, об Олеге Аркадьевиче Соколове, то это тоже абсолютно, ну, как бы, абсолютно приемлемо, к нему относится тоже. Теперь участникам виден ваш экран. Я надеюсь, до этого он тоже был вам виден. Здесь мы можем видеть таблицу из книжки «Музыка света» Флориана Ильича с 1971 года издания. И здесь мы видим, как бы, его ассоциативный ряд рядом с ассоциативным рядом других композиторов. Я надеюсь, полностью видеть на экран. Он начал работать со своими ассоциациями светомузыкальными на самом деле еще в детстве и вообще с эстетическими ассоциациями еще в детстве, поскольку он в цветах и формах оформлял стихи, которые он писал еще в детстве. И отец, наблюдая с ним «Северное сияние», говорил, что это тоже музыка. Отец прекрасно играл на виолончели. И Флориан Ильич считает, что именно оттуда, а не из уже 50-х, 60-х годов, и этого воодушевления научно-технической революции, именно оттуда, с детства, от отца, его синоэстетические опыты первые и желание заниматься светомузыкой. Это его первый концерт, который прошел в киевской редакции «Техника» в 65-м году. И очень важный момент – это то, что в 68-м году Флориан Ильич расшифровал строку Люча, Скрябина, Прометея, и он относился… Ну, мы знаем, что много копий было сломано на эту тему, да, все спорили о том, как именно Люча исполнять, и Флориан Ильич считал, что в каждой ноте, которая изображена в строке Люча, заключается не звук, но не один цвет, да, но аккорд цветов. И он даже изобрел такой маленький механичный ручной инструмент, который позволял соединять три и больше цветов, которые сливались в один цвет. И, собственно, здесь тоже зашифровано несколько цветов, и это не просто красный, это одновременно звучит, звучит, условно говоря, да, звучит цветовой аккорд. И нужно сказать, что Флориан Ильич исполнял все свои светомузыкальные представления в полной тишине, потому что он считал, что музыка, как бы, не нужно паразитировать на музыке, да, то есть музыка цвета, она сама по себе очень мощная для того, чтобы выработать свою выразительную, свой выразительный язык. Енина, прошу прощения, не остается времени тогда на вопросы. Да, хорошо, я вот только еще одно слово скажу о том, что он занимался еще цветописью, вот это очень интересная вещь, потому что и позавчера немножечко об этом говорили, он проанализировал, тоже типичный пример Синестета, который соединил несоединимое, проанализировал разные языки и выработал вот такую схему написания стихов, поэзии. Это его, вот здесь написано, колеропес Флориана Юрьева, цветопись Флориана Юрьева, да, то есть я как бы уже умею это расшифровывать, но поскольку нет времени, я не буду объяснять эту систему, но вот таким образом он записывал в том числе свои стихи, которые он писал, он был тоже поэтом, и стихи своих коллег, или, например, японских поэтов, западных поэтов, он тоже переводил в такую цветопись. Ну вот, да, я еще хотела несколько слов сказать о других, но я понимаю, что как бы времени совсем мало, потому я заканчиваю. Спасибо вам большое за внимание и за время. Спасибо большое, интереснейший доклад, очень новые действительно иллюстрации поразительных. У кого есть вопросы? Один вопрос. Не вопрос, но я хотел просто поблагодарить за доклад и, да, очень хотелось бы почитать эту книгу. Спасибо. Спасибо большое. Я Ольге сброшу эту ссылку, и надеюсь, если есть возможность, и будет какая-то постфактум рассылка после конференции, то, да, она надеется... Да, я могу разослать. У меня только одна маленькая ремарка. Там фигурировало слово только не засланный, а высланный, потому что они имеют очень разные коннотации. Да-да-да, и прошу прощения, это украинизм. Да, вот и прощение, потому что в украинском языке будут засланы, как вы знаете, в близких славянских языках очень часто очень похожие слова могут иметь совершенно разное значение, иногда даже противоположное, к сожалению. Поэтому, да, это украинизм. В этом случае, да, как раз противоположное. Спасибо большое. Я предоставляю слово Анне Сергеевне Шиманской, и она презентует нам книгу, свою книгу «Цветовой под японской культурой». Анна Сергеевна, вы с нами? Да. Просим. Так, сейчас я постараюсь включить... измонстрацию экрана, сейчас покажу. Видно ли? Да, все видно. Так, все видно. Я, во-первых, хотел бы, конечно, поблагодарить за то, что пригласили меня на эту конференцию, на круглый стол в том числе. Я сегодня услышала огромное количество интересных докладов, как, собственно, и в первый день открытия конференции. И эти доклады все, собственно, толкнули меня на мысль о том, что японская культура, она тоже носит симпатический характер или синстезийный характер, как некоторые говорят. Потому что, если рассматривать отдельно, допустим, театр кабуки, театр, ну, просто я не специалист прям конкретно по синстезии, но, возможно, я этим тоже бы начала заниматься, потому что очень интересно. И вот у меня огромное количество мыслей крутится в голове. Если рассматривать отдельно театральное искусство японской, театр кабуки, но, да, вот коллега тоже в понедельник уже рассказывала немножко про театр кабуки, стихосложения, поэзия хайку, трехстиши японские, чайную церемонию японскую, то там действительно можно найти очень много смешения различных чувств. То есть я в большей степени, так как я по образованию культуролога, кандидат в философских наук, я больше занималась именно цветом и вот как бы цветовым кодом японской культуры, если можно так сказать, то есть такой символикой цвета в японской культуре, но и в моей книге очень много смешения, в том числе в поэтических примерах, которые я во всей книге привожу, запахов, цветов, звуков, да, одновременно. И вот сейчас тоже прозвучало в докладе, что даже по японским стихам, по японской поэзии создавались произведения искусства, где все это еще и цветом показывали, рассказывали, как это могло выглядеть с точки зрения субъективного восприятия определенного человека. Но сейчас я хотела бы пару слов сказать именно о своей книге, которая называется «Цветовой код японской культуры». Она родилась из кандидатского исследования семиотика цвета в японской культуре. И у меня очень много, конечно, слайдов, но я быстро-быстро просто пробегусь, чтобы было понятно по структуре книги, из чего она состоит. Я в начале книги рассказываю, даю немного теории. Эта книга носит популярный характер, научно-популярный характер. Это не монография. Это было сделано так специально, чтобы познакомить, собственно, читателей более простым языком, не таким, как это было изложено в диссертации, с тем, что такое цвет, и плавно перейти к тому, как это, собственно, существует в японской культуре, как это существует в виде целого кода, и как этот целый код японский цветовой рассказывает нам о японской культуре, языке в том числе, истории и современной Японии тоже. И я рассказывала в начале книги о том, что такое цвет, и даю некоторую информацию о проблематике изучения цвета вообще в науке. Затем перехожу к цветовому коду культуры, и опять-таки знакомлю читателей с тем, что с помощью цвета передается информация, как она кодируется, и как ее можно декодировать, как можно считывать это все. И на примерах как раз-таки из театрального искусства, из поэзии рассказываю, как, не зная определенных соответствий, символики цвета, можно не уловить определенную информацию, чего-то не понять. Примеров даю огромное количество. Рассказываю о функциях цвета в жизни человека, и, собственно, вот эту вот теорию, как бы именно приложение к японской культуре, вот эти функции я придумала сама, то есть посмотрела, какие могут быть вообще глобальные функции цвета, их, по сути дела, три, это выразительно информативные, символические, а дальше уже на примере японской культуры я их поделила еще на, если можно так сказать, под функции, и дальше уже с точки зрения различных примеров, которые в японской культуре существуют, я показываю, как эти функции работают. Естественно, огромное количество информации даю про связь языка и культуры, то есть у меня там фигурирует линговая культурология в книге, потому что язык от культуры отделить невозможно, то есть мы изучаем культуру и язык одновременно. Немножко провожу сравнительный анализ того, как воспринимается, ну даже не воспринимается, а какое значение имеет понятие слово-цвет в русском языке и какое значение это понятие имеет в японском языке, но в японском языке немного сложнее, потому что есть аэроглифика, которая заимствована из китайской культуры, и здесь у меня начинается еще и пересечение некоторой с китайской культурой, с теми заимствованиями, которые были совершены в японскую культуру, И рассказываю далее о основных японских цвета обозначениях и, собственно, о том, откуда появились основные японские значения, потому что здесь огромная связь еще и с японскими мифами, с соотношением с коджики, это записи о деяниях древности. Вот в «Конедельник» я немножечко об этом говорила, о том восприятии, которое было положено, собственно, в историю возникновения основных японских цветов и цвета обозначений. Переплетаю это все с грамматическим аспектом, опять-таки языковым, и особенностями восприятия цвета в Японии. Вот в «Конедельник» я рассказывала про особенности восприятия цвета и света в Японии. И вот тоже даю примеры. Соответственно, вот, например, данный пример сезонности из произведения «Маньосио» — это поэзия заката древности ранней зари Средневековья, где, собственно, можно видеть вот это функционирование цвета, сезона и восприятия этого всего. И потом в книге начинаются отдельные главы, которые носят достаточно интересный такой характер. Вот, например, глава «Цвет восходящего солнца», она рассказывает о красном цвете. То есть каждая как бы глава книги, она будет окрашена в свой цвет, хотя в то же время все эти цвета между собой функционируют. И для японской культуры это очень важно. Именно функционирование различных цветов и то, какие значения ситуативно эти цвета несут уже в японской культуре в зависимости от ситуации, в зависимости от эпохи в том числе, в зависимости от того, какая функция выполняется этого цвета в повседневной жизни, в церемониальной жизни в японской культуре. Здесь вот у меня еще и есть иллюстративный некий ряд. Естественно, все время привожу примеры фразеологические, то, как еще этот цвет был представлен и до сих пор представлен в японской культуре с точки зрения языка, с точки зрения выражений. Вот я двигаюсь, да, это бывает ложь, это уже про белый цвет идет глава. Амбивалентность черного, то, что не всегда значение черного, да, негативно. И тоже здесь есть функции. И одновременно я привожу, какие примеры существуют в языке. И все это, естественно, еще подкрепляю иллюстративным рядом. На самом деле, примеры, которые сейчас в презентации вы видите, это лишь та малая часть. То есть намного больше примеров представлено в книге. То есть вот все главы про цвета, они построены на выполнении, скажем так, цвета определенных функций в культуре. И подкреплением этого всего с точки зрения примеров из поэзии, художественных произведений, культуры, декоративно-прикладного искусства и так далее. Феномен цвета аой. Здесь я рассказываю про такой феномен, как синий, зеленый, голубой. Собственно, откуда это тоже пошло. У него есть своя история. И как это закрепилось в культуре языке, и как это до сих пор существует и функционирует в японской культуре. Рассказываю про то, что в итоге все-таки зеленый цвет отделился и имеет свое собственное цветообозначение, цветное именование, свои выполняет функции. И привожу определенные примеры, тоже связанные с зеленым цветом. Потихонечку перехожу уже к, скажем так, желтый, потому что считается немного исключением. Не всегда его относят к основным цветам, потому что он пришел чуть позже и больше связан с китайской культурой. Но, тем не менее, рассказываю и про него. И дальше перехожу уже ближе к современности, к тем цветам, которые появились, например, в период Эду, 17-19 века. Вот здесь как раз-таки вы видите сцену театра Кабуки, про это тоже есть в книге. Рассказываю также про фиолетовый цвет, он уже не относится к основным, но, тем не менее, он является производным и очень важным для японской культуры. Безусловно, говорю о том, что происходило в Японии в период 19-20 века, когда происходила европейзация японского общества, когда значения цветов, скажем так, свои исконно японские, накопленные за такой большой период времени, дошедший до 19 века, стали перемешиваться с теми цветообозначениями, цветонаменованиями, символами и значениями, которые пришли уже из европейской культуры. И как японцы пересматривали свое отношение к своим традиционным цветам и к восприятию этих цветов. И рассказываю о том, что появилось огромное количество новых цветообозначений. Все в порядке, я сейчас отключу звук тем, кто его не выключил. Поняла. Рассказываю также про цвета и цветообозначения конца 19-го, начала 20-го века. Их тоже огромное количество. И в книге, естественно, привожу не все, но достаточно много, потому что у каждого цвета обозначения, пришедшего уже в японскую культуру, была своя история возникновения, своя история закрепления в японской культуре и языке. И немного говорю о том, как, собственно, использование цвета в японской массовой культуре связано с тем церемониальным использованием цвета, например, в эпоху Хеан, с появлением, собственно, вообще считается, что японская массовая культура, она связана с городской культурой искусственной эпохи Эду. То есть это 17-19 век. И как из гравюр, как из кукольного театра, как из театра Кабуки, как из книг Эхон, которые имели, каждая книга имела свою обложку определенного цвета. Это были, например, книги с определенным цветом для детей, с определенным цветом для взрослых людей, с определенным цветом носили юмористический характер и так далее, и так далее. И как это все, собственно, перешло в массовую культуру. И на основе этого появились известные всем манго, аниме, различные молодежные течения и субкультуры. И как цветовой код сохранился в этой современной массовой культуре сегодня. И вот заключительный слайд, собственно, у меня говорит о том, что язык цвета современной Японии, да, я вот уже говорила об этом в понедельник, он основывается на глубинном понимании использования культурных кодов, и в частности цветовом. Но благодаря вашей конференции я уже понимаю, что не только цветовом, а еще и огромное количество других чувств с этим связано. Вот просто я пока слушала, да, мне стали вспоминаться, и я где-то стала даже у себя в книге находить, например, есть стихотворение Мацао Басо, это 17 век, который пишет о том, что в своем, это буквально трехстише, что аромат хризантем, в капищах древней нары, темные статуи бут. То есть мы тут одновременно, получается, и вдыхаем аромат хризантем, и представляем себе, какого они цвета, и у нас сразу возникает символика, если мы знакомы, да, с тем, что какую символику несет хризантема. Это долголетие, потому что праздник хризантем обычно празднуется в сентябре, и уже достаточно считается, что прохладно, но хризантема может это выдержать. И одновременно тут некоторая связь прослеживается с солнцем, потому что хризантема – это символ солнца как бы в японской культуре, и дальше уже историческая подоплека, связанная с японскими императорами, которые произошли от богини солнца Аматерасу, и так далее, и так далее, и так далее. И тут же цвет, темные статуи Будды. И вот, наверное, после вашей конференции я тоже этим займусь, потому что мне стало очень интересно, как это все функционирует в японской культуре. В книге я еще даю информацию по японским оттенкам, которых очень много, и есть японские словари цвета, где насчитывается более 500 наименований. Интересно, что все базовые цвета, которые, собственно, я раскладываю по главам, они имеют огромное количество разных оттенков со своими цветовозначениями, со своими названиями, со своей историей возникновения, со своими техниками окрашивания в эти цвета. Вот здесь я в презентации даю буквально просто для примера несколько оттенков основных и производных цветов, то есть что красных может быть очень много. Интересно, как это все еще и в японском костюме функционирует, и в японских костюмах в театральных искусствах. В общем, тема эта, конечно, большая, и можно ей дальше заниматься, и еще и заниматься как бы в русле того, что пересечение восприятия цвета, запаха, звука, вот этим я не занималась, но мне стало интересно. Я благодарю вас за то, что вы мне позволили участвовать в вашей конференции и почерпнуть такое количество знаний самой. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Безумно интересная книга, мне ее подарила исследовательница еврейской культуры Евгения Хоздан. И вот прочитав часть только книги, я решила пригласить вас на нашу конференцию. Спасибо большое за ваше участие. Буквально один вопрос. Есть у кого-то? Есть. Ольга Викторовна, пожалуйста. Пожалуйста, Светлана. Анна Сергеевна, книга потрясающая. Ради бога, где ее можно приобрести? Вы знаете, она пока... Получилось так, что ее издали пробно, потому что на себя взяло издательство полностью все траты на издательство книги, и они издали сначала 500 экземпляров, и сейчас ее практически уже нигде не осталось. Можно просто в Гугле забить, и выдадут вам там серию магазинов типа Лабиринта, Озона, где она еще присутствует. Помимо... Ну, то есть вот эти интернет-магазины, да, помимо того, что она еще пока есть, по-моему, в Библиоглобусе, в Дом книги на Арбате, тоже можно посмотреть в интернете, просто вот прям убить цветовой код японской культуры, пока она еще продается. Но я сейчас начала уже работать... То есть мы переговорили с издательством, так как вот издали всего 500 экземпляров издательства, мне предложило не выпускать то же самое, а если есть какая-то еще дополнительная информация, переиздать уже в обновленном варианте. Поэтому я работаю сейчас как раз-таки вот над тем, чтобы добавлять интересные главы про технику окрашивания тканей и как это до сих пор сохраняется и присутствует в японской культуре. Поэтому, ну, может быть, не совсем скоро, да, но через какое-то время выйдет обновленный вариант, а пока можно вот ее еще приобрести, какие-то экземпляры еще остались, можно приобрести ее в интернет-магазинах или вот в Москве, например, она продается в Библиоглобусе, в Дом книги на Арбате. Вот насколько я владею информацией в Читай-городе, по-моему, тоже. Спасибо большое. Большое. Боюсь, что у нас больше нет времени на обсуждение. Еще раз благодарю. И я буквально два слова, я уже не буду свои пока два доклада оставлю в стороне, потому что нет времени. Может быть, мы начнем следующую часть с небольшого моего сообщения. А сейчас, чтобы закончить вот эту часть нашей конференции, я просто два слова буквально схожу. У нас вот проект «Искусство звука и света» ведется в нашем институте на протяжении последних несколько лет. В 2018 году мы издавали такой сборничек материалов конференции первой. Далее по итогам конференции мы выпустили книгу уже таких более полнотекстовых статей «Искусство звука и света. История, теория, практика». Обе эти книги и также книга материалов нашей конференции, второй международной научно-практической конференции «Искусство звука и света», они находятся на сайте нашего института в разделе «Издание». Ссылку я посылала всем участникам конференции. Спасибо за эту часть всем присутствующим. И мы на момент какой-то прерываемся и встречаемся по расписанию в 2 часа. The first systems incorporating technical interaction were based almost exclusively on acoustic input. The transformation of audio into video changes the direction of signal motion. Namjoon Paig and other pioneer artists explored the variability of vertical-horizontal image motion and changed the synchronization of the signals like variations on a musical theme. Sound signals, which are produced through an audio synthesizer, can be translated into image signals and can therefore control the visual phenomena of video. The electronic information can at the same time be realized acoustically and visually. One can see what one hears, and vice versa. The image and sound are produced from the same source. They work together like musical instruments, and they can interact too. The analog video technology in the 1960s and 1970s generated movement, shapes, and light. So the real-time recording and manipulating of moving images became possible. It was new and exciting for the video artists of testing the variability of electronic waveforms in frequency modulation, in which the image content is dissolved into abstract graphic patterns and three-dimensional forms. The created electronic three-dimensional effect was a new form. A synthesizer either generates audio and video waveforms internally with oscillators or modulates existing signals. To transfer messages from one medium to another always involves reshaping them to conform to new standards and materials. The transposition necessarily takes the place of translation. Every transposition is of manipulation, deformation, and or distortion. Sound and image experiments produce new aesthetics. It has own value and can be evaluated as an art form. The manipulation of video images through sound was important for such pioneer video artists like Nam Joon Paik, Steina Vasulka, or Gary Hill. A few video artists, including Paik with Shuya Abe, began building analog video synthesizers, which were basically video equivalents of audio synthesizers, allowing one signal to be used to control another signal in real time. A synthesizer can therefore be integrated into the variable structure of video because it processes the information coming from different modules, all of which have input and output connections. These early media instruments were often used to alter live cameras, but could also be used in self-contained setups to generate abstract visuals. Analog video synthesizers were used by artists in studio production and occasionally in live performance situations. In the early 1970s, analog audio video instruments, as mentioned, were constructed by engineers in close exchange with video artists. The size and huge expense of analog video synthesizers prevented them from being widely adopted as tools, media instruments. Improvisation which relies essentially on the spontaneous interaction of the visual artists and or musicians became common practice. The analog types of equipment in nowadays using digital software and Vijing, and the hybrid techniques enable the artist to superimpose, contrast, blend, and otherwise transform images in real time, in improvised interaction that can be seen as comparable to free jazz. There are discourses in connection with the sound image relationship that what are the terms of synchronization, asynchronism, or, synchrosis. Synchrosis is not automatic. It is also a functioned meaning and is organized according to contextual determinations. A raster manipulation unit or wabulator is a prepared television which permits a wide variety of treatments to be performed on video images. This is accomplished by the addition of extra yokes to a conventional black and white receiver and by the application of signals derived from audio or function generators on the yokes. The unit is a receiver modified for monitor capability. All of the distortions can thus be performed either on broadcast signals or, when the unit is used as a monitor, on images from a live or pre-recorded source. Although the image manipulations cannot be recorded directly, they can be recorded by using an optical interface. These types of signals are most evident visually when used in conjunction with the horizontal or vertical collapse functions which reduce the raster to a horizontal or vertical line. These audio signals cause the line to distort in direct correspondence with changes in the audio signal. Often the frequencies present in this type of signal are such that the distortions produced by their actions on a complete image are not very noticeable. The unit is also capable of reversing the raster around the vertical or horizontal axis, producing images that are reversed left to right or top to bottom in orientation. The raster reversal in combination with audio treatments generates an almost endless series of patterns which are highly controllable. Bocking Brewster Wright, 1980. However, any audio signal source may be employed. These devices include mostly audio synthesizers. The normal small yoke on the receiver is an electromagnet, which generates a magnetic field that deflects the electron beam. The scanning process has both horizontal and vertical components. Because the yokes are electromagnets, they react to the audio amplifier in much the same manner that a sound speaker responds. The yokes are driven with the audio amplifier. Since ancient times artists have longed to create with moving lights music for the eye comparable to the effects of sound for the ear, the origins of visual music can be found in the correspondences of the color spectrum and sound waves, music in color, and sound in light. There are differently formed visual structures that can be called visual music. It's exciting that so much new work and attention are expanding the field rapidly, and elevating visual music to new levels of cultural and aesthetic significance. Any discussion of visual music must be interdisciplinary. What are the visual equivalents of melody, harmony, rhythm, and counterpoint? Does it important to find these equivalents? Are they exist at all? Both visual and music parts of visual music's work are deeply connect and integrate. Both types of image making, like electric analog and digital, have their different creative uses and strengths, but to lose analog video as an artistic medium would be a tragic loss. The analog video signal is one of the 20th century's most exciting innovations. A lot of analog works which have rich organic textures stood out visually, particularly in comparison to some of the slicker CG pieces. A digital image is frozen. An analog image is always in motion, redrawing itself with slight differences with each recursion. It is saturated with faults, artifacts that are the human face of the technique. Analog video has developed a specific, electronic vocabulary and in the meantime is acknowledged as a reference medium for audio-visual experiments in digital media. Paik, Vasalkas, Hill, and other pioneer artists paved the way for later media artists. The hybrid idea that the interface between hearing and seeing, and also between analog and digital techniques reaches wide circles in contexts. New possibilities emerge incessantly. The experimental real-time video processing software gives one access to custom professional video and new media software applications for producing real-time experimental media artworks. Light, sun, and electricity are mysteries. Everything wobbles and oscillates between two extremes. Light and dark, day and night, and life and death. The relationships between sound and image in connection with visual music are much more than the simple translation of sound frequencies to color and shapes. It is also about expressivity, dynamics, and rhythm. There are approximately 4 million individual phosphor trace points on the face of a 21-inch analog television screen at any given moment. And young blood. This is, living, projecting light. The directed electromagnetic field controls the distribution of these light trace points in horizontal and vertical polar coordinates at hundreds of lines per second. Electronic image, and electronic sound too, has volatility and immateriality. It is another question of the aesthetic consequence of this. Electron drawing, PAIC, became a new possibility. PAIC's, prepared television is equivalent in concept to the prepared piano. It is a level of variability that is the manipulation when different generators, oscillators, amplifiers produce random or semi-random effects. Lumage was created by combining the words of luminosity and image montage. It refers to the essence of the work, for light and special editing or montage. This is a fixed version of a sound generated analog video improvisation complementing with little digital effects. We see what we hear. Pure visual music. HOMAGE TO LASZLO MOHOLE IMAGE This video seeks precisely the connections between natural and technical light and electricity. In a sense, the technical images are generated as an audio-visual improvisation using a modular audio synthesizer and a wavulator enthrall with the flicker of light and the ephemerality of images. These works of art are built on the multi-directional movements, transformations, and interactions of different media, mostly motion images, and sound. One can highlight the fact that image yields sound, sound yields image, while the numeral value of the basic information is usually equal. КОНЕЦ КОНЕЦ Вопрос, можно ли использовать в том числе какие-то заранее записанные видео в аналоговом формате и используются ли какие-то видео-синтезаторы? Okay, thank you for the question. The sources could be a difference, a wide range, because you can use video fixed images. You can use, for example, television broadcast program. You can use audio, as I mentioned. You can use the voltage as a source. And in the 70s, these equipments have been used by Gary Heer, Namjoon Pai, only 3-4 video artists, because it was so rare, unique. There were 2-3 instruments that were built, and it was so expensive, and it was so huge. That's why. But now, you can buy similars in analogs, that is in the USA, that is a manufacturer, where you can pre-order, or that is not so easy, but you can buy similar video synthesizers, and you can use similar applications. And you can use together. I usually use together, I make a hybrid technique, but this example was analogs, but the other of my works of art, most of them hybrid. I use first an analog technique, and after I make a fusion with the digital. So, I don't know, maybe the answer is enough, or not? Yeah, only one thing. So, do you use some kind of commercial available, or it's something that you do yourself? And the second question is, so, I mean, you mentioned that it's changes in the image occurring inside the TV. Yes. It should be some kind of old vacuum TVs, that you could use for this. And, yes, maybe you can comment that as well. Yes, yes, because it's an electronic technique. Everything which has an electronic feature, it is a signal. And the signal can be transmitted, transposed, altered, moderate, in any directions. In commercial, you can, the question was this, my answer, you can buy, that is the only one, the most popular, popular, it's a quotation, popular manufacturer is LZX, LZX in USA. Where they, again, they built these instruments, because we can see that it has different features, characteristic features, like in the digital. So, and I'm not saying that it's best, but I like it better. And I like the fusion too, because it has, it can be very easy to make something which was very, very complicated was in 50 years ago. So, it, these stories is from the 50 years ago, it started. So, I don't know, maybe, is it okay, another, my answer? Okay, are there any more, any more questions from the audience? Then, thank you. Okay, and, okay. Later this, this will be afternoon, inside the panel, starting at 4.30. Zolt will show three of his films from this year, Lumache, Monoscope 2 and 1, and the third one is Relay. So, you are, you are, you are welcome to watch his, to watch his interesting films. Thank you, thank you, Zolt. 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 I learned Russia. Okay, nice. Olga, the next one is Bogus Shershenkov. Can you introduce him? Yes. In Russian. Shershenkov Boris, engineer and sound artist, candidate for technical science, media-archeologist and sculptor of musical instruments, teacher of the Center of Artificial Science, Sanct-Petersburg National Research Institute for information technology, mechanics and optics. So, sorry, I will talk in Russian, but if you will be interested in this work, I could provide some materials in English as well. One moment, please. Russian, English version is in chat. Yes. Yes. Small, small. Yes, just abstract of this. So, now, a second. Okay. Yes. 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 It is interesting to say that I would consider, as a learned rather, in terms of the Я хочу рассказать про свой проект под названием «Система машина-человек-машина», который был создан для научно-просветительского культурно-образовательного центра «Павловские колтуши» под Петербургом, который функционирует на базе научного городка Института физиологии имени Павлова. То есть, то самое пространство, где Павлов работал большую часть своей жизни и провел все самые известные исследования вместе с большим количеством других специалистов, которые работали там же. И вместе с Павловым основали свои научные школы, и инсталляция была создана для экспозиции школы Павлова, которая посвящена как раз его ученикам и последователям. Я занимаюсь звуковым искусством, но в том числе меня интересуют связи между звуковым и визуальным, и в частности история медиаискусства и археология электронных медиа в первую очередь. И в рамках этого проекта я рассматривал такое явление, как, собственно, мой деклар называется «Опыт художественного осмысления междисциплинарных исследований эпохи раннего усвоения космоса». И, собственно, именно эта эпоха 60-х годов, конец 50-х, начало 60-х, она знаменовалась в первую очередь расцветом аналоговой техники, небывалым развитием технологий. И уже машины того времени, наиболее сложные и комплексные достижения этого периода, в первую очередь ядерные электростанции, ядерные технологии и космическая техника, они по степени сложности уже приближались практически к живым организмам, по степени организации. И для того, чтобы человек мог функционально с ними взаимодействовать, да, не просто быть, ну, то есть он же не мог использовать их как простые инструменты, да, к которым мы привыкли за столетия технического прогресса, а он фактически должен был каким-то образом устраивать коммуникацию с ними и общаться с ними практически на равных. И, соответственно, вот именно в космической отрасли наиболее полно появилась проблема машины, человек-машина, да, то есть как нам устраивать вот эту коммуникацию между новыми машинными организмами и человеком с учетом, в первую очередь, каких-то особенностей человеческого восприятия, физиологии и других, собственно, параметров, по которым эти вот новые комплексные машины должны были строиться. И для этого, соответственно, использовались, ну, создавались очень разные модели в конце 50-х, начале 60-х, которые позволяли в том числе снимать различные параметры человека для того, чтобы машина понимала, что происходит с оператором и, соответственно, передавать, наоборот, от машины человеку информацию различными способами, которые, одним из которых, собственно, и был, была так называемая функциональная светомузыка. То есть в данном ключе эти проекты, они, ну, соответственно, то, как выглядели вот эти космические панели управления, интерфейсы, они пошли в итоге совсем другим путем, но в начале космической эпохи это было совершенно неочевидно, и, соответственно, другие типы восприятия информации, они изучались в том числе и физиологами. И это исследование, в общем-то, началось с такого небольшого, небольшой находки, даже в журнале «Техника молодежи» от 1959 года, была публикована статья Константина Леонтьевича Леонтьева под названием «Светомузыка», который, собственно, сотрудники Института физиологии имени Павлова, Павловский-Колтушенха, оставили следующий комментарий, как эксперты, о том, что вот эта предлагаемая Леонтьевым система, о которой я расскажу чуть позже, она является очень интересным инструментом, в первую очередь для исследования каких-то закономерностей человеческого восприятия, в первую очередь восприятия речи. И, собственно, сама по себе речь, да, это именно то, чем занимался в эти годы институт, то есть в 1959 году был создан сектор космической биологии и физиологии, и в нем была создана лаборатория физиологии и биофизики речи, которую возглавили Дмитрий Андреевич и Валерий Александрович Кожевников, и они как раз занимались вопросами синтеза речи в первую очередь для коммуникации между, соответственно, машиной и человеком, вербальной коммуникацией, и распознаванием речи для того, чтобы машина могла понимать то, что от нее хочет человек. И, соответственно, речь является одним из наиболее эффективных способов коммуникации, и, собственно, в настоящее время вот те идеи, которые 60 лет назад были сформулированы и даже технически во многом уже созданы, только в настоящее время они потихоньку начинают притворяться в жизни, в виде голосовых помощников. Но, тем не менее, все было несколько более комплексно, чем это происходит сейчас. И, собственно, в одной из заглушенных камер института, которая стала частью экспозиции, была создана эта инсталляция, которая состоит, это модульная система, которая состоит из нескольких модулей, в первую очередь системы распознавания речи и системы синтеза речи и системы световой преобразования, световой индикации и передачи световой информации. Именно, соответственно, основой для системы преобразования стало как раз исследование Кожевникова и Чистовича, которые создали моторную теорию речи, которая предполагала переход от сухового образа ичевого сигнала к моторному образу. То есть вот это в том числе восприятие машины как некого организма, человека как некой сложной машины, оно прослеживается через очень многие труды тех лет. И, соответственно, сам по себе механизм создания речи, он был полностью ощуплен, такие первые элементы, и для него создавали специальные типы датчиков, которые позволяли различные экспозиционные параметры речи снимать. Изначально была идея создать аналог такого устройства, но в связи с антивирусными ограничениями. И, в общем, было решено перейти на бесконтактную систему распознавания, которая работает в первую очередь с параметрами мимики человека и распознает его с помощью камеры. Вот это устройство слева, вы видите, и, соответственно, когда происходит распознавание мимики, синтезатор, основанный на амплитудной частотной модуляции простых звуков, подобных тому, которые использовались в 60-е годы, он пытается воспроизвести те фонемы, которые он видит на лице человека, который находится внутри инсталляции. И, соответственно, вот эта система, которая находится внутри машины, она во многом построена на каких-то функциональных работах, собственно, сделанных в институте. Вторая часть работы – это связанная, в первую очередь, собственно, уже со светомузыкой, с функциональной светомузыкой и с возможностью передачи информации с помощью света. Здесь основой работы стали труды Константина Леонтьева, который предлагал системы для автоматического распознавания звука, основанной в том числе тоже на работах известных физиологов, то есть физиология, психофизиология восприятия, в первую очередь, и физиология сенсорных систем. Она, так или иначе, в любом случае, находится в фундаменте в том числе и цвета музыки. И цвета музыки развивает и первый авангард, и уже поставлены на какие-то проведенные эксперименты, научные, собственно, использующие научные достижения. И, в частности, Бионтик предлагал работать с учетом тех параметров, которые открыл Сергей Васильевич Кравков. Это тоже физиолог, который работал в секторе психологии и института философии Российской академии наук. И он изучал как раз то, как именно звук влияет на восприятие цвета. И, собственно, чем идеи Леонтьева интересны, хотя, как вы уже сегодня поминали, их очень много критиковали с точки зрения эстетической, но, тем не менее, сама по себе подход, который он предлагает, он открывает, ну, в общем, до сих пор не был каким-то образом принят и освоен, и он открывает очень интересные объявления, путь создания неких аудиовизуальных произведений, которые создают третий тип восприятия, основанный на неких физиологических особенностях, не связанных с каким-то субъективным восприятием, но объективно существующих у каждого человека. И, соответственно, то есть те произведения, которые могут быть созданы по такому методу, они уже не являются чисто звуковыми или чисто визуальными, и звук, то есть они должны быть созданы таким образом, чтобы вот это общее свето-звуковое ощущение, оно было одним из элементов этой композиции. Ну и, соответственно, сами работы Леонтьева, они, ну, то есть он свою идею реализовал в такой очень базовом варианте, но, тем не менее, как бы, в 1975 года одна из его светомузыкальных постановок функционировал в кино-концертном зале в России, который, к сожалению, пост перестройки был утрачен. В том числе с этим же подходом удалось найти очень интересные упоминания самих работ, которые, к сожалению, пока не нашел. Нужна архивная работа о исследователях-разработчиках Барзене и Калмане, которые работали совместно с психологом Дорофеевой и изучали отклонение цветовой чувствительности при различных эмоциональных состояниях и, собственно, пытались моделировать эмоциональное состояние при помощи цвета, поставлен, ну, то есть, соответственно, работая вместе с специалистами, в первую очередь, в психологии и уже в 80-х, в конце 70-х годов. И, собственно, то еще одна часть, которая тоже напрямую связана с космическими исследованиями, это работа над визуализацией речи, то есть, системы управления, которые создавались в первую очередь для космических кораблей, но, к сожалению, в свое время не были в каком-то виде реализованы. Они использовались в том числе для обучения дикции других людей, которые с помощью различных визуализаторов речи могли понять, каким образом нужно произносить ту или иную фонем. И, собственно, одним из авторов таких работ был физик Неамин Аронович Сукерман, который создавал установки деморечи для лаборатории судотехники в Институте дефектологии Академии физикологических наук. То есть, количество разработок было очень большим в различных институтах. И, соответственно, если работа наносит такой спекулятивный характер, то есть мы можем представить себе, как бы мог развиваться аналоговые интерфейсы в случае, если бы все эти люди все-таки смогли поработать вместе, и тот тренд, то направление, которое было задано в начале 60-х, оно будет продолжить. И, соответственно, для каждого из... Пойдем, он так подешел. Пойдем. Да, для каждого из проектов уже были созданы различные модули. То есть, это модуль визуализации речи. И, соответственно, третье, последнее направление – это то, что связано с передачей информации о каких-то состояниях машинной системы и о создании определенной среды, которая могла быть более комфортной с учетом каких-то психологических, в первую очередь, особенностей человеческого организма. В частности, эти вопросы рассматривает и Юрий Гагарин в своей книге «Психология космос», которая выходила в 76-м году. И, собственно, где... Ну, и эта проблема, да, проблема сенсорного голода, сенсорного депривации, она в условиях космического корабля стала одной из ключевых. И, собственно, Сергей... Иван Петрович Павлов был, собственно, тем, кто заложил фундамент в работу над этой проблематикой. И, соответственно, те решения, которые предлагались для борьбы с сенсорным голодом, ну, для этих решений, также предлагались устроиться функциональные светомузыки, в частности, разработанные Булатом Ахмедовичем Галеевым, мы с сотрудниками «Промете», которые создавали по заданию Сергея Королева такие устройства, проекционные индикаторы, которые должны были передавать информацию о состоянии сложной механической, электромеханической электронной аналоговой системы, состоящей из миллионов деталей, в том виде, в котором человек мог ее воспринимать наиболее продуктивно. То есть, если говорить о примерах, которые приводятся от Булатом Ахмедовича, то есть, соответственно, сообщение о, условно, пожаре, которое переводится через... ну, с помощью классических приемов, например, с пожарной сигнализацией, когда или с помощью вот такого устройства воспринимается человеком совершенно по-разному, и в условиях, ну, на светомузыкальный индикатор реакция наступает гораздо быстрее, что было очень важно, как бы, вот в этих условиях космического полета. Да, я, собственно, практически все. Соответственно, на базе, соответственно, вот этих идей разработок Леонтьева, Галеева, Шукермана и других авторов светомузыкальных устройств были созданы вот такие проекционно-радственные индикаторы, которые, собственно, переводят тот самый синтезируемый устройством речь в видимые световые паттерны динамические и, соответственно, решают... ну, сама инсталляция располагается, собственно, в заглушенной камере, в одной из тех камер, где как раз работал Иван Петрович Павлов, соответственно, замыкая вот эту всю систему мультисциплинарных связей между физиологами, инженерами, художниками, физиками и психопсихологами и огромным количеством других специалистов, всех которых объединила вот эта проблема соединения человеческого и машинного в эпоху раннего освоения космоса. Спасибо за внимание. Пожалуйста, какие есть вопросы? Questions? Boris, I would like to see if it's possible some extracts from how it works. Is it on the net somewhere, this installation that you talk about, this interactive installation? Is it possible to see some documentation? It's not online, so I have a small fragment here. I'll show you in just one minute, maybe. Yes, okay, thanks. But it's, it is only one indicator in a bit of sound. So, just, let me try. Играет музыка. Thank you, Boris. Thanks. Yeah, so it's just a fanin synthesizer, so it's just several oscillators that are modulating each other to recreate this phoneme, different phoneme sound. And then it analyzed just frequency and amplitudes to create this audiovisual patterns. But, yes, everything's a bit speculative, so it's not really scientific, but I think it just starts, it work is just starting. Thank you. It's interesting. It's very interesting. Thank you. Any questions? Сергей Михайлович, пожалуйста. Меня слышно? Да-да. Ну, я вот думаю, что то, что мы сейчас услышали вот по поводу совместимости индикатора и одновременно, так сказать, что Бонн работал, так сказать, против сенсорной депривации, это устройство. Я тоже в 70-м году делал. Вчера рассказывал на станцию, первую станцию МИР, эти аналоговые устройства. Ну, думаю, что сегодня, тогда ведь не было даже портативный компьютер изобретен. Он только в 76-м году был изобретен, а мы в 70-м уже это подавали, и СКБ Прометей тоже. Поэтому сегодня, безусловно, индикаторные устройства будут совершенно другими. Можно огромное количество любых образов и любых ситуаций забить цифровым образом, и это будет компактно, и это будет абсолютно зримо, понятно и так далее. То есть, да, можно сказать нам спасибо за идею, но сегодня это будет осуществляться по-другому. Мне так кажется, то есть это индикаторы, которые тогда были разработаны, они сейчас хороши для музея. Да, спасибо за комментарий. Просто тут как раз именно речь об этом, что в принципе что-то мы, когда пошли в цифровом пути, да, очень многое мы потеряли, как уже упоминал Шолд сегодня по поводу аналоговой техники. И в принципе здесь эта инсталляция, это такое как бы предложение подумать, представить себе, как могли выглядеть вообще все интерфейсы, какие-то информационные интерфейсы, которые как бы развивались бы в аналоговой форме. да, и, ну, с точки зрения именно восприятия, опять же, проблема с цифровыми интерфейсами та же самая, которая была в 60-х годах, на мой взгляд, что они, в общем-то, очень мало учитывают какие-то физиологические особенности человека. То есть это нечто, к чему мы должны привыкать, а не то, что создается для того, чтобы нам было комфортно с ними работать. Поэтому, может быть, все еще как раз будет развиваться, как мы сейчас видим, подъем в этих многих искусственных нейросетей, которые были созданы, в общем-то, тоже те же годы, да, может быть, какое-то возвращение будет и вот в вашем идее, в том числе, с которыми вы работали в 70-е. Спасибо. Борис. Хочу сказать, что мое замечание, оно касалось столь-то индикаторов, которые будут оповещать летящие корабли, лунную базу о каких-то пиковых моментах и о каких-то сбоях. Но что касается предъявления информации, художественной, то никакой цифры, ну, по крайней мере, я так вижу, в аналоговом процессе, здесь дыхание жизни, и мы будем работать, так сказать, над этим. А индикаторы, да, я думаю, сейчас они перейдут все-таки на цифры. Все, пардон, я молчу. Да, спасибо. Борис, Алексей Голкин, Кеатр Света. А вы знаете, какой вопрос? А нельзя ли перенести вот как раз те полезные наработки? Ведь, насколько я понимаю, достаточно много сделано с точки зрения именно логики, что определенный сигнал, если взять академика Павлова, ведь явно были исследования о том, чтобы тот или иной сигнал правильно и быстро был воспринят человеком. Ну, понятно, да, что у нас есть сейчас примеры, там, красный сигнал, светофор нельзя, зеленый можно и так далее, но это дурацкие примеры. Явно, наверное, есть более разумные, более, скажем так, тонкие, более научные примеры. И нельзя ли именно их попытаться как-то популяризовать, перетащить в ту же цифру и таким образом вдохнуть им, так сказать, новую жизнь? Потому что очевидно, что исследования Павлова над психофизиологией человека многое сейчас на эту тему, так сказать, все говорят о дизайне, все говорят о дизайне тех же компьютерных, так сказать, вещей, о представлении какой-то информации. Вполне вероятно, что, наверное, какие-то основополагающие вещи пригодились бы. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Конечно, можно и нужно. То есть, в принципе, я как раз, то есть, в том числе и со студентами работаю, продвигая именно эту идею о том, что, в принципе, какой-то научный подход, он здесь должен быть. Потому что, в принципе, то, то есть, в том числе и Булат Галеев об этом писал, и многие художники первого ангарда, которые, ну, то есть, и не только художники, и физиологи, и ученые, в частности, вот исследования того же Кравкова Сергея Васильевича, то есть, у соединения звукового и светового есть очень глубокие физиологические предпосылки, которые не обусловлены исключительно субъективным восприятием отдельного человека. То есть, есть некая общая общность, которую, в принципе, нам еще только предстоит открыть, и несмотря на то, что очень много людей подбьется на эти вопросы. И, соответственно, но вот как раз вот в исследованиях физиологов, да, может быть очень много полезного, в том числе, ну, в первую очередь для художников, когда видно о том, как именно создать вот это новое, условно, синестетическое ощущение для человека, который не обладает способностями санэстезией. Спасибо большое. Мы уже немножко выходим из-за регламента. Предлагаю остановиться на этом и объявить следующего докладчика. Марина Леонидовна Магедович, вы с нами? Да, вот я с вами. Вас слышно, да, Мина? Прошу просения, я еще раз объявлю. Марина Леонидовна Магедович, кандидат искусствоведения, доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Марина Леонидовна, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Ой, мне очень грузит. Сейчас, секунду. Марина Леонидовна, вы нас слышите? Я вас хорошо слышу, просто у меня какое-то эхо. У вас тоже эхо или нет? Ничего страшного, начинайте говорить. Это будет эффект такой специальный. Так. Так стало гораздо хуже. Вот вы сейчас что-то сделали? Стало значительно хуже. Так, а сейчас? Лучше. Давайте в этом режиме говорить. Все отлично. Так, здравствуйте, коллеги. Еще раз. У меня тема посвящена тотальной инсталляции как виду искусства. На примере творчества Рейхштейна Александра Александровича. Ну, я уже несколько раз о нем рассказывала, поэтому сегодня буду говорить, может быть, меньше о каких-то его конкретных проектах. Хотя сейчас вот одновременно несколько выставок у него и в Финляндии, и в Германии. Но речь пойдет вообще об инсталляции и о тотальной инсталляции как самостоятельно в виде искусства. Значит, ну, я, наверное, с такой преамбулы начну. Сейчас я попробую экран продемонстрировать. Немножко у меня не по плану все пошло. Вот, значит, здесь видно видео знаменитого французского художника Даниэля Бюрена. Вот вам видно, да, мой экран, наверное? Сейчас я попробую увеличить. Мы видим, да, увеличьте, пожалуйста. Ага. Ну, и так, совсем фрагментарно покажу, потому что, ну, Бюрена сам основатель направления L'Espace, то есть искусство пространства. Вот, конечно, это знаменитый художник, который работает сразу с несколькими медиа, и это его выставка, которая называется «Архитектура, не архитектура». Марина Ленина, у вас со звуком должно быть видео? Да, что у меня сегодня, я решила такую видеоинсталляцию сделать из нескольких экранов, но у меня она плохо пока апробировала. Сейчас я попробую еще разочек тогда. У нас все идет без звука. Да, я поняла, сейчас попробуем еще раз. Когда вы включаете отшарить экран, посмотрите, там внизу галочка «включить звук». Да, да, я знаю, спасибо. Сейчас попробую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... И вот это пространство мы видим, что оно репрезентируется тоже как такое архитектурное пространство, относящееся к визуальным искусствам. Хотя абсолютно понятно, что одна из важнейших частей этого как раз объекта и самой инсталляции, конечно, это та публика, которая подразумевается. И... Так, извините, у меня опять включилась. Ну вот скорее вот это иллюстрирует вообще ситуацию в отношении к инсталляции и, на мой взгляд, ее непонимание со стороны как раз анализа. Сейчас другая иллюстрация. Так, это не топить, извините. Это вот всегда такие проблемы с видео, что оно всегда какие-то сюрпризы готовит неприятные. Так, попробую еще раз. Ну, это такая интрига моего доклада сегодня. Кто работает, кто не работает. Что-то... Вот. Сейчас другой фрагмент я вам показываю. Ну, вот только недавно появилась информация в Фейсбуке. Москвичи, конечно, наверняка уже побывали на тропе Бродского. Значит, это арт-объект Дверетьево в Подмосковье, который создал архитектор Александр Бродский. Вот, называется она «Тропа Бродского». И вот один из тоже дизайнеров и книжных художников по образованию выложил информацию Юрий Гордон в Фейсбуке. Очень поэтично описал тропу Бродского. И пишет, видите, что это, возможно, самая литература центрическая из всех произведений пластического искусства, которое я встречал в жизни. При этом там нет ни одного слова. Вот. Ну, вы видите, сейчас иллюстрации увидите. Значит, тут он пишет о своих ассоциациях, что иногда появляются явные отсылки в пейзажах. Тарковскому, Фенимору, Куперу, Японцам, Китайцам, Тувиянцам или вдруг Гайдар. Но при этом ни одного слова, никаких сомнений в правильности считывания. Вот. Ну, к сожалению, время очень мало. Но вот тут мы видим как раз фотографии стропы Бродского. Вы видите, что это инсталляция прямо в лесу. Вот. Я все время так делала, чтобы было видно видео, но оно опять исчезает. Вот. Сюрпризы здесь есть и видео тоже очень хорошо снятое и фотографии. Ну, мы видим, что это вот такой настил, помосты прямо в чаще лесной. И в зависимости от ландшафта инсталируется какая-то книжная полка или несколько полок, или беседка с книгами. И эти книги по содержанию, по сюжету, по названию совпадают именно вот с тем видом, с тем ландшафтом, где находится. Это вот этот конкретный пейзаж, да, он как-то ассоциируется с создателями, с определенными, не просто литературными произведениями, а именно еще и книга, ее дизайном, иллюстрациями в этой книге, содержанием этой книги и так далее. То есть, конечно, это синтетическое произведение. Мы не видим нигде названия этой тропы. Мы знаем, что я создал архитектор, но для меня совершенно очевидно, что это инсталляция с элементами природавления, как нас учил Яков Борисович говорить о том, что с одной стороны происходит артизация повседневности, но с другой стороны происходит природавление искусства и художественной культуры. Значит, вот мы понимаем, что это совершенно разные какие-то инсталляции, но при этом и то и другое, без сомнения, я могу отнести к тотальной инсталляции, одно и другое произведение искусства. Вот, значит, если все-таки ближе к Александру Райштейну и его творчеству, то работая вот уже около 20 лет, во многом в такой связи, да, как куратор и художник, для меня абсолютно очевидно, что в основе его творчества, его тоже таких синтетических разных форм инсталляции лежит именно синестезия и что его синестетическое восприятие как раз влияет на произведение. Мы не можем проверить, являются ли синестетами Александр Бродский или Даниэль Бюрен, но, во всяком случае, меня вчера очень удивило высказывание в ответах о том, что вообще этих синестетов сейчас не так много, и они не создают таких больших там каких-то интересных глобальных проектов, потому что, собственно говоря, никто их не исследовал как синестетов, но вот когда мы говорили с Александром Райштейном, он как раз рассказывал, как еще в начале, даже, да, наверное, в конце 60-х, в начале 70-х, и мучительница в школе задала задание, поставила музыку и просила нарисовать эту музыку, сделать к ней иллюстрации, вот все дети нарисовали какие-то пейзажи, портреты, сценки такие сюжетные, а он нарисовал, вот то, что она сказала, вот как бы увидите эту музыку, так-то нарисуйте, а он нарисовал такие разноцветные, разной формы яркие пятна. Вот, конечно, он еще, это было в ладшей школе, он ничего не знал об абстрактном искусстве тогда в Москве, особенно, я думаю, может, и совсем ничего не знал, но все, что мы видим по описаниям в отношении как раз восприятия синестетов здесь абсолютно совпадает. Ну и вот всегда его работа с литературными текстами, с музыкой, она говорит о том, что у него такой абсолютный слух и абсолютно, на мой взгляд, ассоциации вот с визуальными образами и музыкальными гармонии, фразами музыкальными, определенными, конечно, интервалами и так далее, и что к своим инсталляциям он всегда заказывает музыку у современных композиторов, как правило, иногда находит сам и очень точно подбирает не просто к инсталляции, а к каждому залу инсталляции, музыкальные произведения, искусство, ну и также, конечно, огромное значение играет разные мультимедиа, видео и так далее. Вот, что тоже мы, может быть, посмотрим на примерах, а может быть, не успеем, но я еще раз напомню сайт Александра Рольфстейна, и все могут самостоятельно посмотреть. Вот мы знаем, конечно, все теории Мессии Самойловича Кагана, когда он разделил все искусства на пространственные временные и пространственно-временные. Я сама в свое время много спорила в своих работах с этой теорией, потому что она действительно очень условна, но сегодня, как видно, ее как раз потенциал достаточно востребован, и она, как ни странно, совершенно не устарела, а наоборот, во многом как раз служит к пониманию того, что сегодня происходит в искусстве. Значит, если говорить о теории инсталляции, то мы знаем, что сам термин «тотальная инсталляция» предложил Илья Кабаков, он его сформулировал как целостное произведение, которое нельзя понять, смотря на него со стороны, для полного понимания нужно войти внутрь и обжиться в нем. И, собственно говоря, с его подачи термин «тотальная инсталляция» сегодня очень активно используется, но, конечно, не используется Дюреном, который, как называл еще до этого определения, свои произведения искусством пространства так и называет. Так же, как и Бродский, я думаю, как архитептор, тоже не прибегает к этому понятию, хотя, по сути, оно, конечно, во многом раскрывает специфику. Гройс, который очень много писал об инсталляции, раскрывал ее содержание вот с точки зрения как раз политики, современной институциональной системы искусства, пишет, инсталирует все то, что обычно циркулирует в нашей цивилизации, объекты, тексты, фильмы и тому подобное. Вместе с тем, инсталляция достаточно радикально видоизменяет роль и функцию выставочного пространства. Инсталляция функционирует посредством символической приватизации публичного пространства выставки. Ну, вот на примере Бродского – это лес, который она приватизирует. Последнее может выглядеть стандартным кураторским проектом, но ее пространство организовано в соответствии с суверенной волей индивидуального художника, которому не нужно публично оправдывать выбор тех или иных объектов или устройства выставочного пространства в целом. Инсталляцию часто не признают в качестве особой формы искусства из-за неочевидности ее статуса, медиума. Данное обстоятельство не означает все-таки, что инсталляция материальна, напротив, инсталляция материальна, в силу своих физических характеристик, протяженность пространства является главным признаком материальности. Инсталляция трансформирует пустое, нейтральное общественное пространство в индивидуальные художественные объекты, приглашает посетителей воспринять это пространство как внутреннее, тотализирующее пространство художественного произведения. Все, что оказывается в него вовлеченным, становится частью произведения уже в силу помещенности внутрь него. Ну, как мы понимаем, вот как раз Гройс подчеркивает пространственное начало инсталляции и значение художника, который это пространство создает и все, что в нем происходит, происходит по законам именно художника. Вот это очень важно, но, к сожалению, этого недостаточно, потому что здесь мы не видим как раз вот этой процессуальной составляющей инсталляции, которая вот сегодня, мне кажется, одна из важнейших характеристик. И будучи порождением художников именно пространственного цеха, сущностные характеристики инсталляции оказываются не до конца трефиксированными сегодня, что и вызывает вот эти серьезные напряжения в коммуникациях творцов с музейным сообществом, где инсталляции сегодня функционируют в большей степени. Собственно, я решила сегодня выставить на эту тему, потому что недавно произошел интересный случай в как раз инсталляции Александра Райштейна актет для восьми стульев, которую в основном все петербургцы знают. Она находится перед пространством музея музыки и театра, перед Шереметьевским дворцом со стороны фонтанки. Вдруг я не увидела вот этой инсталляции перед входом, который там располагалась. Оказалось, что музей провел реконструкцию этой инсталляции, написал художнику о том, что теперь звук стал намного лучше. Но когда я пошла посмотреть, как же сегодня представлена инсталляция, оказалось, что она вообще не на своем месте находится. И не буду сейчас, наверное, показывать фотографию. Кому интересно, может пойти и посмотреть. Вот. Но оказалось, что вот инсталляция совершенно потеряла свой облик, связанный именно с особенностью ансамблевой музыки. Стулья, на которые садится публика и во многом распознает звучание каждого инструмента, они превратились просто в обыкновенные колонки. И, собственно, ничего общего от самой инсталляции не осталось, кроме того, что вот эти стулья издают разные звуки, когда, конечно, их включает кто-то из работников музея. Вот. Значит, что же происходит? Оказывается, даже музейные сотрудники, они не понимают сущности инсталляции и то, что это целостное произведение искусства. В нем нельзя изменять его пространственные как раз параметры, характеристики. И это то же самое, как вот нашла фотография инсталляции. Вот она выглядит так, выглядела так перед входом в Шереметьевский дворец. Вот. Теперь вы видите, что стулья стоят полукругом. Естественно, как и музыканты, участники должны видеть друг друга. И, конечно, как правило, если это ансамблевая музыка, то нет дирижера. И концертмейстер играет и дирижирует, поэтому все его видят. Это постоянные коммуникации между участниками ансамбля, акцета или кварцета. Здесь, значит, сотрудники поставили все стулья абсолютно ровно в ряд, переместили их в другую часть пространства вот этого, около музейного. И она абсолютно потеряла и свое значение, и свой облик, и вот эти смыслы, и символы, которые были в ней заложены. Вот. Значит, совершенно очевидно, что инсталляция уже давно стала самостоятельным видом искусства, причем все большее значение в художественной жизни занимает именно тотальные музейные инсталляции, которые при этом создаются в качестве или постоянной музейной экспозиции, или это временная выставка, или это выставка, которая носит именно интерпретативный характер в зависимости с концепцией самого художника или предложенного музеем проекта. Она может находиться в интерьерах музея или в пространстве, которое прилегает к зданию. Вот если говорить о Александре Рейхштейне, то у него световые инсталляции, с которыми он участвует в большом количестве как раз фестивалей цвета в разных странах мира. Но в любом случае всегда это инсталляции, которые носят синтетический характер и основываются на взаимодействии архитектонических конструкций, пластического наполнения объектов, искусства, ради-мейда, цветовых эффектов, радио-визуального контента, подчиненных авторской идее или сверхзадачки. Будучи пространственной в своем бытовании, инсталляция, несомненно, носит временной характер не только факультативно за счет звучащей на экспозиции музыки или шумовых эффектов, но и сущностно, так как создается по определенному сценарию и воспринимается или дополняется публикой в соответствии с заложенной художником драматургией. Однако, в отличие от перформанса и театрального спектакля, публика обладает значительно большей свободой. Действуя в предлагаемых художникам обстоятельствах, посетители сами выбирают исполняемые роли от активного участника интерактивных практик до пассивного наблюдателя. Вот на выставках Ротштейна мы знаем, что дети, они, как правило, являются такими генераторами инсталляции, энергетическим зарядом, взрослые, наоборот, ходят и просто смотрят, читают какую-то информацию. Но каждый сам выбирает себе роль и каждый ее исполняет на инсталляции. Достаточно свободно может варьироваться время пребывания на экспозиции, траектории перемещения. В принципе, инсталляция часто устроена именно как книга, поэтому интересно, что и Илья Кабаков, и Александр Райштейн по образованию именно книжные художники, художники-иллюстраторы, так же, как книги, можно перемещаться и вперед по инсталляции, и возвращаться обратно, как бы перечитывая какие-то интересные места и страницы. Можно... Марина Леонидовна, прошу прощения, ваше время истекло. Очень хорошо, как раз я закончила. Вот, естественно, у инсталляции, как и у книги, есть обложка, есть введение, есть заключение, пролог, пилог и так далее. Вот, и, конечно, инсталляцию нужно анализировать именно с этой процессуальной суть, со стороны ее процессуальности. Вот, и драматургию, которая заложена в ней, и использование музыки, тоже с точки зрения как раз во многом и театрального процесса, и в чем-то, конечно, такой анализ очень близок к тому, о котором говорила Лариса Николаевна, когда говорила о закадровой музыке. Вот, но здесь музыка еще и разные дополнительные функции имеет. Она организует это пространство, она придает ритм осмотру, она диктует пластику посетителей, при которой они осматривают или участвуют в экспозиции и так далее. Ну, собственно, и все. То есть я в данном случае поняла сама во многом особенности инсталляции, именно когда вдруг посмотрела на нее с точки зрения анализа театрального произведения и вспомнила как раз основные категории, предложенные тем же Станиславским и дальше нашими режиссерами, разными методами режиссерскими. То есть, конечно, особенность таких инсталляций еще в том, что, как вчера как раз говорила Ольга Николаевна Мальцева, не путаю отчества. Да-да, все правильно. Вот. В данном случае, вот как Любимов сам решал и весь процесс режиссерский спектакля и его освещение, художники инсталляции, они обычно именно единолично решают и вот эту драматургию самого произведения, и музыкальное наполнение, и, естественно, сам визуальный образ инсталляции. Что многие не понимают, вот саму вот эту, может быть, даже не только синтетичность этой деятельности, но и синестезию, которая лежит в основе. И поэтому в основном все эти художники, их очень мало вообще в мире, они в основном такие большие художники, которые занимаются вот этими тотальными и музейными инсталляциями. Мы все их знаем в разных странах, это, не знаю, максимум 10 человек. Валерия Леонидовна, я прошу прощения, у нас просто нет времени выступить другим докладчикам. Хорошо, все, спасибо. Один вопрос, пожалуйста, или, я не знаю, как аудитория? Есть вопросы? Я думаю, что нет, не надо время тратить на вопросы, а нужно изучать художников, которые работают в жанре, вернее, в виде все-таки искусства инсталляции тотальной. Я думаю, что в большей части все они синестеты. Спасибо большое. Спасибо. Все-таки я еще раз спрашиваю, есть ли вопросы. Как я поняла, Александр Райхштейн тоже с нами, может быть, кто-то ему хочет задать вопрос. Герой доклада. Если нет вопросов, спасибо большое, Марина Леонидовна. И я перехожу к следующему докладчику. Воинова Марина Владиславовна, композитор, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры теории и музыки Московской государственной консерватории имени Чайковского. Пожалуйста, Марина Владиславовна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, достаточно или хорошо меня слышно? Да, все хорошо слышно. Да, отлично. Скажу сразу, что у меня будет совершенно органоцентрический доклад, потому что плюс ко всему я еще играю на органе, специализируюсь на современной музыке, не только своей, но и коллег, и, конечно, на музыке, которая пишется в каком-то сотрудничестве со мной. Собственно, нет ни одного из инструментов в мире, который обладал бы столь разнообразными тембродинамическими характеристиками, как орган. Поскольку, как многие знают, орган может издавать тишайшие звуки, едва уловимые ухом, да, и очень громкий и мощный. И действительно, ни в одном инструменте такое сочетание не встречается. Именно благодаря этим своим свойствам звук органа поражает нас. И не столько акустически, сколько эстетически, поскольку в этом есть и такой элемент физиологии, мощное воздействие на наше воображение, слух, ум и организм. Исайя Брауда считал, что орган затрагивает ту обычно неприкосновенно покоящуюся область нашего слуха, в котором относится восприятие стихийной, катастрофической событийности. Он отдаляет наше сознание от образов индивидуальных и вводит его в сферу событий космических. И именно как космическим событием мы бываем физически потрясены исчерпывающим и наполняющим нас органным звуком. Действительно, есть множество людей, которые приходят на концерты органной музыки, чтобы ощутить вот эту космическую силу, мощь иногда и просто какое-то ощущение от органа. Я часто общалась с этими людьми, с публикой своей и не только, среди которых множество не музыкантов, просто самых разных людей, самых разных профессий. И все одни говорили примерно одно, что это же космос. И действительно, в этом нет ничего ироничного, поскольку это заложено в самом природе инструмента. И вот подобное психологическое состояние сравнимо с воздействием религиозного транса, в который вполне мог впадать первобытный человек в момент священных действий и обрядов. Либо же молящиеся люди в храме, подверженные восприятию красоты органных звуков и природы этих сильнейших аффектов, силы их воздействия, несомненно, кроются в тайне, которые несут в себе величественные звуки органа. И в чем же эта тайна? Стихийная подоснова духовных впечатлений и переживаний, час богослужения, молитвенного пребывания в храме под звуки органа, долгие века укоренялись в мышлении человека. И это по-новому было воспринято искусством XX века. Некоторые аспекты музыкального сознания приобрели новое осмысление и контекст. Парадоксально, она внесла свой вклад, в кавычках это слово произношу, в развитии этого процесса, и массовая культура, в частности рок-музыка, разумеется, на совершенно ином уровне. И, как мы знаем, фанаты рок-музыки – это самые страстные, самые активные слушатели, потому что вот эти вибрации, которые производят электронные инструменты, они, несомненно, очень сильно воздействуют на психику. Это даже известные какие-то исследования на этот счет были. Прямое звучание часто агрессивного, обладающего эффектом непосредственного психофизического воздействия, приводит сознание в крайне эмоционально-стрессовое состояние. Это способствует перерождению музыки из искусства организованных звуков, созданных в результате индивидуальной композиторской работы, переживания потока этих звуков, извлеченных случайным образом. Аналогию эффекта непосредственного воздействия звучания на слушателя я привела не случайно. Это очень ярко и непосредственно выражается в области академической музыки, в частности, в таком ее сегменте, как сонорика, иными словами, музыкозвучности. И она обращается к природным истокам мироощущения человека, ощущающего себя частью космического целого, и характерна для целого ряда направлений композиторского творчества. Об этом чуть позже скажу, а сейчас хотелось бы все-таки вернуться к органу, который у нас стоит в заголовке, и как же это все связано с тем, о чем я говорю сонорике, о природности, о природе, о космизме. Тембровая палитра органа вбирает в себя все существующие инструменты. То есть орган не только у нас инструмент, который может играть очень тихо и очень громко, но и более чем даже оркестровые звуки могут входить в регистры органа. Особенно большие, крупные, пятимануальные, семимануальные органы, где несколько десятков тысяч труб и очень много регистров. Про образы духовых, струнных, ударных инструментов, этнических. Есть ряд органов в Японии, в Китае, которые уже вобрали в себя этномузыкальные тембры своих местных инструментов, чтобы исполнять свою музыку. Это все очень хорошо приживается в органе. И существуют в диспозиции, то есть в списке органных голосов. Недаром орган называют королем инструментом или сверхинструментом. Дипозон органа охватывает колоссальный по разбросу частотных колебаний спектр. Как я уже говорила, от едва уловимых ультразвуков в верхнем обертоновом регистре до унтертонового басу. Это связано еще и с тем, что тесситура органа обладает уникальным свойством расширяться, что заложено в его тембродинамических качествах. То есть то, что мы видим написанное в нотах, у нас увеличивается вверх и вниз, расширяется за счет регистров. И каждый орган обладает палитрой регистров, характерных единственному инструменту. В мире нет ни одного похожего друг на друга орган. Это совершенно никакая не аллегория, это не какое-то пафосное сравнение, это факт, который действительно имеет место быть. Во многом это происходит благодаря уникальному составу голосов, их тембровой окраске, при том, что инструменты могут принадлежать определенным органстроительным стилям, традициям. И каждый орган, конечно, принадлежит и мастеру, и какой-то стране. Но, тем не менее, они все уникальны. Особенность органных звуков и регистров состоит в их вобертоновой сущности, надстройке, которую мы часто можем слышать, когда исполнитель играет на двух, трех, четырех регистрах, когда птутте, полное звучание. Там, конечно, очень сложно все это понять и ощутить. Но важно, что здесь вот эта абертоновая сущность органных тембров подходит очень близко к расслаиванию голосов, подобно цветовому спектру. Есть очень много аналогий. И в конце доклада вы узнаете, почему я сейчас это говорю, в чем они сходятся. Природа органа как раз очень сильно коренится в сущности органного тембра, который связан и с понятием регистр. Причем регистр то, что, например, мы говорим о голосе или о фортепиано, здесь имеет немножко иное значение. Но не будем в это углубляться, поскольку это не так важно. Проблема тембра, наиболее насущная сегодня, не является для органового искусства чем-то абсолютно новым, никогда раньше в истории не бывшим. Она продолжает исторические традиции. И еще в эпоху барокко органная композиция нередко содержала фактор тембра в качестве форма или жанра образующего элемента. Так, например, во французской органной традиции старинной музыки существовал целый ряд композиций и форм, определяющий признак которых заключался как раз-таки в параметре регистровки, на чем играть это то или иное произведение. И мы встречаем такой тембровый подход в заголовках частей мест, тюит, а также в широко распространенном жанре органной книги или книги для органа, разработанной в творчестве целого ряда композиторов Бега, Дакена, Де Гриньи, Эперена и так далее. Данный жанр основывался на циклических композициях, которые должны были иметь совершенно четкую регистровку, регламентированную автором. Это отражалось в заголовках частей. Самый популярный жанр – это был пленжо, как раз название, пьеса, жанр и звуковой состав. Нередко пленжо встречался при указании стилевых особенностей исполнения, то есть была как пометка, на каких регистрах исполняется. И наиболее популярны здесь были части мест, как в частности, например, Афертурию Куперена и так далее. Там было прямо написано Афертуар, Сурля Гранжо. Данные жанры прекрасно ужились, сохранились и проросли в 20 веке. Композиторы продолжали по-прежнему обращаться. И в частности, например, американский композитор Мортон Фелдман написал даже пьесу под названием «Принципал Саунд». И смысл здесь в том, что вся пьеса исполняется на регистре «Принципал» основной. Московский композитор Сергей Загний, доцент Московской консерватории, прекрасный и очень интеллектуальный специалист в полифонии и по другим направлениям музыкально-теоретических дисциплин, в свое время увлекался электронной музыкой. У него есть интересный опус под названием «Вокс органалис». Здесь по образцу Баха создается монументальный полифонический цикл со всеми атрибутами контрпунктической техники. Сергей Загний преподает полифонии более 20 лет и прекрасно в ней разбирается. Тут есть и «Кантус фирмус», подвижной контрапункт, стрет, имитации, путешествующие во времени в различных музыкальных стилях. А другая пьеса, электронная композиция, казалось бы, совершенно безликая и непонятная, тем не менее она написана на основе сэмплов органного звука флейты. Она всячески обрабатывается, преображается, трансформируется и подспудно, конечно, непосредственно связана с органом. В 20 веке мы сталкиваемся с традициями, по новым разрабатывающим проблему органного тембра в сценаристическом ключе. И сущность, и облик современной органной композиции обусловлены сонорными формами современной музыки. В частности, нотированием способов организации фактуры, принципов исполнения в категориях нового органового мышления. Составной характер большинства органных регистров, о чем я говорила ранее, вот эта абитоновая сущность, приближает звучание органа, особенно в исполнении полифонических сочинений, к сонорике, музыке звучностей. Она обращает нас к природным истокам мироощущения человека. Предрасположенность органового звучания к сонорике таким образом обусловили появившиеся в 20 веке приемы музыкальной выразительности. Самые популярные для органа выявились две группы. Это кластеры и глиссанда. Когда звук плывет, это возможно только на органах механических. Если мы имеем дело с органами электронными или органами, кнопочки включения регистров не позволяют нам плавно их выдвигать, конечно, глиссанда мы не сможем получить. Также обостряется интерес к синестезии, приближая искание в области тембра к сочетанию звука и цвета в своем спектральном ощущении. Орган таким образом представляется нам как цветомузыкальный инструмент. И здесь напрашивается рассуждение Оливье Мессиана, которому принадлежит одна из самых известных цветомузыкальных концепций, изложенных им в трактате о ритме, цвете и орнитологии. Композитор признавался, что в сознательном использовании красок в своей музыке он устанавливает взаимосвязь между цветом и музыкой как на уровне религиозного мышления, так и регистровки и гармонии, а именно в контексте его так называемых известных и разработанных ладов ограниченной транспозиции. Мессиан не раз высказывался о своем звукоцветовом восприятии и сознательном выборе того или иного колорита в музыке. И на страницах трактата изложены, конечно, основные, главные эти положения. И положение этой теории исходит опять-таки из обертоновой трактовки акустического феномена звукового резонанса, о котором Мессиан знал все. Композитор интересует сложные составные звучности и цвета, в том числе благодаря глубокой укорененности композитора, его мышления, который очень много экспериментировал с регистровкой, использовал специфические сочетания тембров и обертоновые призвуки. Его звуковая система базируется на натуральной гармонии, характерны для нее позиции притона в роли обертонного консонанса. Но, грубо говоря, при гамме до мажор, фа диез, это вообще идет с XVIII века, теории музыки тоже не будем углубляться, но Мессиан здесь прекрасно знал и свою историю, и, собственно, не изобретал никакого велосипеда. Был великолепно осведомленным музыкантом, теоретиком и мыслителем. Хорошо развитый слух воспринимал фа диез как естественный обертон нижнего до. Фа диез тяготеет к до, которое становится его нормальным разрешением. Подобной же трактовки придерживался и Марсель Дупре, учитель Мессиана, и многие другие, кто тесно работал, обращаясь к теории музыки, и исходил из натурального звукоряда, генерирующего индивидуальную систему аккорда. В синстетическом мышлении Мессиана раскрывается в сочетании музыки и слова. В сольно-органной музыке, конечно же, мы не можем это проследить, поэтому я захотела привести такой пример. Он очень характерный, очень яркий и на самом деле очень тесно связан и со всей органной музыкой великого французского композитора. К числу таковых примеров относятся его три маленькие литургии божественного присутствия, которые оказались в творческой биографии композитора сочинением «Поворотный». Премьера состоялась в 1945 году и вызвала сущий скандал. Аудитория разделилась на два враждующих лагеря, тех, кто критиковал, и тех, кто страстно восторгался. Подобный эффект был обусловлен очень необычным звучанием этого обоса. В нем мессиановские лады ограниченной транспозиции сочетались с индийскими ритмами, имитация оркестра ударного гумилана. Здесь был впервые введен в оркестр новый электронный музыкальный инструмент волны Мартыно. Парадоксально, что в этом сочинении нет ничего, что напоминало бы нам о католической литургии. Ни текст, ни форма, ни тембровое решение. В текстах свободно сочетались цитаты из совершенно разных источников. Ну, конечно, Святое Писание, христианский текст Фомы Импийского, это XV век, сочинение Поля Эллюра, труды по медицине, ботанике, геологии и астрономии. Вот такой какой-то интересный микс. В трех маленьких литургиях звуковые комплексы базируются исключительно, тотально на ладах ограниченной транспозиции. То есть это как система, очень жесткая и очень конкретная. Несколько примеров, где эти лады выступают вместе с цветовым описанием аккорда. Для Мессиана была характерна в данном случае не важность, не ощущение от звука. У Скрябина все-таки это больше звуковысотность с римским Курсаковым. Он мыслил синстатический аккорд. И вот у него, например, аккорд в контексте шестого лада – это цвет оттенки серого, пятна оранжевого, зеленый и золотой. Третий лад – это серый и сиреневый. Второй – золотой-серебристый, с вертикальными полосочками коричневого и красного рубина. Очень поэтичные описания, но это вот сам Мессиан так описывает. И там, например, лад номер три – желтый и фиолетовый. И основной цвет третьего лада – голубой и зеленый. Не буду приводить. Все очень красиво, очень поэтично. И вот видно, как проработано вот это соединение звукоцвет. По Мессиану музыка трех маленьких литургий отличалась весьма богатая музыкальная звукоцветовая палитра. Чаще всего в нем встречаются два цвета. Собирательный образ, который очень часто соединен и словом, и понятием «радуга». Очень много этих слов встречается в тексте, хотя они собраны, напомню, из какого-то совершенно несопоставимого друг с другом количества источников. «Мой Иисус, ночь радуги и безмолвия молись во мне, солнце крови, птиц, моя радуга любви, пустыня любви, пой, создай орел любви. Это согласие, что поет эхом света». У Мессиана слово «радуга» употребляется и в значении лестницы с давно закрепившимся за ним значительным религиозным смыслом. Мы помним в Библии лестница Якова, соединяющую небо и землю. Радуга была явлена ноя в ознаменовании того, что всемирный потом больше не повторится, как знак любви Божьей к тварному миру. Радуга символизирует связь между Ветхим и Новым Заветом, между жизнью временной и вечной. А в четвертом главе Апокалипсиса повествуются о радуге, сияющей вокруг престола Содержителя. Десятый апостол Иоанн Богослов видит ангела, сходящего с неба, облаченного облаком над головой его была радуга. Итак, для Мессиана радуга – это образ сияния Божьей славы. И в тексте литургии присутствуют все цвета радуги, и очень последовательно эта идея излагается. Важно и невозможно не сказать о том, что подсознательно мессиан обратился и к литургической символике света. Он не просто фантазир, асинастетически соединяя какие-то аккорды, лады и красивые цвета. Он был верующий истовый католик. Напомним, что литургическими цветами в христианском богослужении называли цвета литургических облачений священнослужителей. В римском обряде традиция использования литургических одеяний давно имеет историю и семантику, и очень зависит от контекста. В настоящее время… При связи звука и цвета не сохранилось нам размышления напрямую, действительно ли мессиан как католик трактовал эти цвета. Но это можно наблюдать на примере очень большого количества примеров. Сохранилась речь мессиана на конференции Ноттердам, где обсуждались вопросы религии, эстетики и музыки. Композитор говорил о связи цвета и музыки как о совокупности метафизических сущностей. Чем больше звуки трогают наш внутренний слух, тем больше эти пестрые сочетания раздражают наш внутренний взор, тем теснее устанавливается контакт, взаимосвязь с другой, иной реальностью, столь сильная, что она способна существенно трансформировать наше «я». Господь ослепляет нас чрезмерностью истины, как говорил Фома Аквинский, а музыкальная живопись величит Господа. Вечная жизнь, писал святой Иоанн, это познание тебя, это познание станет вечным ослеплением, вечной музыкой цвета, вечным светом музыки. У меня все большое спасибо. Спасибо большое, Марина Владиславовна. Один вопрос. Есть у кого-то? Этот доклад у нас прозвучал из секции музыкальной, здесь немножко другой контекст, но тоже интересно очень слушается. У кого есть вопросы? Нет вопросов? Йорк? Да. Hello. Hello. Now we come to the last presentation of our panel. It is from far away. It's from Brazil by Sergio Basbaum. Sergio, are you here? Игорь, Игорь, игорь? Игорь, Игорь? Игорь, игорь. Игорь, 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 игорь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спектакль, appropriating what is in sync as a unique phenomenon in a way like well-known psychological illusions. We perceive the whole, not the parts. Almost all abstract multimodal artworks, including visual music works, take profit, in a way or another, of this gestalt effect to create immersive, abstract contexts that envelop us in the aesthetic delights of, as Kandinsky once said, a new world of pleasing sensations. However, in every case, they are a by-product of heterosemiotic, of different channels, of sensory channels, processes. Images illustrate sounds, or sounds accompany carefully crafted images, all produced separately. Okay. Да, кратко переведу пример из фильма Дэвида Линча «Malph Holland Drive» 2001 года. Это для демонстрации синестетического гештальт-эффекта. Соответственно, в фильме идет несоответствие картинки и звука, и человеческий мозг удивляется, потому что воспринимает картинку и звук, реальность всю вместе. Поэтому, когда, например, мы видим на картинке, что певица не поет, а голос продолжает звучать, это удивляет. Ну, это называется иллюзией в фильме. Человек воспринимает целое, а не части. Соответственно, это часть гетеросемиетических процессов, когда изображения иллюстрируют звуки, а звуки сопровождают изображение, и мы обычно воспринимаем это все вместе, а не по отдельности. Рас Владимирович Хам . Thank you. Okay, so let's look at John Whitney's complementarity concept. Exception to this methodology, which supports most of the visual music tradition, is John Whitney's striking theory of complementarity. By means of his own techniques of visual music composition, Whitney has been able to conceive a notion of abstract audiovisual work in which images work as another musical voice in an, I quote him, audiovisual duet of complementarity between sound and color, which he described it also as painting on water. Whitney's work is groundbreaking in relation to the visual music tradition. Conceptually, it is a step ahead of anything done before. But still, it keeps sounds and visuals as separate problems subjected to different creative criteria. Heterosemiosis in Whitney's work remains the rule. Итак, исключение из вот такого подхода, когда изображение идет за звуком, звук за изображением. Это пример теории дополнительности Джона Уитни, который придумал свои методы композиции визуальной музыки и в котором идет дополнение, взаимодополняемость между звуком и цветом, а не сопровождение. И называется это живопись на воде «Painting on water». И вот эта работа, она очень новаторская, идет впереди всего, что было сделано раньше. И он сохраняет звуки и визуальные эффекты как отдельные творческие процессы. И это правило для его работ. Хорошо. Хорошо. И Jetzt поговорим Hi. Хорошо. language sounds very beautiful. Okay, four. Let's move ahead. Oops. Okay, the search for a lost unity. Okay, this is the sleeve of an edition of Alexander Scriabin Prometheus. Throughout their history, synesthetic artworks seem, in most cases, to articulate aesthetically a nostalgia for a lost unity of the universe, fragmented by the divide and conquer strategy of scientific irrationality. One notices a common aspiration for a lost cosmic unity in such different artists like the Catholics, Athanasius Kirscher, Louis-Bertrand Castel, and Olivier Messiaen, the theosophist Scriabin Kandinsky, Thomas Wilfred, the Brazilian Rosicrucian Georgian Tunis, the Buddhist-influenced Oscar Fischinger and the Whitney Brothers, also. And even the ecumenic mystic, Ron Pellegrino, who passed away recently, was my friend. A consistent spiritual aspiration allows a comprehensive narrative of most synesthetic aesthetic against the grain of modernity, in spite of using technology. However, as noticed before, those works still fail in bringing together sound and visuals in an unique phenomenon. To this challenging question, the chromosome is conceived as an answer. Итак, тут были приведены примеры различных представителей искусства, науки, духовных практик, кто стремился создать синестетическое произведение искусства, объединить свет и звук, однако никакой единой теории так и не было создано, никто не предложил, и вот ответом на это может быть хромосаунд. OK. OK. So now let's go to the difficult part, because this is a bit of a fiction, but we are now working to make it happen materially. OK. So here we can stop for each slide, if you have several slides, because the text is long for this part. So for the next part. Ah, for the next part. OK. The concept of chromosome. This is the sleeve of my small book, Synesthesia, Art and Technology. You see that there's a mistake here in the sleeve published in Amazon, because there's not, there's a C missing in technology. OK. So the concept of the chromosome. The chromosome has been envisioned more than two decades ago, in the early days of home computing, in Brazil, while researching the aesthetic possibilities of Brazilian composer Jorge Antunes' chromophonic music theory as a tool for film scoring. Antunes' theory proposed in the late 1960s is based mostly in a straight correspondence between color and pitch frequencies, combined with some other interesting findings, like the sameness of mathematical relations between complementary colors and perfect fifth intervals in music. Besides, Antunes suggests that the correspondence between colors and sounds, although thought of in similar terms to the progressive frequency increase of octaves in music, was not physical, but psychological. He believed that resonance between audio and visual nerves, like musical overtones, would relate sounds and colors. He has written several chromophonic compositions using this theory. Based in Antunes' work, we have developed, as early as in 1994, an application which, using MIDI protocol and colorimetric tables, could control the synchronized production of a sinusoidal sound with a definite pitch and a color 2 to 42 times the frequency of the pitch, resulting in a unique color sound phenomenon. At the time, developer Adilson Silva, a friend of mine, wrote the code using a primitive DOS multimedia application. Colors were shown in a VGA monitor, while sounds were produced in a MIDI module connected to a 486 PC computer. This is very primitive technology. Okay. Let's translate. Okay. Let's translate. Okay. Chromosound был задуман более двух десятилетий назад на основе теории хромогонической музыки бразильского композитора Хорхе Антуанеса. Хорхе Антуанес. В конце 60-х годов он искал соответствие между цветом и звуком. И соотносил музыкальные абертона как звук и цвет. И вот на основе этой теории в 1994 году было разработано приложение, которое использовало MIDI. миди технологию. И таблицу колориметрии, чтобы создать синусоидальный звук с определенным шагом. И цвет создавался получается 2 в 42 степени от частоты звука. Был еще разработчик, который помог с примитивной досой мультимедиа приложений было создано. Цвета отображались на мониторе, а звуки воспроизделились в модуле MIDI, подключенном компьютере. Дэнни, 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 дэнни. Дэнни, дэнни. Дэнни. Хорхе Антуанес. Окей. Few experimental works produced have been published as a register in my 2002 book, Synesthesia Arts and Technology, you have just seen it, The Foundings of Chromasonia. This is the first presentation of this in 1996. And these are the primitive scores of the videos then produced, which could not be recorded because we didn't have a good video interface there, in which we could record the production of these small pieces in real time. And these were the pitches used, then some micro tonal turnings, etc. This is not in the text, sorry, Irina. Yeah, I can translate shortly. Okay. Okay. For two decades now, I've been searching for a satisfying development solution, able to produce not only the frequency-based color-to-pitch synesthetic relation, but a more complex synthesis, which must assign some form and dynamic behavior to colors and relate sound and color in a bi-directional way, sorry, and relate in a bi-directional way the multiple aspects that constitute sound and colors as perceptually experienceable phenomena. The slide shows a basic inventory of such aspects. So you see pulse, rhythm, space, displacement. Some of these parameters have been shown in the first presentation today. Basic parameters of sound, advanced parameters of sound. So basic color parameters and then very complex ideas of forms from point and lines and curves to clever constants to attractors, fractals, cortic systems, etc. Here, this would be the fun, but we are still far from it. Yeah, I'll just explain what's on the slide. On the slide, there are some basic aspects that we need to consider during the development of color and sound. And these are the aspects that Sergio is looking for to create such a program, which will be in accordance with color and sound, to create these chromo sounds. Okay. Okay, the complex result of the bi-directional co-modulations among all these aspects should emerge as the chromosome. Conceptually speaking, oops, I'm sorry, 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 sorry. An event can be considered chromosonic if and only if it brings together in absolute synchrony one sound and one color being the frequency of the last equal to the frequency of the former times two to n. And of course, we are aware of the physical differences between sound and light. The chromo sound is thus a monad constituted by the melting of a color and the sound according to criteria that should secure non-hierarchical and complementary relations among color and sound parameters. It is a synesthetic element. The possibility of scored composition and the possibility of performance. It must be performable. Would you like to translate or should I go on? Yes, yes. Yes, yes, please. Okay. It's a real-time feature. It's a real-time feature. Yes, yes, yes. Okay. Yes, I'll take my slide. Okay. Okay. Yes, 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 yes. Okay. Yes, 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 yes. хромосоунда это нейрархические отношения между цветом и звуком или между световыми и звуковыми параметрами возможность нотации композиции и перформативность okay okay then a synesthetic compositional unperforming language developed through the disposition of chromosounds in time and we have seen here this course yes uh can be named uh chromosomia this is has been done in 1994 uh possibilities of non-linear scores like uh the scores made in brazil by hans joaquin kohoyter i don't have the images here but he made spheres uh three-dimensional scores very beautiful scores uh and the whole tradition of contemporary music score post stockhaus and post cage contemporary music score solutions all this can be of course considered the whole of visual music visual music tradition and live cinema practices remain as creative references all this considered chromosomia opens enormous research opportunities concerning synesthetics uh synesthetic aesthetics linguistic studies controllers and interfaces development notation techniques etc all these impressive possibilities however rely on a consistent solution for the chromosome sound as a non-year hierarchical synesthetic particle over which the whole building can be built да таким образом хромосония это синестетический композиционный исполнительский язык в котором распределяются хромосигналы во времени и он дает возможность для создания нелинейной партитуры как были приведены примеры примеры на экране и вот сейчас видите примеры различных партитур например сферическая 3d партитура придуманная хансом и ахимом кюльройтером для его произведений или в произведении современной музыки после после штатхауза и пост кейдж тоже вот эти все варианты различных партитур приведены приведены и вот язык хромосония мог поиспользоваться для создания таких миллионейных партитур и учитывая все это хромосония открывает возможности для последующих исследований в области синестетики и лингвистических разработки различных приложений метод обнотации и так далее так comma нет видео видео пacci но ⑫ что What are the technical hypotheses we are working into? This is the final part. To achieve a proper development of the chromosome, which may retain its expected complexity and respect as much as possible its conceptual specifications, two hypotheses may be tried now. This is what we are doing. One, to create a neural network in which a MIDI input may trigger a complex process from which the chromosome is the output. To guarantee an aesthetically interesting output, this network will be submitted to a machine learning process through which such output possibilities will be refined and circumscribed within a desired domain. The problem with this hypothesis is that neural networks must know their desired outputs, like, for example, the images of dogs or the displays of recommendation systems in streaming applications. And we are still searching for how the chromosome must really be. Nevertheless, the fact that each sound and color properties may affect the whole process in complex and nonlinear ways suggests the kind of behavior one finds in neural networks. You want to... Yes. 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 So, please slide. Итак, чтобы в дальнейшем развить технически вот этот Chromosound, есть две гипотезы технические, которые будут нужно пробовать использовать. Это первое, это использование нейронной сети, в которой через вход MIDI будет запускать сложный процесс и результатом появится Chromosound. Но тут есть проблемы, так как нейронная сеть должна знать результат, а мы еще не придумали то, каким должен выглядеть хромосаунд, то есть нет возможности дать нейронной сети результат, чтобы она научилась. Но, с другой стороны, цветовые, звук и цветовые свойства влияют сложным образом на поведение системы, а это свойственно нейронным сетям, поэтому ее целесообразно использовать. Окей. Окей. Finally, the chromosomal could also be the emergent state of a complex fuzzy logic-based network. However, this leaves the results completely aleatory and likely wouldn't allow proper compositional conditions. Both possibilities demand high-quality developers. I have two good people working with me now. Well, at the current time, we are examining the possibilities of the first hypothesis, the neural network model. Although the challenges are enormous, the possibilities that may be open are promising. And most of all, we believe that this is the step ahead, visual music as complementarity, visual music unity as a truly synesthetic practice. Okay. That's it. Спасибо. Итак, и вторая возможность — это использование сложной сети, основанной на нечертой логике. Я извиняюсь, если я не точно перевела. Может, кто разбирается в технике, переведет точнее. Но это приводит к тому результату, что он слишком случайный будет, и это будет трудно использовать для создания композиции. Это проблемы этой истории. Оба подхода требуют найти подходящих разработчиков. Сейчас в Серджио работает два человека, которые над этим работают, и проверяются результаты гипотезы первой нейросетевой модели. Ну и, соответственно, это конец. Дальнейшие исследования очень интересны и требуют разработки. Окей? Окей. Окей. Спасибо. Спасибо. Ирина, спасибо большое. И спасибо, Ольга, Иорга, и все организаторы, и все люди там. Это все. Это презентация. Спасибо. Серджио, спасибо. Это очень интересный проект. Но, в то же время, это звучит как очень сложная история. Вы были в этом, уже несколько лет, и я уверен, что мы все очень интересны о том, когда и где мы можем увидеть видео. У вас есть планы для следующего года, или следующего года? Спасибо. Мы planуем, если мы поделимся, мы сможем, hayatители, the essential problems of the chromosome synthesis in this year of work and then we have invitations of some huge events to make this work, but to put this dome to work. But there's another level of development which will be needed, but I think it's easier then which is a kind of artificial intelligence management of several voices being improvised together. We must guarantee that the results are pleasing somehow, because otherwise who will stay in a noisy dome, chaotic dome, nobody will stand it. So but I I came to the conclusion that the great challenge of this project is to solve this question of the chromosome. All the rest is just a matter of patience. All the technology is valuable. It's a matter of resources, of financial grants, etc. but the chromosome, this is a problem. It's difficult to make something complex and interesting which we can play. and then if we solve this we can develop instruments we can develop create different interfaces a lot of beautiful things can be done the possibilities are endless but there's this small enormous problem which is the fundamental brick of all this. I'm sorry we haven't time we haven't time okay thank you very much and one comment организаторы конференции полилог и синтез искусств передают вам восхищение Нина Николаева и Светлана Конончук и они говорят что ваши работы очень повлияли на их исследование So there are greetings from the organizers of the conference полилог and the synthesis of arts here in the conservatory in our St. Petersburg conservatory they send you greetings and say that your research influenced a lot Great Спасибо большое Thank you very much Я думаю что нам не следует делать уже перерыв потому что у нас очень большая программа демонстрационная и более того один доклад я все-таки хотела произнести из предыдущей программы потому что это связано с юбилеем Михаила Сергеевича Заливадного я хочу спросить у аудитории нужен нам перерыв 5 минут или мы начнем сразу откликнитесь пожалуйста кто-нибудь Оля может быть на 5 минут имеет смысл прерваться тогда скажите пожалуйста что будет буквально 5 минут 5 минут five минут fünf минут we have five minutes and then we go back for break five minutes break Окей. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, предлагаю начать, хотя уже за три дня, может быть, все устали, но тем не менее. Меня слышно? Я как будто в вакууме нахожусь. Меня кто-нибудь слышит? А мы сейчас проверим поименно. Алексей Голтыхов, вы меня слышите? Марина Владиславовна, вы меня слышите? Я слышу. Отлично. Здравствуйте. Марина Владиславовна, здравствуйте. Вчера были девушки из Герценовского университета, и они сказали, что поняли только ваш доклад. Кто-нибудь еще меня слышит? Да, вас хорошо слышно. Здравствуйте. У нас 26 человек. Анна Тихомирова, ты меня слышишь? Может быть, не у всех включен звук, но я, тем не менее, начну с позволения аудитории. Я очень коротко, такое мое приношение Михаилу Сергеевичу Заливатному, зачитаю. Экран у меня здесь. Итак, 22 июня 2021 года кандидату искусствоведения, научному сотруднику и преподавателю Санкт-Петербургской консерватории Михаилу Сергеевичу Заливатному, он у нас в зале, исполнилось 75 лет. Работать в консерватории он начал с 74 года, немногим менее полувека назад. Сергей Михайлович сегодня тоже говорил, что полувеком уже датируются его занятия. Вот Михаил Сергеевич работает в консерватории тоже почти полувека. Для студентов музыковического и композиторского отделений Михаил Сергеевич, вот я его здесь тоже представляю, как будто бы он сидит на моем месте, разработал курс «Музыкально-теоретические системы. Красной нитью в котором проходят темы синтеза искусств, синестезии, света и музыки». На сегодняшний день Михаил Сергеевич является автором более 80 работ по вопросам теоретического музыкознания и смежных научных дисциплин. Немалую часть его библиографии составляют статьи и тезисы докладов, опубликованные в материалах 19 казанских семинаров и конференций, ведущих свою историю с 67 года. Вот на этом слайде мы видим программу первого казанского семинара, посвященного теории видимой музыки. В то время Михаил Сергеевич был еще студентом Киевской государственной консерватории. И вот, например, Йорк Иванский, его интересовало, вот как Михаил Сергеевич в процессе нашего исследования небольшого о трудах Михаила Сергеевича, вот как Михаил Сергеевич, будучи студентом второго-третьего курса в консерватории, осмеливался читать доклады, ехать на конференции. Но на самом деле, видимо, что-то его вот грело в этой теме, и он действительно чувствовал, что может себе, может позволить себе что-то сказать на эту тему. Итак, в то время он был еще студентом. По специальности музыковедения он окончил консерваторию в 70-м году и по специальности композиция в 71-м году. Как следует из программы, она у нас на слайде, два его доклада, называю их «Литературная транскрипция оперы Вагнера, Тристан и Изольда в свете изучения видимой музыки». И второй доклад «Некоторые вопросы теории видимой музыки на материале произведений Скрябиной и Дебюси» открывали этот семинар. То есть вот эти его две, будучи студентом, он открывал научный семинар целыми двумя темами. В числе учителей Михаила Сергеевича были ученик Глиера Борис Николаевич Литашинский и Глеб Павлович Таранов, также обучался по классу композиции у Глиера и у Литашинского упомянутого. Со слов Михаила Сергеевича именно Литашинский показал ему анкету по цветному слуху, которую распространяли тогда среди членов творческих союзов прометеевцы. В настоящее время наследником прометея является фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства прометей. Доклад его директора Анастасии Максимовны сегодня слушали об Ирине Ванечкине. Именно с этой анкеты и началось знакомство Михаила Сергеевича с Булатом Галеевым и его коллективом. Последовали поездки на семинары и конференции в Казань. Если кто-то хочет присоединиться, вы мне говорите, я буду нажимать, потому что я не вижу экран. Однако с прометеевцами заливатного связывает не только участие в конференциях и авторство, начиная с первого выпущенного ими сборника. С 1995 по 1998 год и в 2005 году он являлся научным сотрудником, ассистентом НИИ «Прометей», занимаясь поиском источников, посвященных проблематике синестезии и синтеза искусств в РНБ и ряде других библиотек Петербурга. Библиографические данные статей 18 Казанских конференций, в том числе не опубликованных, отражены в вышедшем в 2019 году немецком издании. Два из трех авторов этого издания среди нас и сегодня были, и в предыдущие дни, это Анастасия Максимова, я вижу к нам, хочет присоединиться Марина Леонидовна, были это Йорк Иванский и Анастасия Максимова. Третий автор Ростем Сахабеев. Следующий слайд. По количеству представленных в библиографии статей 21 наименование среди всех авторов казанских сборников Михаил Сергеевич наряду с Еленой Николаевной Шелестовой, заведующим музеем квартиры Олега Соколова в Одессе, занимает шестую позицию. В 60-е годы публикации ученого, изданные в рамках материалов казанских конференций, касались главным образом вопросов теории видимой музыки. Тема, очевидно, была задана названием первого проведенного в Казани семинара «Теория и практика видимой музыки», в котором Залеватный принял участие в январе 67-го года. По словам Михаила Сергеевича, в свои ранние исследования он начал, ориентируясь на собственные синестетические ощущения. Еще будучи студентом 2-3 курса в консерватории, он делал зарисовки музыки, перенося на нотные станции и музыкальные ощущения в цвете. Предлагаю вашему вниманию, эти зарисовки мне очень нравятся. Фрагмент зарисовки второй части первой кантаты Веберна. Пуантилизм передан и в изображении музыка, написанная в духе пуантилизма. Здесь тоже просматривается. Следующий пример – это Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Я все… фрагменты, только это не целиком. И следующий кадр – Шунберг «Лунный пьеро». Фрагмент. И также «Весна священная» Игоря Стравинского. В 70-е и начале 90-х годов в работах ученого прослеживаются различного рода направления, в том числе возможное объяснение цветового показателя, светомузыкальных представлений, вопросы пространственно-слуховых синестезий, музыкально-архитектурная проблематика. С середины 90-х годов в публикациях Заливадного появляются темы кибернетической, электронной и компьютерной музыки, графики, музыки и электроники. Результатом развития этого направления служит защищенная автором в 2001 году диссертация. В начале 2000-х годов основной областью исследований Заливадного становятся методы изучения моделей и закономерности музыкальных синестезий. Другая важная для автора тема в последние 20 лет – это комплексная модель семантического пространства музыки. Первая его публикация об измерении семантического пространства музыки относится еще к 87-му году, когда в Казани состоялся научно-технический семинар «Синтез искусств» эпоху НТР. Наиболее полная данная проблематика раскрыта в коллективном труде, куда в соавторстве с другими учеными вошли 25 статей Заливадного. Обложка на экране. В настоящее время Заливадный продолжает работу в этом направлении. В 2020 году в материалах Галиевских чтений была опубликована статья «Комплексная модель семантического пространства музыки. Опыты вобщенного теоретического рассмотрения». Тезисы доклада, публикуемые в настоящем издании, материалов конференции, он у нас размещен на сайте института, относятся к той же тематике. В отдельный, хоть и небольшой блок исследований, следует отнести работы ученого, связанные с оснаслением деятельности Скрябина как зачинателя современной теории музыки, работы 1975 года, а также Льва Термена, работы 1996 года, и Булата Галеева, 2010 года работа, как теоретиков музыки. Объединяет эти фигуры. Вместе с героем данного доклада или сообщения, друг и коллега Михаила Сергеевича Заливатного, Булат Галей. Спасибо за внимание. Михаил Сергеевич, еще раз поздравляем вас с днем рождения, плодотворных вам изысканий. Хотите подойти, да? Пожалуйста. Спасибо всем, кто осуществил сегодняшнюю презентацию моих работ. Это был, наверное, непростой труд, и мне кажется, что он получился очень удачным и корректным. Поэтому я хотел бы начать сначала с серьезного заявления. Я вижу свою задачу в том, чтобы не стоять на месте, двигаться дальше, и надеюсь, что здоровье мне какое-то время это позволит. А теперь я хотел бы перейти к юмористическому отклику на вообще, мне кажется, все возможные чествования. Дело в том, что 13 сентября – это день, когда совпадают два дня рождения Арнольда Шенберга и поселка Парголова под Петербургом. И мне пришлось читать однажды репортаж о том, как отмечался день Парголова 13 сентября 2009 года. Там в программу мероприятий входили бразильский карнавал, шоу-балет, имитация фейерверка с помощью разноцветных воздушных шариков и детей на батуте. Три батута разного цвета. Мне пришло в голову, что по этому поводу мог бы сказать Арнольд Шенберг. Если бы он увидел это под окнами своего коттеджа в Лос-Анджелесе, в пригороде Лос-Анджелеса. И нашел ответ в его письмах. Вторая половина 20 века будет портить перехваливание то, что первая половина во мне недооценивала. Мне кажется, что сочетание этого замечания вместе с юмористическими мероприятиями Парголова, это дает хороший иммунитет против всех перехваливаний и против тщеславия у того, кого перехваливают. Мне кажется, что это располагает к взвешенной оценке того, что сделано и открывает дорогу тому, что необходимо сделать. Спасибо всем еще раз. Спасибо, Михаил Сергеевич. И сейчас мы можем приступить к следующей части нашего... Сергей Михайлович, вы что-то хотели сказать? Нет? Появляется ваш экран. Ну, я мог бы еще раз сказать, что фигура Михаила Сергеевича Заливадного, она в высшей степени эксцентрична, интересна и глубока. И вот эти 52 года прошло, а я прекрасно помню его доклады, его выступления в 1969 году в Казани. Вот с этими, так сказать, обыгрыванием разных контуров, листьев, горы и всего прочего. Это было очень интересно. Он придумал систему перевода, так сказать, контура в звук, в музыку. Иногда это были потрясающие мелодии. Вот, поэтому, ну что, еще раз можно только всех раз поздравить по-настоящему. Я уже 75 давно, а ему недавно. Поэтому все идет своим чередом. Правильно, надо не переоценивать сделанное, а оценить спокойно, идти дальше и работать. Спасибо большое, Сергей Михайлович. И Михаил Сергеевич передает вам спасибо. Теперь мы приблизились вот к нашей заключительной части. И я хотела спросить, Мора, Макдоналд, I'm here? Мора, Макдоналд, I'm here. Thanks very much, Olga. Please, Мора. Okay, thank you very much. I really am delighted to be here and to be amongst you all. I'm very much a fan of all the work that has been done in the Promete Institute, and I'm looking forward to finding out more about what's going on with contemporary work. So thank you very much for having me here. I'm sharing my PowerPoint now with you now. So I'll just bring that up. I hope you can see that okay. Okay, so I'm actually a practicing visual music artist. I declare myself a visual music artist. I also lecture on the Trinity course on music and media technologies, and I teach a number of modules over the last 20 years on music and image, and recent years, a module on visual music. I've completed a PhD on visual music. It's 20 years of research, but I completed it in 2019. And this is what my talk is kind of going to be based on, on the sort of findings and the things that interest me about visual music that I'd like to share with you today. So the term visual music, then, is as significant as it started to be used in the 20th century in artistic discourse by critics, commentators, researchers, and sometimes the artists themselves. And it laid down the foundations for what you can maybe consider to be a visual music art practice today. The main tenets of this art touched on today will draw our attention to the artistic means that are facilitated by artistic experiment and also artistic experiment facilitated with technical means, which I'm very aware that you're all very, very aware of. In 1912 and in 1914, the influential Irish art critic and member of the Bloomsbury group, Roger Fry, he notes in various writings the characteristics of the new content of painting and its non-representational nature. Now, I'm drawing attention because he uses the term visual music. He states that this art addresses itself directly to the imagination through the senses and compares the material of painting to music. So these are very distinct things that you begin to note. He observes, there is no immediately obvious reason why the artist should represent actual things at all. Why should he not have a music of line and colour? And we may get, in fact, from a mere pattern of it to be really noble in design and vital and execution and intense aesthetic pleasure. And particular rhythms of line and particular harmonies of colour have their spiritual correspondences and tend to arouse now one set of feelings and then maybe arouse then another. And it was in an essay that he wrote, two essays he wrote, one on the French group for an exhibition of a catalogue of British, French and Russian artists' works held in London. But he was referring first to Paul Cizanne's work, and then later on he's referring to Wozniak Kandinsky's work. And he says that the skill and the methods that the artists were using to create these new forms was observed to be a new abstract language of form and what he refers to as being a visual music. He singles out three Kandinsky paintings in the exhibition for their expressive power and for their successful use of non-representational forms. And he particularly notes the improvisation paintings where he notes that form has to stand the test without advantageous aids. The forms and the colours have no possible justification except for the rightness of their relations. And then he observed that they become, these are improvisations, as you get to know them, they become more definite, more logical, more closely knit in structure and more surprisingly beautiful in their colour oppositions and more exact in their equilibrium. And again, he refers to these being a pure visual music. Comparing this to the expressive and emotional expressiveness of visual music, he notes that these are like our abstract visual signs. that can bring us to an emotional expression. Sorry. Yes. Oh, sorry. Yes. Would you like to? Yeah. Sorry. It looks like you shared the wrong screen. So we are seeing the same as you with text. Oh, thank you for that. Thank you. And then that I share the other screen. Thanks very much. Yeah, because we don't see the slides properly. It's too small. Thanks a million for that. Yes, I'll do my slideshow again. Try again. Yes, I'll try again. Okay. And I'll just go back to share my screen. Share a screen. Oh, yes. I was sharing the wrong desktop. Thank you. Can you just see the full screen now? Yes, perfect. Thank you. Perfect. Thank you so much for telling me that. And so, okay, in relation to film, then another theorist, a critic, Bernard Diebold, also used the term visual music. And this time he was using it to predict the potential of film for a new type of abstract image, in which now the material of painting, in terms of being able to work with colour and form, could be made more mobile. And he also foresaw this cinema potential to be a new art he described as a kinetic cinematic art that is reliable to the medium of film. And this new art, then, is about ornaments in temporal motion, and that the films were dealing with optical and spatial phenomena in temporal succession. And he wrote about this in a newspaper review of a screening of a film by Walter Ruckman that he'd seen, that at that time was untitled and later became his light play, one, opus one. And he refers to Ruckman's film as being a photodrama, and he also notes that now we have the possibility of painting and music to be wed. The boundaries have become blurred, and now he has, he calls it, a visual music. So in this, in Diebold's estimation, then, Ruckman's film represents both an artistic and technical innovation in realising the beginnings of the kinetic cinematic art. And his content comprised abstract content, shapes, forms, and colours, set both in motion and also set in succession. So it's kind of an interesting development in terms of film. Of course, he's not the only person that started to talk about film being a visual music. So also did Theo van Doelsberg. And he also, the member of the, the founder of the Distill Group, he calls for an acknowledgement of the new plastic art and the artistic expression in which there is a balance between the individual and the universal. So that individual was kind of important. He had also read a newspaper article about the early film experiments of Viking, Edgling, and Hans Richter. And he recognised in their work an affinity with his own artistic ideas about painting. So he went on to write an article on their film experiment project for the Distill pamphlet in 1921, and it was called Abstract Film Image. And in this article, he compares it to the open field of light in the potential of abstract film to be analogous to the dynamic expressionism of music. So it's in this report that he also uses the phrase vision music to describe the essence of their experiments and their plans for an abstract film. But most interestingly, I think Doelsberg himself refers to the formative artist as using painterly memes instead of naturalistic forms to express their own aesthetic experience of reality. So instead of trying to represent reality, they're representing their own aesthetic experience of reality. So this formative visual art is formative expression with formative means. And therefore, he compares the art of music to being an expression with musical means, but also that the content of all arts is really the same, only the modes and means of expression are different. And of course, Kandinsky also makes these points also. So what the artist is left with then is these new types of imagery and new types of visual elements coming from a painterly approach, where you might look at the abstract visual signs, the material painting, line, colour, form, relationships between forms, relationships between visual elements, the independent colour, or maybe even the surface itself, or even the imaginary world. And then you combine this with things like from film, you're getting the material of painting made mobile. You've also got your photo drama. You've got the possibility to bring the painting and the music together. Light itself could become part of the aesthetic tool that the artists use. Movement and time, shots, montage, energy, transformation and change. So these are all the arsenal with which the artists can use. But of course, from a technical point of view, the means to make a visual art or visual element mobile, and to make it mobile analogy, music has its origins also in the colour tone analogy of natural philosophy, and I know you're probably all very aware of this, and early modern science. And an important factor is the interest in the scientific demonstration of analogy between colour and sound in the 18th century, which eventually led to a conclusion amongst some of the inventors that a mobile colour, like music, has many artistic possibilities that in fact include and extend beyond a determined colour-to-music scale mapping. So even at the very earliest inventions, there was an awareness of the artistic possibility. So the idea of the relation was conceived mathematically first between the music scale and the arrangement colours, and this would be like a scientific endeavour. The division of the whole into geometric proportionate relationships, such as the mathematical basis of the division of the musical octave was significant, but such proportionate relationships coming from the musical octave were used to divide all the colours between black and white into a similarly conceived proportionate system. And several authors have done this, and Aristotle set forth the idea that the colour groupings that are most pleasing to the eye rest on the same basis of simple colour and number of relationships as do the consonants of music. And his system of tone and progression of the colour species is based on the principle of distinction of light and shade with white and black, with the two quantities of light, white and dark, black, in the colour expressed as a geometric ratio that represents their proportions. And of course, he identified seven colours that had these properties of mathematical properties. And of course, Newton's experiment demonstrated that colours and spectrum exhibited mathematically proportionate relationships also in the manner of a musical chord, and how much space each colour actually occupied within a particular boundary, a beam of white light. He compared this boundary of the beam of white light to the octave, and again, he bases his system on dividing that boundary in a similar manner to the music scale. Castell criticised this, and he instead identified Louis Bertrand Castell, of course, and he identified instead 12 chromatic colours. But what my point I'm really trying to make is that although these colour tone analogies then would have influenced people to make instruments to be able to prove the colour tone analogy, but in fact, Castell, even in his demonstrations of the ocular harpsichord that he wrote about in the 18th century, and wrote about his maxims for such an instrument, the harpsichord was meant to really intend to be a demonstration of science. But in some fact, even in his title, Harpsichord for the Eyes, with the art of painting sounds and all kinds of music pieces, is most interesting that although the instrument is to demonstrate the colour tone analogy, it also could facilitate an art, and he does talk about this in some of the writings who'd rather flourish, great flourishing and very interesting writings. And of course, several artists do actually declare that this is actually an art. So it's not just about the colour tone analogy, but it's also about the art, including Bishop and Wiles and Remington that I've just mentioned here. John O'Sullivan observed in 1914 when he wrote about Wiles Remington's inventions and ideas about colour music, that the mechanism of his device is what's facilitating new art colour. So it's the science that's facilitating art, and he's aware that this is based on the fact that there's a comparison between the vibratory phenomena of sound and colour, but also that when you create the time element with mobile colour, that you reproduce considerable emotional effect. And this was of interest. The colour organ inventions and innovations between science, engineering, and art of the 18th and 19th century provide the basis for the further development of both technical means and the art of mobile colour and light into the 20th century. And this has two main features. One is the individual inventor, which still continues today, where they invent their own particular mechanism for realising the art of mobile colour or light art. And the second feature is the emergence of standardised technologies such as film, cinema, and television, and video to our present-day computer and digital technologies. And the latter facilitates the exponential growth in the number of people from artists, musicians, engineers, scientists, theorists, lighting designers, theatre, to work with these technical means for realising both a mobile colour, but also realising a mobile visual image. And this has led to new means for artists, new possibilities to deploy visual music in their own art. And the point I'd like to draw attention to is that Thomas Wilford invents a lot of his devices to explore his aesthetic concerns to craft an art of light. So, for example, he conceives of this art as being an art of composition, in which he uses the term lumiacomposition to describe the light art results. And one of the interesting principles he actually puts forward with the lumiacartist is to consider the space outside the presenting screen, what he refers to as a second field. And he distingues between the fact that you have your imagination and the aesthetics, but you also have the physical aspect of your art you have to consider. So some summaries then of what's brought to the artist's arsenal of creating imagery is colour, light, mobile colour, light forms, merging, edges, intensity, fading, soft edges, hard edges, ephemeral, colour relationships, colour shades, and all kinds of things like that to help us have an arsenal. So the artistic experiments for means for artistic experiment, these images that were also explored both in painting and later cinema were based on the role of the artist and the artist's inner wishes in relation to experiments to facilitate endless permutations of form and content. And so from music, depending on how you perceive the music, you might perceive it. You might work with a particular piece of music. You might work with the idea of music. You might work with the sounds of the music sounding or the pitches and the timbres. You might decide to focus on the physical nature of music and sounds or the artistic response or even your sensory response. But from music, you go to the art of creating the visual language, which is a development of a kind of particular visual language, maybe for your work or for creating an invention. And you craft visual imagery to one or more aspects of this music. So some of the artistic methods that are very diverse, of course, everyone is very individual and also collaborative groups. And from within these diverse methods and media and everything, one common aspect from my point of view is the visual music expression. And this is something that can be seen across different mediums and technologies. So it's a visually music expressive, imaginary world with endless permutations of form and content and with lots of different various forms of techniques and technologies. I would like to briefly share with you then over two or three slides here. One of my methods for crafting an art of visual music in my visual music compositions and it's evolved over time. And I refer to two pieces that I've created. And so, for example, the methods that I would use would be I have four phases and the first three phases are very, very important where I don't even make my work at this point. And that lasts for about four to five weeks where I would listen to the music and I become an expert in the piece of music. And I listen to an audio recording of a piece of music and I will attend to that piece of music till I come to know it like an expert. I would then choose some forms that I might like to work with that arises from my process. And then I start building and making surfaces. And this is the very starting point. I haven't even made the composition in time yet. So there's an awful lot of preliminary work that goes on, which is the part that I really enjoy. The first phase then, I will actually, I actually, I base all my visual music on sound. And not, I would sometimes analyse the score, but I will listen to the music. And therefore, it's based on listening and listening to sounds and the sound sounding. And so therefore, I attend this music through repeated listening. That's how I come to know it and become an expert on all the nuances of this recording. I attend to sonic events, noticing visual sensations, visual impressions, ideas about colours and forms. And this phase is incredibly important. It's the leading in. It takes about two to three weeks and it makes the music meaningful and known and becomes the starting point of the craft of image and image making. So in this whole process, I'd like to note that I allow my interest to go where it wishes to go. And I also know what it is in the music that I'm attending to. So each piece of music will bring its own piece of information to me. For example, I will start drawing down the impressions I get from listening to the sounds in real time, but I will also draw impressions after listening and when I'm thinking about the music and how I might develop a visual impression into a visual idea. And this all happens in my mind's eye, even though I do get strong sensations of gesture and movement in my body, I call these formations, but I allow this to happen and it's a free form type of process. I then attend to the gestures and movements and density and direction and drama and weight that's coming from the music and I attend to how these might be transforming in the time of the music experience. And these formations then are further developed to consider contrasts. I feel when I provide the contrast, I'm resolving the artistic emotion in the forms and how they might resolve over continual possibilities. So I create forms from these emotional experiences. So these are the types of forms I might create. So for example, I might work with weight, lightness, heaviness, depth, upwards, height, light, thin, deep, harshness, edges, sharp, serrated, softness, soft edge, soft trails. And these are all the kind of words I would use when I'm listening to music, what the music might suggest to me. I then continue to work then with working with my temporal impression of forms and I sketch these also. So it's not just the visual impressions, it's the movement impression. So I can see that this is working out the aesthetic potential of temporal forms. So here movement is key. What type of movement is this music suggesting? Is it scattering? Is it a motion from A to B? Is it a micro motion? Is it moving between anchor points? And all kinds of different kinds of movements that I might suggest. So this is a starting point for the work that's going to be shown later and this is just to explain to you the impression and sensation I got from listening to the music of the piece of music by Colby von Tandler and I got this very strong sensation of stretching. So everything was stretching outward or stretching upward and it permeated through the whole piece of music. So that became the form. This was the form that I would have drawn. Now my forms may not end up looking like what they do from my initial formations but this was what I was trying to achieve. So I know I'm trying to achieve something in the music and this is kind of the result I got a kind of complex imagery which is based on lines going upwards and lines going across but this is a tiny excerpt from this just showing you the forms. The second starting point then for another work that was shown later on was an impression of scattering and it was scattering coming from both right and left and space and this came from the music suggested this but this is a more tonal piece and it's a piece of music called Derive and I'll just show a tiny excerpt of that. Very, very short I know because the pieces have been shown later. So just to kind of conclude then I would then from these sort of starting points I then build the forms and I have an experimental phase where I build layers and layers of what I call motion compositions and these become this is again this leading in phase I haven't even gone near the composition yet I'm building my material the material of image so I might then start making motion surfaces I work with gradual transformations and form and variations and I'm having to build the images build the material and build the points of resolution and resolving all the main visual impressions I've attended to and this can take four to six weeks for five minute piece but this is an example of some of the complex layers that I might create and each of these are actually motion surfaces and I might actually create 20 to 30 of these and sometimes I might actually take one motion surface and redo it and slightly vary it and then I will combine them together and they are all lasting a few minutes each and they all have their own colour but when you combine them and blend and composite something new happens between them and a very interesting phenomenon occurs so for example these are just some examples here of some of the forms that might be together there's emotion there's motion in all these forms and it might be just tiny little triggers it's also little aspects of how I'm playing with the colour and the light and they're the sort of forms that I might have and each of these will be layered and composited together to create the kind of final image so for example then in this work here I'm just going to move on this is the kind of result that I would have got from just combining the composites and sometimes when I got this result when I was working I actually wait till the final image arises in my imagination through this process and I kind of say now my work can start and this would have been my starting point before I even build the work so without further ado I'm going to finish my presentation now and thank you very much for listening thank you thank you any questions York Sergio have your questions Maura thank you hi how are you thank you for the wonderful and encompassing presentation which covers a lot of terrain and there's a lot of things there that are very very well formalized and also I didn't know your work so I don't know this is much much more a comment than a question are you thinking of something in how how what's the length of these short films you are doing you have longer films 10 minutes or so you're doing some things like that it's awesome yes yes Sergio thanks Sergio it's very nice to see you too I saw you the last time was in Moscow I think was it Spain maybe yeah but basically Sergio yeah I would create short pieces it depends on the length of the music but the longest one I made was 12 minutes but mostly they're around 5 to 12 minutes but they do you know so I do quite like that short format because they're kind of fixed media it's not interactive it's not real time it's kind of craft where can we see these films I don't think these ones that are shown today are online I haven't got them online yet I've been very busy but I must put them online so people get to see yeah my later work my earlier works are online but my recent works are not but I can always give you a link if you like very good thank you thank you congratulations thank you you too only one sentence or two we never meet I know your work we know each other's works and articles so for me it was everything was clear that's why I have no question thank you thank you thank you it was very a lot of information but it was it was very nice thanks thank you thanks so much thank you I have a question but thank you very much because it's very interesting for me I mean that I know very much about Thomas Wilfred and other white pictures but today I saw very big very interesting details and thank you very much thank you so much Sergei thank you very very much okay okay Maura we can start showing compositions and if you want to explain shortly what's this about then I will translate oh yes will I show the video or will you be showing the video from your computer oh brilliant okay yes okay no problem yes I'd like to just show explain that the works that have been shown now for the first half of this presentation are two of my latest works and they're about five to seven minutes each and then this works by students that I work with on the course very talented and gifted students who are very good with music and also some of them are new to working with image but they're interested in film and film music and things like that and two of them have synesthesia which is most interesting when they find out during the year that they have synesthesia but what's interesting is they actually are very good with work with audio production very good with music so some of the work they created for their thesis projects this year and some for their assignments are going to be shown here today so they're actually complete visual music works and there are several of these are going to be shown so I hope you enjoy the presentation and thank you very much for attending and watching these and listening okay so Maura do you want me to present the pieces or you want to tell the piece or something or you want me to tell is it just one video file isn't that right sorry and do I just it's just one video file that I was going to share and it lasts for 30 minutes or so so now we have these compositions which are in the list so we can oh yes you can yes sorry yes can introduce them yes thank you yes thank you no no then сначала у нас произведение Maura McDonald Visual Derive соответственно visual это визуальный Derive это наверное на французском я неправильно произношу но это от пьесы Derive One Пьера Булеза музыка Пьера Булеза а видео инсталляция Maura McDonald оно